Уважаемые коллеги, вот мы во второй раз проводим такое новое интересное мероприятие, такой научный симпозиум в промежутке между нашими конференциями. Вы знаете, жизнь, она не стоит на месте и становится все более стремительной. И каждый человек, живущий в любой точке мира, старается использовать любое мгновение для того, чтобы получить какую-то информацию, личную, профессиональную. Вот и мы с вами сегодня в этом интервале между пятой и шестой конференцией, ну, в неком таком процессе. Знаете, у нас сегодня даже в метро работает Wi-Fi, то есть люди без конца читают телефоны свои, iPad'ы. В общем, процесс идет постоянно. И мы, готовясь к шестой конференции вместе с коллегами, с господами из ЮНЕЙС, с нашими коллегами из ВОЗа, в общем-то, решили, что такая форма работы будет очень интересна. Это действительно предложение господина Венея Сталдана и было поддержано Роспотребнадзором. Я вас сегодня вот от лица Роспотребнадзора, ну, приветствую на этом мероприятии. Я думаю, оно будет высоконаучное, очень интересное и полезное для всех. Никто не останавливается в достижении новых целей и в получении очень важной новой информации, особенно ВИЧ-инфекции. Это такое, это настолько интересная проблема. Она так меняется. Я думаю, что сегодняшнее мероприятие еще раз подтвердит эту истину, что каждый раз мы приходим и думаем, мы знаем все. Оказывается, мы уже немножко отстаем. Есть люди, которые знают больше. И сегодня эти люди с нами, и мы будем обсуждать проблему ВИЧ-инфекции. Поэтому пожелаю вам всем сегодня успешной работы, интересной и активной. Но сегодня, к сожалению, такой день, когда приходится говорить и о грустном. Вы знаете, вчера прошла информация о том, что умер большой дипломат, большой человек, прекрасный профессионал Виталий Иванович Чуркин, полпред России в организации ООН. Вообще, даже люди, которые далеки от дипломатии, они живут в разных точках нашей страны. Я думаю, многие подумали, как это плохо. Ушел из жизни яркий, светлый, умный человек, который защищал достоинства нашей страны. Поэтому давайте память этого прекрасного человека почти минута молчания. Встаньте, пожалуйста. Спасибо. Ну, а теперь я передаю слово нашим коллегам, большим ученым и специалистам в области организации здравоохранения. Пожалуйста, господин Салдана. Спасибо, Лариса Александровна. Уважаемые коллеги, очень приятно со стороны UN AIDS приветствовать все здесь в зале. У нас собрались сегодня ведущий ученый, эксперт, партнер со стороны неправительственной организации, ряд посолств в Москве. И также имею честь приветствовать те зрители, которые смотрят эти эфиры онлайн в режиме на сайт ИКАК-2018. У нас сотни людей, которые уже подтверждили, и мы уже видим, что они подключились к эфиру онлайн в режиме. И в этой связи, если вы еще это не сделали, пожалуйста, пишите в социальной сети о том, что такая передача уже начата. И из любого точки мира на сайт ИКАК-2018 любой человек сможет подключиться и смотреть онлайн дискуссии, которая будет длиться ближайшие несколько часов. Сегодняшний симпозиум делится на четыре части. В первую часть у нас общий обзор о сами продвинутые и самые интересные аспекты по эпидемиологии, по наук, по исследованию в сфере ВИЧ-инфекции. И собрались наши уважаемые первые группы панелистов. Вторая сессия посвящена теме лечения при ВИЧ-инфекции. И большой честь также имеют представители Семерной организации захоронения и другие панелисты, которые обсудят в этом зале через несколько минут все мировые новые подходы и новые рекомендации, и как они внедряются в ряд стран в мире, и включая в первую очередь, конечно, стран Восточной Европы и Центральной Азии. Около 12 часов мы делим небольшой перерыв. И начиная с часу у нас третья сессия, которая посвящена самотестированию на ВИЧ-инфекции и доконтактной профилактике к отношению ВИЧ-инфекции. И официально также новые рекомендации Семерной организации захоронения в этой связи. В четвертой сессии после обеда тоже у нас запланирована очень интересная сессия. А доступна доступность и ценовая политика к отношению лечения при ВИЧ-инфекции. И все не только правовые, но и вопрос о переговорах, и юридические, и патентные права. И у нас очень уважаемая группа панелистов, которые соберутся и обсудят эти вопросы. И пятая, последняя сессия, которая, конечно, очень близка для представителей UN AIDS, тема 90-90-90, как делить это реально сегодняшний день. И я знаю, что это кажется только через несколько часов, но также очень важна сессия, поэтому те, которые есть возможность быть с нами и в зале, и онлайн-режим на протяжении ВИС, очень интересный симпозиум сегодня, конечно, очень приветствуется. Те, которые с нами только по один из этих сессий, конечно, онлайн-режим, мы призываем всем не только смотреть, но онлайн-режим также задавать ваши вопросы, отправить нам по электронной почте. Но, наверное, многие присутствующие, и те, которые подключились в онлайн-режим, видели очень интересные новости из конференции КРОИ, которая состоялась буквально на прошлой неделе в Сиаттл, Соединенные Штаты в Америке. И есть очень уважаемые ученые, много, которые в зале были в КРОИ и докладывали в КРОИ, поэтому я не буду делить обзор из каких научных достижений, которые были представлены буквально несколько дней назад в Вашингтоне, в Сиаттле, но те новости, те достижения, те уже breakthroughs, которые обсуждались в КРОИ, они имеют место быть не только для тех групп ученых, которые собрались в Сиаттл на прошлой неделе. Они имеют прямое значение для нашей регионы, Восточной Европы и Центральной Азии, где ситуации по ВИЧ-инфекции остаются очень сложными. И как раз мы можем рассматривать те уже достижения в сфере исследования наук, которые представлены и обсуждаются на мировой уровне, как они могут внедряться не только в ежедневные практики для регионов Восточной Европы и Центральной Азии, но в том числе и как они смогут подключиться к формированию программ для конференции и как 18-го, который состоится здесь в Москве, 18 по 20 апреля 2018 года. Но со стороны UN AIDS имею большую честь пригласить наш первый докладчик сегодня, он делит первый, основной доклад, это профессор Питер Рейс. И Питер очень дорог и очень близкий друг UN AIDS. Он как раз в декабре месяц выступал на нашем президиуме, на нашем программе координаторе в Женеве. Блестящая презентация. И он еще является сопредседателем для международного конгресса по СПИДу, который состоится в середине 2018 года в Амстердам. Поэтому, чтобы и как ведущий ученый в сфере исследования ВИЧ-инфекции, и как один из тех экспертов, который намеренно делит этот мостик между нашей конференцией и как 18-го, и глобальной конференцией Амстердам 18-го, пожалуйста, имею большую честь пригласит, доктор Рейс. Пожалуйста, Питер. Спасибо большое, Виней, за эту позицию и добрый вечер, и спасибо за приглашение к вам и поговорить сегодня. Так что я решила сделать, потому что вы не можете получить возможность увидеть эти данные frequent, и дать вам обновление о ситуации around HIV в моем стране, в Недерландс. Давайте посмотрим на это. Если я могу сделать это. Мы в Недерландс, и это организация я дурирует, а так называемая HIV Monitoring Foundation, и это была организация set-up в году в 2001, и это очень важно, и это целью, и это будет продолжать knowledge and understanding of all relevant aspects of HIV infection, and that has happened over the years, including comorbidities and co-infections such as viral hepatitis in those who are living with HIV and are in care in the Netherlands. As far as the objectives, we try to monitor and report trends in all aspects of HIV infection by collecting high-quality nationwide data, and I think the fact that it's nationwide data is fairly unique. We do so not just to obviously to collect the information, but to inform all relevant stakeholders, and you can see them listed here, and these are importantly healthcare providers, the people who take care of people living with HIV, but also for instance policymakers and also the communities living with HIV themselves. Another thing, another area that we concentrate on is to develop models in which we try to predict future trends, and I'll show you some examples later on. Something which has happened over the course of the last several years is that we also use the data to look and monitor the quality of care in the different centers in the Netherlands that take care of people living with HIV, and since a few years, this is relatively new, centers have to be certified in order to be able to take care of people living with HIV. And the data that we produce are being used for the certification, and then finally, of course, we contribute with our data to national and also international collaborative scientific research. And finally, National Reference Center, but I won't bore you with going through all the slides. I assumed, by the way, that the slides will be made available for you to go back to in for future reference. So how do we do this? So in each of the HIV treatment centers, we collect data from people with HIV in care. We do so, of course, in collaboration with the physicians that take care and the nurses that take care of these patients. And we do so in 26 hospitals. There's 26 centers throughout the country which are recognized by the Ministry of Health and which now is the new system, are undergoing certification and provide the information. It's in five steps. The first is patient registration and entry, which we use, and since the beginning, is an opt-out system. So people who access care are told that data collection is part of regular health care, and if they want, they can opt-out. And the experience is that very, very few patients actually opt-out of data collection. They then are assigned a code so that we pseudonymize the data, and data collection is done manually from the patient records, and also more and more automated. And this is particularly true for laboratory information, which more and more we are able to import centrally through secure internet lines. Data quality control is an essential part of the work because garbage in, garbage out. So we really make sure that the data are of good quality, and then finally, of course, processing and analysis of the data and producing reports. And I'll show you examples of that. So, on the bottom of the slide, you see our website, where you can access everything that I'll show you is accessible on the internet, in what we call our annual monitoring report. And I'll show you some examples of the demographics of our HIV population, results of combination therapy, and also say a few words about population with HIV in the Netherlands aging and resulting comorbidities. So what about demographics? So this shows you the annual number of new HIV diagnosis. And if you look at the dark blue line, you see that there is a gradual tendency for annual new diagnosis to decline. And in the last data set that we have, we had around 900 new diagnoses. About two-thirds of those are in men who have sex with men, and about a quarter, little over a quarter, are acquired through heterosexual transmission. And of those, and I'll show you that on the next slide, quite a large proportion are in migrant populations in the Netherlands. So here's the geographical origin. As you can see, and I'm comparing here, before 2013 and after 2013, you see if you, the top part, the men having sex with men, the large majority are in men who originate from the Netherlands. But we see a slight increase in men who come from Central Europe. And we also see a small proportion, but still sizable proportion from men originating from the Caribbean. And if you look at the bottom of the slide at other men and women in the adult population, you can see that there is a substantial and increasing proportion from the Netherlands. But also, I'm going to move a little bit so that I can see the slide. And you see that there is a sizable proportion, both in men and women, coming from Sub-Saharan Africa. Importantly, we also see a sizable proportion of new diagnosis in people who are older. I always am careful with saying older, because this is above 50, and I'm well above 50, and I don't like to consider myself old. So, we see about a quarter, 25%, which is a lot of newly diagnosed persons, are in people over 50. And this is most often the case in people who are actually from the Netherlands themselves. So, so far, I've been talking about new diagnosis. So, people who come to the centers and are newly diagnosed with HIV and are accessing care. This is a modeling, an example of modeling, where a method that was developed by Art van Siechem, who works in our group together with the ECDC, a modeling tool to estimate the actual number of new infections. And what you can see is that also where we see a decline in new diagnosis, this is partially driven by a decline in new infections. So, recently acquired infections, which we estimate in 2015 were about 450, which is about half of the total number. So, if those are recent infections, then, of course, the other proportion must have been infections that have been acquired a long time ago, and this is indeed the case. So, this slide, and I think this is an important slide, talks about late presentation. And I think it's important for you to realize that although things are improving in the Netherlands, some things are still a problem. So, 45% of newly diagnosed individuals in the Netherlands in the last year, at the time of diagnosis, already had AIDS or a CD4 count below 350. So, this issue of late presentation is still sizeable. The other thing, shown on the bottom of the slide, is that late diagnosis and late presentation is more common in those people who are newly diagnosed over 45 years of age. So, in the relatively older population. The country's part of the coin, recent HIV infection, as you can see here, we are getting better to diagnose infections earlier in the MSM, but we're still not there. There's still a sizable proportion of MSM who are also diagnosed late. And in the other population, so the other men and women, we really don't see any improvement. So, the line is perfectly flat, almost flat, as you can see on the slide. So, that means that expanding testing, including repeated testing in those at highest risk, will be a prerequisite for further improvement in identifying people with recent infection. And that's something that we try to concentrate on. So, I said, and this is reflected here in the slide, which shows you the CD4 count at the time of diagnosis. So, you see that there is a trend for moving towards earlier diagnosis. But also, if you look at the different subgroups, you can see that in some of the groups, this is really not very successful yet. So, room for improvement across the board. What about combination therapy and outcome and continuum of care? So, what this slide shows you is the tendency over time, over the course of the years, of starting treatment early. So, these are people, once they've entered care, once they've accessed care, how quickly do they start treatment? And as you can see, the trend is really to start treatment right away. So, almost everybody who newly entered care in 2015 started treatment within six months. And for about half of those, treatment was started within a month. And if I look back over the last few years, physicians in the Netherlands were divided as to whether starting treatment early was good or bad. And there were physicians who postponed treatment. I think the situation has changed completely with the results of the START trial. So, at the moment, I think everybody basically, when people enter care, are offered, at least offered, immediate treatment. You see this reflected in this slide. What this shows you is that in 2015, over 80% of people who presented for care with a CD4 count over 500 had started treatment within six months. And if I would have shown you the slide from only a few years back, this proportion would have been much, much lower. So, this is really a tendency that has been going on, but has been much promoted with the results of the START trial. And I'm sure that if we would make this slide again for our newest data set post-start, the number would even be higher. I talked a little bit about quality of care. So, one of the ways we look at that is to look at data broken down by centers. So, each of the dots in this graph is one of the centers. And the red dots are centers that care for more than 600 patients, and the blue and the gray dots are centers that care for less patients. And what this shows, if you look at the right-hand side, these are data from 2014, it shows you, within each center, the proportion of patients who access care and start treatment within six months. And as you can see, the dots are really much together. There are still some outliers, but again, this is 2014 data. I think if we will repeat this slide in the newest data, I would expect that the dots are much closer together. This is the same graph, basically looking at viral suppression rates after six to nine months of treatment. And you can see that uniformly across the centers, people reach high rates of viral suppression. Now, as a result of all these trends, if you look at the overall population in the Netherlands over time, you can see that increasing proportions of people are living with HIV at high CD4 counts. The orange and the light green are people who live at CD4 counts between 500 and 750 or above 750. And you can see that this is the overall majority of people who are receiving care. So, let's look at the continuum of care. So, these are adults and it shows the usual steps of the continuum of care. And what you can see, and again, this is an estimation. I think the slide might be moving by itself. Anyway, the top part is the total population of people with HIV in the Netherlands. And the bottom slide shows you the cascade of care for men having sex with men in particular. So, when you look at the top part, we estimate by, again, a method developed by Art van Siechem and used also in the ECDC tool, we estimate that there are about 2,800 people who have HIV but as yet are undiagnosed in the Netherlands. Which means that if you look at the, from the first to the second step of the cascade, there's about 12% with yet unknown or undiagnosed HIV infection. In MSM, that proportion is smaller, so we're doing better. And although the steps of the cascade are relatively high, if you compare it to other parts of the world, I do want to point out that there are break points at every step. So, we do lose people at every step. So, it means that there is room for improvement at every step. It seems to have stuck. Can you move the slide maybe for me? See if I can... Great. Okay, thank you very much. So, what this shows you is the time, which I think is important, because if you think of the previous slide, it doesn't actually, it shows you the steps, but it doesn't show you how quickly people reach those steps. So, this slide is an analysis that we newly did last year, where we try to look at the time it takes between the steps in different periods, with the latest period, 2015, shown in orange. So, if you look at the right side of the slide, you see actually that the steps between each step of the cascade, the time to reach those steps has shrunk. But the main problem, the major gap remains on the left. So, the time between people are infected and between they are diagnosed. And it has improved over the years, but there's still significant room for further improvement. Now, let's switch gears a little bit. And this is a slide from the UNAIDS gap report, showing that HIV, if you look at the global scale, that it's concentrated in cities, and that's what I wanted to show you a little bit about the Netherlands and Amsterdam in particular. So, if you look at the slide in the Netherlands, you see that the high prevalence areas, shown with the blue dots, are in the cities. So, the top, the biggest blue circle, is the region around Amsterdam. The second, lower, is the region around The Hague and Rotterdam. So, those are concentrated areas. The one blue circle in the top is a center where we see a lot of refugees and immigrants and refugees coming in, where there's a concentration of HIV. And then there's some further blue dots, but it's again concentrated Amsterdam area, Rotterdam, The Hague, all big cities. And in Amsterdam, we see about, if you remember my beginning slide, around 900 new diagnoses in the last year. And here, about a third of those, little under a third, are occurring in the Amsterdam region. Now, if you fine tune on Amsterdam, this is a map of the city of Amsterdam. And the brown, the darker the brown color, the higher the prevalence in the city. So, you can see, that if you zoom in on the city, the high prevalence areas are the center of the city, on the top. And on the bottom part, that section is the south eastern part of the city of Amsterdam, which is close to where my hospital, the academic hospital, stands. If you look at the continuum of care in Amsterdam, it's actually slightly better than when you compare it to the whole country. So, if you look at the bottom, you see the 90, 90, 90 figures that UNAIDS has promoted. And you can see that in Amsterdam, we have basically reached a 90, 90, 90. If you look at the overall population, this is the slide for men who have sex with men, which is even better. But that also tells you that the cascade will be worse in the other groups, which are largely migrant populations. And I didn't put in the slide, because the first step of the cascade, given that the population is smaller, it's harder to do a reliable estimation. So, that's why I left it out. But, I mean, if you subtract the two, it tells you the message. So, although we have reached 90, 90, 90, we're still seeing 200 to 300 new diagnoses a year, which is 200 to 300 too many. So, what we are trying to do now in Amsterdam, and it's an initiative called H-Team, HIV Transmission Elimination Amsterdam, is to find novel ways to get that rate of new diagnoses and new infections even further down. And you can look at our website. It's available, unfortunately, not in Russian, but it is available in English. And there's also a nice documentary video that we made, which really, much better than I can do in the slides, explains what we're trying to do with H-Team. So, if you're interested, you should really look at that. So, H-Team really very much links to the Fast Track Cities initiative that UNAIDS and IAPEC and other organizations are working on. And Amsterdam also has signed up as one of the cities to this Fast Track Cities initiative. And what H-Team really wants to do is put the Fast Track Cities initiative into practice in our city in Amsterdam. So, key element, I said that before, the group of people who are unaware of their infection, and who are responsible for ongoing transmission, and especially also the people who are acutely infected, which we know from data also which we produced from the Netherlands, is a group which is responsible for a significant proportion of transmission. So, those are issues that we really like to concentrate on in H-Team. And the other part that I discussed before is the late presentation. It's unacceptable that 40% of people in a city like Amsterdam present late for care, come into the emergency room with a pneumocystis pneumonia or toxoplasma encephalitis. It's just not acceptable. We need to do better than that. So, I'm stressing that because people often say, well, things are perfect in the Netherlands. No, things are not perfect in the Netherlands, and they're also not perfect in Amsterdam. So, the scale of our issues and problems is different than in your own region, but the principles basically are the same, and we need to do better. So, we want to reduce new infections, and we also want to improve the prognosis for individuals diagnosed with HIV. So, what have we done? Well, on the site in Center of Prevention, PrEP, pre-exposure prophylaxis, is not yet freely available in Amsterdam, but we're doing a small demonstration project, and approximately 350, I think the final target is 370, 70 MSM have been started on PrEP, and we're running that program. Improving testing and earlier diagnosis is key to this program, and how do we reach those people who obviously have not been tested, and how do we get them to be tested? That's an important point. An important part of healthcare in the Netherlands is through general practitioners. So, we have educational programs for general practitioners to really proactively test and make testing for HIV as normal as testing for a cholesterol or measuring a blood pressure, and that's a program that is ongoing. And then acute. We want to get people, if they are HIV infected, and diagnose them as early as possible. So, we're also concentrating on acute and finding people with acute HIV infection. And if we find them, and we're doing this through communication campaigns, if we find them, to really put them on treatment the same day. Another component, and this has changed with the results of the STAR trial, is barriers for treatment initiation. So, we've done qualitative research, looking both at physicians who take care of people with HIV, but also at patients. What are the barriers for people to initiate treatment earlier? And then finally, this is really a research component. In those people who are identified with acute HIV, we're building a cohort of people with acute HIV, and hopefully have that as a resource to be able to do interventions aimed at HIV cure, which you know is something which is very much researched at the moment. And obviously, this is going to take a long time. But at least we will have a cohort of people that are very much well characterized, so that if promising curative interventions become available, we could actually test them in that cohort. So, basically, here's again the cascade. What we're trying to do with age team is to intervene at the various steps in the cascade, where we have breakpoints, and try to make things better. Back to combination treatment, just a few words about regimens. So, what you can see here throughout the years, and these I think I can hardly see without glasses, but it's the last five years, you can see the colors represent different combination regimens, and what you can see is that there has been a major shift as first-line regimens to integrase inhibitor-containing regimens, which are now the majority of starting regimens. Aging and comorbidities, what this graph shows you is the age composition of our population in care, and as you can see, we have an increasingly aging population in care, whereas in 1996, 9% of people were over 50. In 2016, it's 45%, and 15% of people are over 60. And unfortunately, which goes for all of us, but it may be more accentuated in people with HIV, we see more age-related comorbidities like cardiovascular disease, like cancer, like diabetes, bone disease, fractures, etc. So, this actually is a slide from CROI in last week, which is a modeling that we did on our national data set predicting how cardiovascular disease incidents will change, and between 2015 and 2030, we expect that we will see a plus 55% increase in cardiovascular disease. Largely, of course, simply driven by people getting older, but possibly also increased further by risk from being HIV infected, from having chronic inflammation, and also maybe by exposure to certain drugs. As part of the presentation and in the exercise, we also looked at what we could do about the cardiovascular disease. How could we maybe prevent this plus 55% that we predict? And what our modeling shows is that monitoring for high blood pressure and for high cholesterol and treating that, modifying that, would have the largest impact in reducing cardiovascular disease. Smoking cessation, of course, is important, and this modeling is focused on cardiovascular disease, but of course, smoking cessation has wider impact than just cardiovascular disease, and that's something that is not taken into account in this model. What you see is earlier HIV diagnosis and treatment is supposed to have less of an impact, but again, I want to stress that this model is focused on cardiovascular disease. Earlier HIV diagnosis and treatment obviously has very, very important other public health implications, and hopefully in future models, but then the mathematics becomes very complicated, we can also take those issues into account. Another issue is viral hepatitis. I'm just showing you one slide because I wanted to raise the issue. Again, work presented at CROI last week. What this slide shows you is the uptake of the modern direct-acting antiviral combination therapies for hepatitis C. We were fortunate that at the end of 2015, our Minister of Health actually allowed unrestricted use of these DAA combinations, so regardless of the stage of liver disease, and what we saw after that is a very rapid uptake in our HIV treatment centers of the DAAs. We're not quite there yet. You can see that we have managed to reach about 70%, we think, of the co-infected hepatitis C, HIV co-infected population, and the part shown here shows you the group as far as we know that we still need to reach. But the beauty of this is that we have the information, so we can actually feed back this information to the individual centers and say, hey, what's going on here? Why have these people not yet been treated? And there may be very good clinical reasons why that's not the case, but at least we can feed back that information. And I think that's something that I want to stress. I mean, these are all figures and numbers, but it's a circle. So we generate these numbers, we give them back to the physicians, and they try to do something with them. And that's actually the bridge to this slide. I apologize, the text is in Dutch, but centers actually have access from the national data set. They have access to their center-specific data. So they can actually, in the center, access their center-specific data, make different graphs like I showed you for the national situation, and then compare themselves to the national situation as a benchmark, which obviously helps in improving quality of care. And they also, and some centers more than others use these, they can also generate individual patient charts. And I know that some of the centers, for instance, in their weekly rounds where they discuss patients, they use these graphs that they can pull up on the computer and put on the screen and use as clinical information for when they discuss a case. And that's, of course, very important for people who have been in care for long. There's a very extensive antiretroviral treatment history, and by these graphs they can pull this up and they can have a clinical discussion. Research is important. We generate papers, but again, papers are not just there for papers, but they're there to promote knowledge. And importantly, our data set, we contribute to many of the international collaborations, such as, for instance, the DAD study. We're a very big contributor to the DAD study and thereby share knowledge. So in conclusion, for the Netherlands, we see a continued, but I want to stress only gradual decline in the annual number of newly diagnosed individuals. There's a trend for people being diagnosed and entering care earlier reflected by the CD4 count. As I showed you, treatment regimens have shifted. And importantly, at the bottom, late presentation remains far too common, and we need to do something about that. Aging and comorbidity will have increasing effects on clinical management, as I'm sure you all know. Liver disease, we have managed the rollout, but we need to go further. And one thing that I haven't mentioned, particularly in the men having sex with men, is the issue of hepatitis C reinfection. And that's something that we really need to also do something about on the prevention side. With respect to the H-Team, I think the city-based approach where we really need to innovate is important because, as I stressed before, challenges remain. I mean, it's fine that we've reached 90, 90, 90, but it's not good enough. We need to go further than that. Hopefully, what we, and also in other cities, try out in Amsterdam can be used as examples for other cities elsewhere in the world, including in your own region. And then I hope I've convinced you that monitoring and collecting data and looking at them is a must. I mean, you only know, at least on a national scale and even on a smaller city scale, I mean, look at the cascade of care of Amsterdam. If we couldn't generate that, we wouldn't know where the major steps is where we need to innovate and try to improve. So I think it's a must. And then I'll stop by acknowledging my staff. These are the names of all the people working in the 26 centers, which, of course, is where the whole thing starts. If they don't collaborate with us, we don't have anything. But fortunately, they do. This is the H-Team consortium. Again, wanting to stress that everybody involved with HIV care in Amsterdam is part of the consortium, including, very importantly, the community of people living with HIV and people at risk with HIV. And without that, it doesn't work. And then finally, because I was asked to do so, the bridge to the AIDS 2018 conference. I hope you like the logo. I do. It's, of course, I mean, many of you, I'm sure, have been to previous conferences. I think it provides an incredible opportunity to discuss our work, but also to really bring to the foreground the issues we're still struggling with, particularly in this area of the world. These are the conference objectives. Don't read them. I won't read them. The only reason why I show them is that, as a conference coordinating committee, we decided on five objectives, but the next one is important because we specifically put in this objective to spotlight the state of the epidemic and the HIV response in Eastern Europe and Central Asia with a focus on investment, structural determinants, and services. I'm showing that because once, in these international conferences, an objective is in there, and it's officially there. You can see it on the website. It means that the program of the conference has to reflect that. So, we need you. We welcome you to Amsterdam, but you need to participate. Bring us your best science, your advocacy and commitment so that we all can end AIDS as a public health threat by 2030. And I think that's my last slide. No, it's actually, this is a small movie, but I'll let you start it. I don't want to touch it. As an introduction to Amsterdam. I don't think we in the Netherlands realize sometimes how lucky we are that we live in a country where we have human rights, that our rights are respected, that we have freedoms, that you can pretty much do and say what you want. I've been in HIV ever since the start of the epidemic and I've always considered the fact that you could have an open dialogue with the people that you take care of as something very special. So, if you're in a society and you're working as a doctor on HIV where that's not accepted, I think it's a totally different environment, yes. Living in a country that is tolerant means that you can be who you are. You do not have to hide your own identity or hide at all. And that makes life easier. I had one brother who died of AIDS in 1992. I've learned that it should always be out in the open to treat people in an open harmonious way. I go out with friends and I go to the movies, I go to dinners. It's like I'm feeling like I'm living the life of a normal person and people are responding really well when I tell them I'm HIV positive. Thank you very much, Dr. Reiss, for the wonderful presentation. And you created a very interesting tone for today's symposium. I want to go back to the discussion to our president. We have a great honor today in the president. And with Dr. Reiss, with our president, We are the academic Pad Edinburgh Valentinovich Pokrovske, the governor of the Federal numero artificial linguistics center foruk 56 states in Russia And also the former American RYNC center inside苦 with 61 states in Kazakhstan Доктор Рейс о том, что, во-первых, они уже достигли того, что для нашей региона еще является очень большая и непростая целью 90-90-90. Но доктор Рейс сказал, что это все равно недостаточно. Но если сравнивать масштаб эпидемии ВИЧ-инфекции в Нидерландии и масштаб эпидемии в Восточной Европе и Центральной Азии, или, допустим, только город Москвы или город Санкт-Петербург, мы видим абсолютно разные масштабы. Как, на Ваше точное зрение, что можно принять не только из голландского опыта, но в том числе и из мировой опыта, и как со стороны ученой Восточной Европы и Центральной Азии сможет работать в ускоренный режим, чтобы закрыть этот пробел и повернется опять эпидемия в регионы Восточной Европы и Центральной Азии? Спасибо. Спасибо, профессор. Очень интересный доклад. Но я хотел бы начать с вопроса. А какая смертность все-таки среди людей, живущих свеч в Голландии? Сколько умерло? В каком возрасте? Да, я не говорила, что. Я не знаю, как я знаю, но они очень маленькие. В последнее время вы говорили 20 или 30 пациентов. 20 или 30. И, конечно, это последние презентации. Это люди, которые приходят в три инфекции, и они в очень плохом состоянии. И, конечно, они входят в больницу в больницу, и некоторые из них, конечно, сделают это. Не все последние презентации, которые присутствуют в таком состоянии, но некоторые из них будут. И это... Поэтому я говорил, что последняя презентация должна быть улучшена. Но overall mortality is very, very low. Но, на другой стороны, есть значительная морбидность. Это отвечает вашу вопрос? Да, спасибо. Я просто хотел бы заострить вопрос на том, что все-таки основная задача – это не понизить вирусную нагрузку, как некоторые считают, а все-таки продлить жизнь людей, живущих с ВИЧ, чтобы они не умирали раньше положенного срока. И, конечно, я хотел бы обратить внимание, что смертность, она от ВИЧ-инфекции, она очень высока еще. В Южной Африке половина всех людей, которые умирают, умерли в 2015 году, половина из них была ВИЧ-инфекция. То есть это ведущая причина смерти в этой стране. В России 1% всех умерших у них была ВИЧ-инфекция, а в возрастной группе от 30 до 40 лет этот процент уже повышался до 5. То есть мы видим, что основной ущерб от эпидемии, конечно, заключается не в том, сколько мы денег тратим на лечение, а в том, что мы теряем молодых трудоспособных людей, которые могли счастливо жить еще долго и приносить большую пользу обществу. Поэтому мне кажется, что мы должны акцентировать внимание вот на этом вопросе. И кажется, такая постановка вопроса, что давайте всех обеспечим каким-нибудь лечением, это не совсем правильно, потому что вопрос тоже стоит о качестве препаратов, которые применяются в той или иной стране, потому что в той же Южной Африке в основном применяются первые линии препаратов, самые дешевые препараты. Да, это дает большой охват населения лечением, но не каждому такие схемы подходят, поэтому мы еще не знаем, как это, в принципе, отразится на дальнейшем ходе заболевания. Ну и с этой же проблемой мы сталкиваемся в России, когда количество пациентов, находящихся на лечении, хотят повысить за счет снижения качества терапии, которую собирается применять. Поэтому, мне кажется, что мы должны как раз вот обсудить этот вопрос, по крайней мере, в отношении стран, которые относятся к странам БРИКС, которым уже никто не хочет помогать, которые должны справляться с эпидемией сами. Это страны с развивающейся экономикой. И, конечно, мне кажется, что многие из них могли бы достигнуть значительно больших успехов. И вот ставить те результаты, которые профессор Рейс нам рассказал, как целевые показатели, то, к чему мы должны стремиться, потому что, конечно, добиться того, чтобы никто не умирал от ВИЧ-инфекции, очень трудно. И здесь как раз поздняя диагностика, несомненно, является главной проблемой. Но мы знаем также, что даже у тех, кто находится на лечении, чаще проявляются некоторые онкологические заболевания. Это тоже не сменяет вопросы. И поэтому все же я думаю, что мы не должны быть полностью удовлетворены теми препаратами, теми лекарствами, которые, в принципе, у нас есть. Сейчас испытываются, скажем, препараты, которые будут вводиться один раз в месяц. Казалось бы, это большое облегчение для пациентов, но большинство специалистов беспокоится, что люди будут пропускать эту однократную инъекцию. Это будет легче пропустить, чем ежедневный прием, забыть об этом. Поэтому каждое наше достижение, оно все-таки еще не дает нам полного успеха. И, конечно, мы хотели бы и требовали даже от ученых, чтобы было разработано лекарство, которое бы полностью излечивало от ВИЧ-инфекции. Иначе лечение практически сотен тысяч пациентов, оно, конечно, тяжелым временем ляжет на всем здравоохранении, но и на экономике государства. Поэтому я вижу впереди еще очень большую работу. Мне кажется, что то, что достигнуто в Голландии, как в стране с высоким уровнем дохода, high income country, это хороший показатель. Но все-таки большинство людей живут в странах с меньшим доходом, и мы должны, конечно, искать каких-то решений, которые соответствовали бы тем средствам, которые у нас находятся. Ну вот, мне кажется, что Казахстан сейчас находится на пути решения проблемы. И я думаю, что как раз интересное решение расскажет нам руководитель центра из Казахстана. Как раз, уважаемый Батчан Садчанович, пожалуйста, скажите, в Казахстане мы видим, несмотря на тоже непростые экономические ситуации в стране, страна четко выполняет свои обязательства, в первую очередь перед народом, и ООНовские, и международные обязательства. И мы видим, наверное, и все страны СНГ, Республика Казахстан является наиболее ближе достижением цели 90-90-90 на сегодняшний день. Скажите, пожалуйста, вы являетесь руководителем республиканского центра. Как формируется эта политика? Это ваша лидирующая роль, будучи республиканским центром, чтобы продвигать такой политики? Или это больше такой государственной сфере политики, которая считает, что победить эпидемию СПИДа является государственным приоритетом для Казахстана? Я благодарю, во-первых, организаторов за организацию вот этого симпозиума, который вот в преддверии крупной конференции, наверное, раскроет основные проблемы, которые сложились в нашем регионе, и в частности вот на странах постсоветского пространства. Я согласен с академиком Покровским в том, что действительно каждый из наших стран принимает свои меры в части реализации тех возможностей, которые направлены на снижение распространенности ВИЧ-СПИД. И хотел бы остановиться на отдельных примерах нашей страны, то, что мы реализовали за последние 25 лет, которые позволили нам наметить определенные цели для реализации общей стратегии ЮНИЦ по достижению целей тысячелетия. В этом плане я хотел бы отметить, что мы за последние 25 лет реализовали в Казахстане четыре государственные программы, где всегда особое место, конечно, уделялось вопросам ВИЧ-СПИДа. Вы помните ситуацию, когда у нас произошло массовое заражение детей в одном из регионов, и, наверное, вот эта вот ситуация, когда она на самом деле вскрыла те недоработки в целом, как системы здравоохранения, так и, скажем, в понимании, что может из себя представлять ВИЧ-инфекция на популяционном уровне. И эта тематика, в принципе, на правительственном уровне всегда занимала особое место. Я бы хотел согласиться с академиком Покровским в том, что действительно насыщение, скажем, сектора здравоохранения необходимым количеством медикаментов, он не даст того результата, который можно ожидать. Вопросы, связанные с усилением сектора здравоохранения в части качества той проводимой работы, которая проводится как на государственном, так и в негосударственном уровне, в целом может показать те возможности даже при тех малых ресурсах, которые выделяются сегодня. Мы решили вопросы лекарственного обеспечения и с 2017 года мы практически перешли на стопроцентное взятие на диспансерный учет и сразу же лекарственное сопровождение всех вновь выявленных случаев, всех практически. Но я бы хотел здесь остановиться на вопросах, которые подымал академик Покровский в части того, что приверженность к этому лечению, она, конечно, желает лучшего. В мою бытность работы в Министерстве здравоохранения и сегодня в Республиканском центре СПИД выявляются моменты, когда недостаточно контролируемое лечение со стороны сектора здравоохранения ведет к неэффективному использованию тех бюджетных средств, которые сегодня уже вливает, скажем, экономика тех или иных стран в поддержание, снижение вреда от данной инфекции. Мы последовательно реализуем стратегию 90-90. Я бы хотел остановиться на тех вопросах и тоже задать вопрос профессору Ренсу в части того, что все-таки в регионе ВЭЦа еще имеется прирост новых случаев и ежегодно там регистрируется от 1000 до 3000 новых случаев ВИЧ-инфекции. Нет, в регионе Восточной Европы, именно в европейском регионе, в части вот Голландии, в Германии, в Великобритании, вот эти вот случаи, они все-таки тоже имеют быть место. И в этом плане я хотел бы тоже поделиться опытом, который Казахстан вот начинает реализовывать с текущего года, когда всю профилактическую работу с выявлением новых случаев и работы именно в уязвимых группах населения передать негосударственному сектору в лице пациентских организаций, чтобы усилить эту работу и привлечь как больше внимания общественность для того, чтобы люди шли и вот эта вот стигма дискриминзации сошла бы на более такие минимальные уровни для того, чтобы мы все-таки 90% населения подтянули к тому, чтобы они знали свой ВИЧ-статус. И в этом плане я думаю, что нам действительно предстоит очень большая работа и вот именно вот эта эпидемиологическая, профилактическая работа направлена на быстрейшее взятие на учет и начало своевременного лечения. Думаю, что активизирует работу именно в секторе здравоохранения. Спасибо. Спасибо, доктор Байсеркин. Доктор Луис Лорис, assistant secretary general of the United Nations, UNAIDS deputy executive director, доктор Луис manages all of the programmatic work for UNAIDS globally and has been one of the kind of key advocates and developers of the strategy, the three zeros, and the fast-track strategy that now is no longer the UNAIDS fast-track strategy. It is officially a strategy that has been endorsed by all UNAIDS member states through the high-level meeting political declaration adopted at the General Assembly last year. Луис, if I could ask you to comment, we see not just globally, but even within the larger European region, from Western to Central to Eastern Europe and Central Asia, a very different epidemiological situation and also science and the role of scientists in terms of implementing operational research and fast-tracking that implementation, moving at very different speeds across the region. How would you suggest the partners that are in the room today, the hundreds of people that are watching this broadcast online, how can they personally make a very practical contribution to a fast-track response to HIV, at least in the region of Eastern Europe and Central Asia? Thanks, Vinay. I think that's why we are here today. I have only three points to make regarding your question. The first one is that part of the response, I think, is to renew the global take on the epidemic. The AIDS epidemic is more global than ever today. It's growing, at least, on key populations everywhere in the world. It's a new development, and we do need to renew the global response as such as well. I'm very happy to see Peter Reis and Pocroves, Michael Lee from Kazakhstan. I understand that what we need to see more in this specific point, I think we are taking fully of the opportunity of the coincidence of ICAC and the International AIDS Conference come just after in Amsterdorf. This goes much beyond just to connect to events. This is what I mean in terms of intensifying international cooperation. For this region, I think it is particularly important. You know very well. AIDS is more and more a selective disease, more and more a selective epidemic, more and more affecting the most vulnerable in our populations. It's basically epidemic that more than ever is about people left behind. Being intravenous drug users in this region, gay men, sex workers, prisoners, migrants, transgender people, that's what AIDS is about today. And with some consequences as well, if you take the epidemic among children, for instance, children has overall much less access to treatment than adults, but it is also epidemic about regions left behind. Less and less the international community care about what's happening in the Russian Federation, in the rest of Eastern Europe and Central Asia. It needs to be reverted because it's a threat to all of us. In a moment that the epidemic becomes more global and global, we are seeing more and more detachment of the international community, very important epidemics, like the one that we have here. My second point is more coming to the play of science and where we are today. We heard Peter. Definitely there is progress as never before. When I started to deal with AIDS in the 80s, in the very beginning of the epidemic, I could not even dream in terms of what we have today. I lost myself more than a thousand patients before treatment was available. Today, you have everything to bring HIV down in terms of individual care and collective care, if we use the tools that we have, like PrEP. That's not the case here, for instance. But what we are seeing today is that science does not work by itself. Access is a critical issue. Access to science, access to progress is the fundamental question that we are facing today. Equal access. We need to make sure, primarily, all of us, being scientists, being experts, being managers, that everybody you have access to progress, regardless of what they are, regardless of who they love, regardless of what they do, is their own lives. It's an ethical call, a moral call before a scientific call. And that requires, again, to renew ourselves in terms of bringing the focus of our work to the people that need our work outside there. Peter gave already several indications of how to do that, including terms of identifying locations, in terms of taking a geopolítico, a geomapping of the epidemics, even cities, and so on, and go from there. That's a second point. And my third point connected to that is if you see, for instance, the big slogans like the 999ers, only makes sense if you apply to specific denominators. I hate to hear 999 as a general. What I want to know is, is 999 work for gay men? Is 999 work for intravenous drug users? Is 999 work for sex workers? Is it working for migrants, to prisoners, and so? Because this is our job now, if you want to be contemporary to the epidemic that we are living. And more and more, I think when we move to data, we need also to renew ourselves in terms of being more and more specific. Because it's this specificity that will take us out of this epidemic. Without that, we may have some general indications but not really an equitable response to the AIDS epidemic. Just see what's happened in the U.S. just last week. The U.S. has observed in the last few years an important drop in terms of new infections, 18% of the estimate. However, if you see what's happened for instance among gay, black men, or about young people in unfavorable conditions, among MSCM and some age groups, the epidemic is growing. It's a issue of perspective. Our perspective is only one. It's to be and to go where the epidemic is. To be primarily with the people that are being most affected by this epidemic. In this region, the Russian Federation, in Eastern Europe, nobody more than you understand what MSC. Thanks, René. Thank you, Luis. We're also broadcasting today's symposium online and we've actually asked people that have joined us online to send in their questions and we have a question coming from the city of Chimkent in Kazakhstan but interestingly it's not for Dr. Bayesirkin, it's for you Dr. Rees asking can you please clarify how you define undetectable viral loads? What is the gold standard? What is the threshold? What does undetectable mean and how is it numerically measured in the Netherlands and how should it be numerically measured internationally? Okay that's a good question it's it's differs a little bit between the centers in the Netherlands depending on what assay the lab uses but I would say generally speaking it would be below 40 copies of HIV RNA per mil below 40 40 and some of the centers I know have a routine assay which is below 20 copies but in our data set and in our analysis we take 40 copies as to cut off of the the rate A history is a свет and together in the world aượng and monitoring the effectiveness of the effectiveness and do extra positive service is Если главной целью лечения все-таки остается сохранение жизни и качество жизни у ВИЧ-инфицированных человек, но дополнительно целью лечения, какое воздействие лечения оказывает на профилактике ВИЧ-инфекции, конечно, прямой зависит от как быстрее и как можно больше людей, которые находятся на лечении, достигли тоже неопределяемой вирусной огрузки. Скажем, на территории Российской Федерации. А какие достижения в России в этой связи и как вы оцениваете вот это третье 90, пожалуйста? Конечно, все зависит от того, какие тест-системы вы применяете. Насколько я знаю, рекомендации Всемирной Организации Здравоохранения, они скромнее, чем рекомендации в Голландии. И, конечно, в нашем распоряжении есть тест-системы, которые позволяют считать неопределяемой вирусной нагрузкой, которые являются меньше 40 копий. Мы сейчас производим такие тест-системы в России и должен сказать, что они в 3,5 раза дешевле, чем закупаемые за рубежом. Поэтому я думаю, что здесь вопрос чисто в техническом прогрессе. Я думаю, что мы сможем достигнуть оптимального решения здесь, в Восточной Европе, своими силами производить такие тест-системы. Спасибо, Вадим Валентинович. Доктор Райс, еще раз вопрос из Казахстана. Пожалуйста, пожалуйста. Продолжение следует... Продолжение следует... So, I think I totally agree about the quality of life, but I think there is no quality of life without antiretroviral therapy. I think the antiretroviral treatment is a prerequisite. And of course, you need to make sure that people have access, that people get the adherence support, etc. But I think there is no outlook for proper quality of life without the treatment. It's a key component. Здесь, конечно, опять вопрос о ресурсах, потому что делать вирусную нагрузку 800 тысячам человек – это достаточно дорогостоящая и технически сложная процедура. Поэтому, конечно, мы в значительной мере упираемся здесь в ресурсы. Позволят ли нам ресурсы применять все методы, которые необходимы? Мы получили another question that came in via the Internet regarding adherence. There's been a lot of discussion, including in this session, about the importance of scaling up treatment and what are the appropriate or optimal regimens. But from your personal experience as a clinician, Dr. Gaisen, I'd like to ask Dr. Bayesirkin and Luis as well, what are some of the practical things that clinicians and patients themselves can do to really maintain adherence? Well, first of all, I think it's doctor-patient communication. So, I think from the very early days of treatment, we've become accustomed that discussing adherence is part of the package. And it's something that you can't do a single time. You need to have that constant dialogue as patients come back. In the Netherlands, one very important factor is that a standard of care, it's not just physicians, we work in team with nurse HIV consultants. And I think the nurse consultants play a very, very key role in promoting adherence. Simply because often they have more time to spend with the patients than we do as doctors. So, I think it's a constant dialogue. And again, you need to try and individualize because I don't think there's any magic adherence measure which works for all. You have to look at the individual person and see what works for them. And that could be text message reminders or it could be involving peers and support groups. But you need to look at the situation in a particular area and you also at some point need to look at the individual person's case. Thank you very much. 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 Thank you. Thank you so much. I have heard. This is a question. Thank you. Если взять в межрежную снижение, то есть у нас есть две скорости. Things были довольно быстры и очень хороши, в том числе биомедикального снижения. Вы знаете как снижение работает. Я ученый, а не институт. Но есть снижения, но мой взгляд, что снижение... Вы аккумуляете фактов. Вы пытаете, 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 И каждый день вы уйдете, потому что вы научитесь от фейлеры. Правильно? Это точно где мы находимся в биомедике, для HIV. Но если вы видите, что случилось в том, что произошло в прогрессе социальной сферы и HIV, иногда я чувствую, что мы находимся в... не в 80-х, но мы находимся в начале 90-х. В биомедике, мы работали почти в 2017, но не в социальной сферы. Я учу это много, но в Недерланды, потому что наши коллеги, очень часто, я не знаю, что каждый год, в когрессе социальной сферы социальной сферы и HIV. И это одинаковый язык. Я учусь очень много, когда я был там, один раз. Но мы должны решить это. Потому что если вы видите, если вы поставите историческую перспективу на AIDS, мы не должны быть в ситуации в которой мы находимся, это очень много, не сходим в уже Network ofichей. У нас нет COVID-19. И в новых странах. Многие уничтожные проблемы. Как мы говорим о основаниях об нашей театре, живут здесь. Это очень много. Мы должны быть в этом ни в том, что сегодня. Это не готово. Это неслабление. Это не поможет фоне. О, я бы ожидал сегодня после трех декадинговых о AIDS, Это будет продолжаться, но новые инфекции тоже, для всех. Не для некоторых, и для других остальных. И это точно один из проблем здесь. Я думаю, что мы неглядем социальной сферы. Мы неглядем сферы, которые были так важны для биомедичной сферы. Это коммунистопор. Это что свидетельствует сегодня. Эти конференции, которые приходят, они здесь. И я очень рад, что эта конференция глобальная вернула в Недерланды. Потому что я надеюсь, что эта конференция будет определенно выразить эту связь, если вы хотите идти к концу. Это не такая вещь, как пил, для нас от этого эпидемика. Пилы работают. Если мы используем другие технологии, включая препятствия, и так далее. Но пилы только работают, чтобы нас принимать к концу AIDS. Если, в то же время, мы влиянием на то, что общество работает, что мы имеем в каждом из ваших аккаунтов. И так далее. Спасибо, Юник. Игорь Хершнелл. Является директор ВИЧ-инфекции и вирусных гепатит со стороны Семирной Организации здравоохранения. Для основной доклад по второй теме нашей сессии сегодня – лечение ВИЧ-инфекции. И также это трибуна, пожалуйста, Готфрид. И также в президиум имею честь пригласить Олег Гералдович Юрин, заместитель директора Федерального центра по профилактике и борьбе со СПИДом Роспотребнадзор в России, и Рене Вандер Валс, директор Департамента здоровья и ВИЧ-инфекции, Департамент социального развития Министерства иностранных дел правительства Нидерландии. Пожалуйста, прошу. ВИЧ-инфекции Рене Ван Гералдии It was a very good session already, but there's more to come. I just want to start out by thanking my friends in UNAIDS for, first of all, really putting this together. It's a great opportunity for us to have a conversation on some of the very important topics. And also for us, from WHO perspective, to share with you the recent guidelines, but also to talk a little bit about the response of countries, how far countries have moved forward, and some of the commitments that have been made at global, regional, and country level to actually move forward. Thanks for the kind introduction as well, Vinay. As Vinay has said, I've originally been heading the HIV department, been the director of the HIV department, and three years ago, our director general made the decision to bring the global hepatitis program into the HIV department, together with the HIV department, and really the idea was to take advantage of a lot of the thinking and the approaches in access provision that has been stemming from the HIV era to also bring over to hepatitis, where access to drugs and medicines is still very limited, as I'm sure you are aware. I have a specific challenge because I have the slides in Russian, and I don't understand actually what's on the slides, but I have them here in English, so I hope we can synchronize how we move the slides forward. Just to start out a little bit with the epidemiology that I think you are very much aware of. This is the number of people receiving ART, and it basically shows you where we were in 2000, at a relatively low level, and where we are in mid-2016 at more than 18 million people receiving ART. So this has been really, I think, an incredible public health success that we have seen due to a range of factors, some of which I will allude to. But we're only halfway there. The glass is only half full. It still is half empty. And you know that we have a target of about 30 million, which is only four years from us, in 2020. So we still have to do a quantum leap, a major step forward. We really have to fast track, if you want to get to those 30 million and even beyond in 2030. When it comes to the number of people dying, obviously we have seen major reductions. Two million people died in 2005. Huge numbers. We are now to about one million, a little bit more than one million. Great success. But again, I would like to argue, one million people dying at this time in age, where we have highly effective antiretroviral drugs available, it is simply unacceptable. And we can no longer go about this as if this was a business as usual. We really need to bring down mortality. And obviously you are aware of the targets that we have, less than 500,000 by 2020. So we have to reduce mortality in four years by 50%. Okay, so that's a really tough marching order that we have ahead of us. Just to illustrate, ART coverage has really exponentially increased over the years. We are, as I said, at very low numbers in 2000. We are at much higher numbers now, so that's great success. If we look at the different parts in the world, and if we look at men and women, women in red, men in blue. Contrary to often the belief, actually women have higher access than men everywhere, in all parts of the world. And this is largely due to PMTCT services and the fact that women actually get into maternal child health services, through which they usually get tested and then enter treatment. Men are more difficult to get into twisting, into treatment, into services. They have less natural contact points, particularly younger men who are otherwise healthy. Just to look at, again, and this is corroborating what Lewis just said, Sub-Saharan Africa, which is the third bar, Eastern and Southern Africa, really, really did well. As you know, there's large numbers there, but we really have seen that Sub-Saharan Africa is doing well, while the European region, it's the third from the right, is also doing fairly well. We had about 40% coverage, but this masks differences within the European region. Obviously, we see a big difference between the West and Eastern Europe, where the coverage is so much lower, as everybody in the room is aware of. So, HIV really remains a major public health issue in Europe, and is of serious concern in the East. We have seen more than 150,000 new infections just in one year in 2015, which is the highest number and the highest rate ever. The WHO European region has launched a report just to talk about this, and obviously 79%, close to 80% of these new infections have happened in the Eastern part, and at much lower rates at the West and Central part. So, the green line is the East, and the red line is the center, and the blue line is the West. I really also want to talk about hepatitis. HIV and hepatitis disease burden of mortality trends in the European region, and if you look at the three circles, you see there are about 2 million cases of HIV in the region, but there is also a huge burden of chronic infection with hepatitis C, 14 to 15 million, and B, about 13 million. And a lot of those people are mono-infected. They only have one or the other. But there is also a big overlap between these diseases, and we know that certain populations, specifically, again, injecting drug users, persons who inject drugs, but also increasingly MSM, have high degrees of co-infection. And obviously, we are seeing the mortality is going up in all three diseases, but it's going up the steepest in HIV, in AIDS, basically. Now, let me also talk, spend one word on co-infection with TB, because we cannot talk about HIV and not talk about TB and the co-infection. What you see here is that with increased testing of HIV in TB patients, we have also seen increased rates of co-infection. And there's about 9% of people who are co-infected with HIV and TB. So, treating only the one condition or the other is obviously not going to help these people. The same is true for hepatitis. If you only look at HIV, not at hepatitis or TB, these people may still die. And actually, many of them do. The cascade, the 1990 cascade has already been introduced by previous speakers. Just to recapture what's meant, it's obviously 90% of people who are HIV positive, knowing their status, starting treatment, staying on treatment and getting virally suppressed. 90, 90, 90. Where are we? This is a global slide. Where are we globally? We are at 60, 46, 38. Only 38%, about 40%, globally speaking, of those 37 million people that we know are HIV positive, or estimate that we are HIV positive, are actually virally suppressed. That obviously means 60% are not. And those 60% obviously will have bad disease outcomes themselves. But it is also about prevention. They will be more likely to transmit infection to others. Let's look at some of the cascade data in Europe. We have seen the Dutch cascade. And Peter, you said, well, this cascade is not perfect. It's pretty good, you know. And you're also, I think, doing a fantastic job now to look at specific population, to look at the MSM cascade specifically. I think you should be very proud of the success. There are other countries that are also doing quite well. Switzerland is a country that has made major investments early into their epidemic, with a strong sort of push on addressing the need of key populations. There's also a fairly good cascade. But also, you are very much aware that there are other European countries that are not doing so well. This is really not about shaming. This is really about saying, how can we use the cascade to actually strengthen the services to people? And what really we see in many countries, and looking at the Russian-Estonian cascade, sorry, means that testing is going fairly well. It's not optimal, but it's going fairly well. But what really we see, the breakdown, so to speak, is getting those people that are testing HIV positive on treatment. You still get a number of them into care, but not on treatment, and that's where, obviously, the breakdown is. And this is where, obviously, the emphasis of the programs will have to be. When we look at transmission, you also are very much aware of where transmission happens. And again, we talk often about Europe and Central Asia, but there are major differences. If we look at west and center, close to 50% is actually happening in the MSM, which is the light blue bar. And if you look at the east, it's driven, and again, everybody in the room knows that, by injecting drug use, which is the dark blue bar. And the upper white part is heterosexual transmission. I would like to argue that heterosexual transmission is likely to be overestimated in many instances here, because it's a recording issue, you know, where certain behaviors are obviously criminalized. It's not very easy to say, this is how I got it. So, the point is clear. We have to focus on key populations. Now, this was a bit of the epi, describing the situation and the response. Let me talk about WHO's role and some of the guidelines that we have been putting forward as WHO over the last two years. We have tried to consolidate guidelines, bring guidelines together in a number of areas. One, and that's the one that I will talk in much more detail over the next 15 minutes, is on ARVs, antiretroviral, the use of antiretrovirables, both for treatment, but also for prevention. Testing, what are the best ways of testing? I will not go into much detail, because my colleague, Dr. Elena Wojc, will talk in the next presentation much in greater detail. Recommendations for key populations, and again, what we mean here is persons who inject drugs, men who have sex with men, sex workers, people who are in enclosed settings, prisoners, and mobile populations. Strategic information, how to measure program success and impact, specifically. And then we have put a lot of emphasis over the last two years on also providing guidelines on hepatitis B and C. I will now focus over the next few slides on our ARV guidelines. What are the key recommendations in our ARV guidelines? And what is also the direction that we are taking from here onwards? Also reporting back in some instances of some of the discussions that took place in Seattle at the CROI conference just last week. In terms of the key, the headlines, so to speak. The most important thing, and everybody in the room knows this, it's about treat all. Getting everybody who is HIV positive on treatment as quickly as possible. Treat all, some people refer to it as test and treat, it's the same. The second element is really looking at optimized regimens. The best regimens that are currently available. And I really want to sort of respond to a comment that was made in the panel earlier. This is not about sub-optimal treatment in some parts of the world where South Africa uses treatments that are less good. This is really looking at the best treatments that could be available and highly effective in all parts of the world, wherever you are. Ideally as a fixed dose combinations as one tablet, ideally one tablet a day. Because we know this is much easier for patients to take. And we know this is a struggle in some countries, including in Russia, to get to fix those combinations before some of the intellectual property rights, etc. But this has been proven as being the best way of achieving great adherence. And the previous panel has been discussing adherence. Task shifting, meaning shifting the tasks not just from the top specialists, but also to sort of the more general doctors, but even down to the nurses and the community health workers. Decentralization, meaning not just in the big referral hospital, but also in sort of the smaller hospital, in the community health centers, even where services should be provided. And integration, not just narrowly looking at HIV, but really looking at how can you integrate services. And I will talk about this in more detail. In our 2015-16 guidelines, we have for the first time incorporated a PREP recommendation as an additional intervention. Again, I will not talk about PREP. Elena will talk about this after lunch in the next session in much more detail. This is what's basically in the guidelines. And I brought you three English copies. It's a brick. It's hand carried from Geneva. And actually, I carried it via Seattle, to be honest. This is the English version. Anybody who wants it, these three copies are for you. The good news is, it's now available in Russian. And it's in the Euro website. And Elena can give you the website. We have it in Russian. So everything that I talk here in English, and what you have here in English, we also have in Russian. And that might be more useful to you. The way this document is basically organized is we have clinical recommendations, which is sort of the upper part. I'm not going to go into the detail. There are various chapters. How to start. What to start. How to switch. Second line. Third line. Diagnostics. It's all in there. Click. And then we have a lower part, which is the service delivery. How best to deliver the services. This is again about task shifting, decentralization. Again about diagnostics, et cetera, et cetera. Now, let me talk a little bit about what we mean by treat all. This slide, it's a little bit crowded, but it basically tells you that in adults, pregnant women, adolescents, and children, everybody should start as quickly as possible after diagnosis. Okay? In the past, we only said this for small children below one year. But in the new guidelines, 2016 guidelines, basically says ART initiation at any CD4 as quickly as possible for everybody, including pregnant women. This is a slide. It looks a bit crowded, but I'll tell you what the key messages are. It basically looks at how the various guidelines that WHO has put forward, starting in 2002, 3, 6, 10, 13, and 16, have evolved. We talked about science. Science has really helped us, WHO, to inform our guidelines and to improve our guidelines and to update our guidelines over time. And in essence, CLIC, what we were saying is earlier initiation. In earlier guidelines, we said it's below 200, then 350, then 500, CD4, and now I've already passed the message. Early initiation. If we look at first line treatment, basically we are trying to simplify treatment. It is really, again, as I said, towards a fixed dose approach and having as few as possible preferred regimens. It makes it easier for the healthcare provider, for the doctor, the nurse, but also for the patient to have a limited number of preferred regimens. We had eight in 2002, and we are now down to one preferred regimen in our 2016 guidelines, and I'm going to talk about this in a minute. And we also are introducing what we call alternate regimens, which include some of the newer drugs like dolotegravir and low-dose efavirins in those guidelines. But overall, treatment has become simpler. Treatment has also become less toxic and more robust. Less toxic meaning we have better drugs that have fewer side effects. One example is stavodine. Already in 2010, WHO recommended to phase out stavodine. And in 2013, we very strongly recommended it. So clearly, that's something we hope is happening everywhere. And we know that it isn't quite happening everywhere yet. So clearly, WHO is strongly looking at phasing out those drugs that we feel are no longer indicated because we have better drugs. And better and simpler monitoring. We talked about viral load monitoring. Basically, we are recommending now that every patient gets viral load testing. In some countries, this is still a challenge because the technology is not yet available, particularly not where it is needed at the point of care. But we have seen over the last couple of years a major increase in viral load monitoring. And this is really the best way to decide and determine whether there needs to be some switching from first and second line medicine to first and second line medicine. Now, this is the summary of the sequencing options, again, for adults, pregnant women, and children. And I'm not walking you through all the details. You have it in the guidelines. But in essence, click, what we are saying is that for adults and for adolescents, the preferred first and second line remains the same. It is tenofovir, 3TCOF, TC, and efavirins. And there are newer options as alternatives in first line. There's a lot of discussion on dolotegravir. And I'm sure there is a lot of discussion in the Russian Federation as well in other parts of the region on the possible introduction of DTG, dolotegravir, but also low-dose efavirins. And also some discussion on second line. For pregnant women, we are basically recommending the same regimen. So efavirins, we know and we've just seen some new data coming out of CROI. There is absolutely no concern about giving efavirins to pregnant women. And we are not yet recommending dolotegravir and low-dose efavirins for pregnant women. Dolotegravir because we don't have enough data simply. And we hope to get some of that more. And for low-dose efavirins, we don't know yet whether the lower dose is sufficiently effective in pregnant women. For infants and children, again, there's no changes in first line. There are more options now available for second line. In terms of having the same regimen for all ages, we have really improved because now adults, adolescents, older children, they're getting the same regimen. In younger children, there's still an issue because we have to change regimens from younger children when they get older. And we still also have an issue of having age-appropriate formulations as a fixed-dose combination in children. But we are working on that very intensely. Just one more word on the role of new ERV options. And I alluded to that already. Low-dose efavirins. The hope was that low-dose efavirins would obviously have less side effects. And indeed, it has less of the side effects, specifically the CNS effects that many patients are not very happy with for understandable reasons. But also about reducing the volume of the medicines and also the costs. Dolotegravir is certainly the new kid on the block that bears a lot of promise and is met with a lot of expectations. In terms of being a better drug, in terms of effectiveness, a better drug in having less side effects, a better drug in being more robust, in other words, where we see up to now close to zero resistance development. And also a drug that should be cheaper. So we think there's been some modeling done. If dolotegravir gets introduced as a preferred option, we will see major cost savings. Although it's only 50 milligrams, so it's a much smaller drug. It's easier to swallow, et cetera. Now, ART monitoring, and that's a new recommendation again coming out. And it basically says that viral load is recommended as the preferred approach to diagnose and confirm treatment failure. So everybody should get viral load. In our guidelines, failure is defined as persistent viral load, meaning at least two tests over 1,000 copies per mil. And we are recommending that viral load should be measured at six months after initiation. After that, 12 months. And if it's undetectable viral load, then every 12 months. So basically only once a year. Not like in some instances six months, in some instances even three months. We think this is not necessary and doesn't really add in stable patients. And dried blood spots can be used to determine viral load. In terms of the frequency to the clinic, also we are trying to rationalize how often the patient actually needs to see a clinic. Again, less frequent clinic visits, six months leaves, probably fine. And less frequent medication pickup, where somebody comes to get his prescription or the pills for a three to six months period, specifically in stable patients. And that can obviously make it easier for the patient, no waiting time. It makes it easier for the hospitals, for the facilities to have to deal with patients less often. And it certainly is enough. And we are also recommending that lay providers should be able to help specifically in community-based settings. And I think that has relevance in many parts of the world, certainly in those countries where there is many, many, many patients like in Sub-Saharan Africa. But I think this also has a strong role where we have key populations that may not find it so easy to access hospitals each time. Where we have community-based services that should be very helpful in providing services that they need in between. Integration and patient-centered care. We have, and I think many of us are the culprits for that, often looked at the patient very narrowly from our disease. Those of us who deal with HIV, we just look at HIV. Those of us who deal with hepatitis, just deal with hepatitis, TB. Others have their own area that they look at. The patient himself or herself doesn't really care. He or she usually has more than one problem. We know about comorbidity. We know about mental health issues. We know about chronic disease issues. We heard about cardiovascular diseases. Peter talked about that, et cetera. So really, we are trying to promote very much integrated services where, you know, these services come together and where the patient receives holistic patient-centered care. Just a word on viral hepatitis and some of the guidelines that we have developed. You are very much aware, particularly for hepatitis C, we have incredibly potent drugs now. This is really fantastic that we now have the DAAs that are acting antiretrovirals for hepatitis C, which can cure people very quickly in 12 to 24 weeks. But the problem is, in most instances, they're not available yet. Out of the 80 million people with hepatitis C, only 1 million actually were able to be cured. We just did a report last year. So we still have a long way to go there. But we put out hepatitis B guidelines and C guidelines. We also just launched last week in Shanghai our testing guidelines. We also have surveillance guidelines. So there's a lot of guidelines and guidance out there. The important thing is now that this is being used by countries and this is being implemented. This is just to give you one slide on the hepatitis C guidelines. It basically shows the various regimens that are recommended, the various genotypes, and the duration of treatment that is proposed. Three months or six months the most. We are currently updating our hepatitis C guidelines because there's even newer candidates coming up. And it's probably what we call pangenotypic, where you don't have to do genotyping anymore, because regardless of what genotype it is, they should be curing all of them, which is fantastic. Now, let us look a little bit at where we are in terms of the adoption. How have countries actually been doing in taking up the recommendations that came out just earlier this year? This is the status of October 2016. The green countries have adopted the treat all policy. The yellow or orange shaded countries are not quite there yet. They are at 500 or 350 regardless. So you see impressively many countries have actually done that. By the end of 2016, more than 50% of all low and middle income countries and 80% of all the fast track countries have actually adopted treat all as a policy. Doesn't mean that they are all implementing it at the same rate yet, but at least at the policy level we have seen very impressive uptake. If we look at our key population guidelines, obviously somewhat more sensitive, we see less rapid uptake and we see more red countries, which are countries that are still having barriers in adopting some of the recommendations that we have made for key populations. But obviously, as WHO, we work very closely with countries, with governments and their partners to explain what our recommendations are, to explain the rationale, to explain the evidence that is behind it, so that policy makers should find it easier to incorporate them into their national guidelines. One of the things that again has been said in the previous recommendation, it's about at what CD4 level actually treatment is started. And this is different parts of the world, but you basically see that in 2007, the light pink bar, it was at fairly low levels, at 100, 200, etc. And now it's actually much higher, it's at 300, 400, etc. in most parts of the world, which is good. People get started on treatment earlier, but still not early enough in some parts of the world. Again, another major success was how prices of antiretroviral drugs over the last 10 to 15 years have dropped, where we started at $10,000 per person per year. In some places, it's still quite expensive. In the country where I live, not where I'm coming from, Switzerland, that's what it still costs, actually. But in most other parts of the world, the prices have been falling. It's down to $100 per person per year in countries like South Africa. And again, to emphasize, this is not low quality, these are not low quality drugs. These are generic drugs, but they have been quality assured and WHO has been pre-qualifying these drugs. So, it's just the prices have come down. But, if you look at second line, it's still three times as expensive. Also, for second line, the prices have come down. They are in the price range now. This is low income countries. In the price range now of $300 to $400 per person per year. But, still more expensive than second line. Now, if we look forward, and clearly we have been talking in the previous panel about renewing the commitment. Getting the energy behind the vision of elimination by 2030 as a public health problem. We have seen some very encouraging commitments emerging over the last year at all levels. Let me start out by the global level. We have a global HIV and a global hepatitis strategy that was endorsed by the World Health Assembly just in May last year. And the country, Russia, was very supportive of that. And other countries of the region, obviously, everybody has signed up on that. We have, in the regional committee in Copenhagen, just in September, following the global strategy, seen the endorsement of a European action plan. One for HIV and one for hepatitis, which is also a major success. And also, we have seen in several countries, Russia certainly being one, the development of now a national HIV strategy and a national plan that I understand is under current review and final review. Which is really very positive and shows an incredibly rapid response to some of the developments at regional and global level. These national action plans, obviously, are to look at ending the AIDS epidemic, to look at the elimination of viral hepatitis, and they are available online for you. This is my last slide. And really, to summarize, if we want to reach our targets, there's a few very obvious things that we have to do. And obviously, that are summarized in our guidelines, and many countries are already taking action on that. But they also still, obviously, mean certain challenges. One thing is clear. If we continue the way we are doing in most places in the world, it's not going to be good enough. And we are not going to reach our targets. So we really need to fast-tech, we really need to speed up. Interventions need to be focused. If we just have a diluted approach to sort of test everybody as often as possible, we are not going to reach it. We have to have a smart approach to testing, to reach the populations and locations most in need, and really to reach those 33% who still do not know their status in the European region. Service coverage, and here I talk primarily about ART, but not only about ART, is inadequate. We really need to reach the key populations, and we need to close this gap between testing, you've seen the cascade, and those who actually start treatment. There's a major gap, so we need to close that. As I said, we need to identify HIV-positive persons, offer treatment early. Let's not send them back home and say come back in two months and then we start. Ideally start on the same day, refer them on the same day, start immediately. And obviously have to reach viral suppression in persons living with HIV. And again, services need to be integrated. We can no longer just talk about one disease or one specific service. It needs to be come together. And again, hepatitis is certainly an area that I think will require more attention, more resources. But clearly we have very promising cures for C and treatment for B available. Again, I want to close on a positive note. I think the Russian National HIV Strategy and the plan that's being developed provides an important framework for action. It also implies an important commitment that has been made at the highest political level. And certainly from WHO's side, together with our partners, UNAIDS and others, we stand by you. We certainly want to work with you all in making it a reality. Thank you. A very special thanks to Gottfried and Dr. Reis and others. Many of you were not only in Seattle last week at CROI, but made an incredibly long and challenging trip from Seattle to make it to Moscow for our symposium today. So, for all of you, it's a very clear personal sign of your commitment to not just work in HIV, but to actually be a strong supporter and partner in the ECAC conference and the links between ECAC and Amsterdam. So, Gottfried, thanks. Thanks for being here and providing this excellent overview of the recommendations. And I'd like to shift both into Russian and immediately to my left. Thank you very much. Thank you very much for your面 slapping I N lucBeas. клинический специалист со стороны Федерального Центра, который курирует непосредственно тема лечения ВИЧ-инфекции и один из разработчиков национальной клинической рекомендации в России для лечения ВИЧ-инфицированного в России. Как вы видите, как можно быстро мы можем раскрасить Российской Федерации зеленый цвет и предлагать всем людям с положительным статусом немедленно доступ к лечению? Так, ну, если взять наши рекомендации то с 2013 года там написано, что лечение может предоставляться всем пациентам с ВИЧ-инфекцией. Сейчас, так сказать, в последних рекомендациях это немножко даже усиленно. Вот, но здесь вопрос в основном Вадим Валентинович уже об этом говорил в ресурсах и в показаниях врачебной помощи то есть в кадрах и прочее, прочее. То есть важно, чтобы вот это вот охват широкий антиритровесной терапии он не снижался не сопровождался об ухудшении качества этой терапии. Вот, но я вот хотел обратить внимание, что сейчас вот говорили о рекомендациях ВОЗ, да, но вот этих рекомендаций не придерживаются как раз вот посмотреть на эту карту и посмотреть, вспомнить то, что в первом докладе было о том, как лечит в Голландии, да, что как раз наиболее экономически в России страны у них совсем другие рекомендации по выбору препаратов. Да, вот, значит тот, та схема, которая рекомендуется ВОЗ, она хороша для ну, рассчитана на стран с высоким уровнем заболеваемости, ограниченными ресурсами и, в общем-то, недостаточно хорошей системой здравоохранения. В общем, она для них вот оптимальна. Вот, ну, мы считаем, что Россия все-таки к таким странам не относится, поэтому наш подход, так сказать, нечто среднее, то есть между вот этими западноевропейскими рекомендациями и рекомендациями ВОЗ, то есть где-то порядка 40-50 процентов, может быть, 60, так сказать, разные оценки мы можем лечить вот именно по схему рекомендованному ВОЗ, а остальных нам приходится применять схемы более сложные. Вот, это еще связано с тем, что у нас много потребителей наркотиков, которым вот и фаверен, скажем, не очень подходит. И следующая проблема, которая из этого вытекает, что нужно квалифицированные специалисты, которые подберут вот эту оптимальную схему. Вот, эта проблема должна решаться. Ну, вопросы снижения цен, конечно, ну, здесь, в общем, целый комплекс вот этих вот проблем, которые нам надо решать. Спасибо. И один из вопросов, который поступил из нашего онлайн-зрителя, который на сайт, и как 2018.org смотрит онлайн-режим, какая позиция, вот, вы, как ведущий эксперт со стороны, федеральный центр, к отношению эфаверенц 400 миллиграмм дозировка, пожалуйста, в ней нашли или следующие итерации клинические рекомендации по лечению в России по вечной пекции? Ну, это интересный вопрос, действительно, мы, как бы, пока что у нас это нет в рекомендациях, но, может быть, это стоит включить, вот, но здесь, опять-таки, проблема какая, то есть, если мы вспомним историю вопроса, то есть, сначала исследование проводилось в Юго-Восточной Азии, да, было показано эффективность, но возникла проблема, что средний вес людей в Юго-Восточной Азии, он немножко отличается от среднего вес людей в России, потом провели исследование в Канаде, насколько я помню, там тоже, вроде, так сказать, все нормально, вот, ну, у нас опять проблема в том, что у нас значительное число пациентов, это потребители наркотиков, которые отличаются не очень хорошей приверженностью, значит, ну, в принципе, я думаю, что это можно будет действительно использовать, но здесь, проблемы с дозировками и прочее, прочее, ну, немножко, так сказать, я хотел еще остановиться, что дополнительной проблемой у нас в России является невозможность осуществления вот того принципа лечения, об этом, так сказать, уже говорилось, в одной таблетке все схемы, фиксированные фиксированные дозы, да, значит, ну, то, что у нас есть, это слишком дорого, с риопиверином, кроме того, риопиверин требует дополнительного исследования, вирусной нагрузки и прочее, перед началом терапии, вот, ну, и еще у нас, как бы, внутренние проблемы, на самом деле, то есть, у нас существует вот это вот список жизненно важных препаратов, которого никак не попадет до латогравира, да, о котором все время все говорят, и в этот список никак не попадают комбинированные препараты, в частности, тенуфодируем тридцитабин, то есть, вот, это вот наша, так сказать, внутренняя проблема, которая, я считаю, что конференция должны помочь преодолеть, как оказать влияние на чиновников наших. Спасибо, Олег Григорьевич. I'd like to switch to Renet. Renet, A, it's a pleasure to see the first woman panelist in the session today. That's something we probably should have started on with much earlier in our symposium, but also it's very interesting to see a representative not of a public health agency or a ministry of health, but indeed a ministry of foreign affairs of the Netherlands. So, can you please explain why global health and particularly HIV and global health is such a priority for your government, your ministry of foreign affairs and why the leadership role of your ministry is specifically focused on issues of treatment access, including with regards to HIV. Yes, thank you very much, Vinay. And actually, I'm happy to be here as a Dutch person, as a woman, and as a diplomat, because I was going to start with that, saying I'm not an expert, I'm not a scientist, I'm a diplomat. diplomats are maybe experts in trying to find opportunities and to see chances and to see when there are difficulties or to see how to link different people, different institutions and how to help everyone to find solutions. And I think that's the core of why we're here, why I'm here, why we were also participating in ACAC 2016 from the Netherlands, because next year, in April, that's ACAC, but in July 2018, the global HIV-AIDS conference will take place in Amsterdam. And we're happy about that. And we also see it as a challenge, because we see that a lot of achievements have been made, but also a lot more has to be done. I was happy to see, actually, when I saw the two logos of ACAC 2018 and the logo of Amsterdam 2018, we have the same colors approximately, which is not by chance, because it goes also with national colors, but we have the same colors in the symbols. Why do we find this so important? Because global health and access for everyone to health is a core issue in our foreign policy. And I think those are issues that have been discussed a lot these two days, yesterday, at the organizing committee for the ACAC 2018, and this morning again. We really need to work together. I was referring to advantages, to how to use advantages that are available, how to use opportunities that are available. A lot of information is being gathered here in the Russian Federation, here in Eastern Europe, Central Asia. A lot of information is gathered elsewhere in the world, and we need to strengthen the bridges through which that information is exchanged. because there are many differences between regions and between countries, but there are also many, many similarities, and there are experience, there is experience gained elsewhere that can be used here, there is experience gained here that we can use in the Netherlands, or that can be used elsewhere. With the new SDGs, Louis Louis was saying that yesterday, and even, I think, this morning, with the new SDGs, we have new opportunities. They are universal, they go for everyone, they count for everyone, for every government, but for every individual as well, and they ask us to leave no one behind. And that is, Vinay, why the access for all is such an important issue, and that is why the new regulations, the new guidelines, sorry, the new guidelines of WHO, again, are also so important. Because if we don't manage to reach all, if we don't manage to give access to all, we will not be successful, we will not be able, as you said, we will not be able to get the HIV epidemic out of the world by 2030. There's another, and then I will stop because I'm talking a little bit long, but there's another, there are other opportunities for linking. There's a big international TB conference later this year here in the, sorry, in the Russian Federation. There's the ACAC 2018 in April next year. There's the AIDS conference, international, the global AIDS conference in Amsterdam, and we really have to make use of all those different venues in order to improve our integrated approach and our use of experience that is gathered, for example, as Dr. Hinshaw was referring to, that is gathered in the fight against HIV AIDS, which can be used for the fight against hepatitis. There's a lot of linkages between what's happening on tuberculosis and HIV, but we have to get people together. I should have talked in Russian, but I'm afraid to speak a little in Russian and it'll be wrong. But thank you. Thank you, René. If I could follow up with another question, yesterday evening I heard a very interesting comment made by academic Vadim Pokrovsky saying how, I think it was in the late 80s or the early 90s, I believe it was in the late 80s, there was a big rush to have actually the first international conference on AIDS, and there was a plan to actually organize it in the United States until it was confirmed by the International Aid Society that the U.S. government at the time had restrictions on the entry of people living with HIV, foreigners living with HIV, from being able to enter the United States. Of course, since 2009, those restrictions have been lifted in the United States, but interestingly, Amsterdam was clearly agreed as the first place, if not in the United States, then that conference could be organized, you know, this was more than 25 years ago. We see here in Russia a new engagement by the Russian government, a very high-level discussion about the option of removing the remaining travel restrictions related to foreigners living with HIV from being able to visit and live in the Russian Federation. Can you please comment on how this issue has been determined in the Netherlands and whether there is a very clear policy from your government about foreigners with HIV being able to visit for short periods or even long periods, including access treatment in the Netherlands? Yes, definitely. That's... It's actually... It was even a point which made the bid for Amsterdam again stronger, also for next year, the fact that access to the Netherlands for anyone living with HIV is completely open, let's say. There's no restrictions in that. That has been a principle for the Netherlands since long, like another principle which is really the principle that if you develop policies, if you try to reach certain groups of people at high risk, you need to involve them in the development of those policies, you need to integrate them in the way in which you develop your policies because otherwise you may develop, take measures which will not at all be effective. as to for next year we will really ensure the possibilities for all that have submitted their, how do you call that, their submission papers, their registration, exactly, that they will be able to come to the Netherlands. But you were referring to the historical development and the early history. It is because we think you cannot discuss these issues if you do not discuss them with everyone involved and with everyone implied. That has been a long-standing policy in the Netherlands. Thanks. Godfrey, if I can turn back to you, there have been a couple of questions that have come in online. First of all, can you comment on what you think the potential risks for adherence would be as some of the new, not only guidelines, but even in terms of R&D might be moving towards the use of injectables and long-term acting antiretroviral regimens through the use of injectables. And also, if you can clarify, I think you mentioned it earlier, but to reinforce the position about Stavudine and what is WHO's recommendation on the use or disuse of Stavudine, please. Yes, I will do that in a second. I just want to respond to maybe a comment was made about the current preferred first-line regimen. Again, I think most people, wherever they live in this world, would be responding to that treatment. There may be some who may have difficulties, but we clearly have the evidence that tenofibir, FTC, or 3TC, and efavirins is treatment that is an effective treatment. We know that efavirins does have some side effects. We know that efavirins may have some CNS effects and that some patients may have treatment discontinuations because of that. The good thing is we have now dollar-taker we are coming on. And I think even though it's an alternative regimen, not the preferred regimen in the guidelines, as I said, this is a very promising candidate where we see it's not side-effect-free, but we see less side-effects, fewer side-effects. So again, a country like the Russian Federation that is now looking at sort of saying what could be my preferred regimen, that's certainly something that you should very carefully look into to see how you could possibly bring this into your national treatment approach and guidelines, particularly for those patients that you start fresh and particularly for those people who may have difficulties with efavirins. The price reductions, again, it's clear that middle-income countries have had made much greater challenges to bring down the prices. That is true everywhere and even in the country that produces a lot of generic drugs. India, the prices in the national program are still relatively speaking higher than some of the prices that we have seen in low-income countries. But there are ways obviously about going about it in terms of even local production, et cetera, and some countries are doing that. There's a very promising example talking about hepatitis one more time, hepatitis C. there the cost, the initial costs were astronomically high and we've seen it on the front line of the many international papers including the New York Times where it was $84,000 for the first molecule that became available for a three-month treatment. Basically one tablet cost $1,000 a day and that many people found that unethical actually for pharma companies to even ask those prices. We are now in Egypt where local production has kicked in where the same drugs cost less than $100 for a full course of treatment which is absolutely mind-boggling. So we see what the real costs are, how cheap it can be produced and how some countries find certain ways of actually bringing the costs down. But understanding it's not easy and it's not so easy particularly when it comes to middle-income countries with some of the intellectual property issues that obviously need to be looked into and need to be addressed. In terms of looking beyond what we currently have and some of the promising newer options that you asked me to talk about, there are some long-acting injectables that becoming probably a reality in the not-too-distant future where somebody would get an intermascular injection probably once every month or possibly once every three months and that could be sufficient to maintain a level for treatment. that could obviously be a way of overcoming some of the adherence issues where somebody has to take a tablet every day or even more than one tablet in some instances per day. There are also some implantables where a small implant is subcontinuously deposited and that could even have some slow-release forms of antiretrovirals that could be good for one year or more even. That would certainly be fantastic. We're not quite there yet. There was some promising news were shared again at the conference last week. This is not going to be around the corner. It could be in a magnitude of five years, seven years, eight years, but certainly this is what quite a lot of development is focusing on. Thanks, Gottfried. Олег Гералдович, можем к вам вернуться, пожалуйста. Я со стороны здесь, из Москвы, смотрел онлайн-режим. Очень много презентаций из Крои из Seattle на прошлой неделе. И для меня, с точки зрения эпидемиологии и профилактики, один из самых впечатляющих презентаций, говорил о том, что сейчас есть некие доказательства о том, что вот это острый период сразу заражения, вот сразу после периода сериоконверсии, когда люди, в общем, может быть, и не знают о том, что они являются ВИЧ-инфицированы или только что получили положительный диагноз, но еще даже не думали о переходе на назначение терапии. Это самый опасный период к отношению распространения ВИЧ-инфекции. Как раз вот это первый период сразу после заражения. Как ваше точное зрение, мы знаем, что в целой Восточной Европе, Центральной Азии, в том числе и в России, идет большая задержка с момента, чтобы люди получают свои положительные диагноз с определенной задержкой после заражения, потом идет вторая, скажем так, задержка между моментом положительного диагноза и назначение терапии. Как с вашей точки зрения, мы можем сократить вот это, эти двух период задержек до минимума, чтобы, вот как делится, по-моему, в Амстердаме сейчас, если не для всех пациентов, но для многих пациентов, они приходят утром, получают с помощью ДНК-ПЦР положительный диагноз, и уже выходят из клиники, уже после обеда, уже назначена схема антивирусной терапии всего течения 2-3 часа, если еще не меньше. Так, ну, здесь речь идет именно о тех ситуациях, когда вот недавно произошло заражение, когда мы видим, что еще нет антител, но уже есть ДНК, да, вот, но действительно, на самом деле академик Краевский, который создал отечественные фосфазиты создал, он в свое время было у нас такое одно совещание, он приходит в восторге, это был начало 90-х годов, если в первые циклы репликации назначить лечение, то можно все прервать, и найдено лечение против ВИЧ-инфекции, значит, тогда вот Вадим Альтинович как раз сказал, что основная проблема это вот этот первый момент поймать. Значит, идея это достаточно не новая, но действительно, то есть мы считаем, наверное, в наших рекомендациях это надо более четко отразить, о том, что в таких ситуациях показана антиретровирусная терапия, и подход к ней должен быть такой же, как при постконтактной профилактике, то есть желательно, чтобы это было в первые два часа, и желательно, чтобы это было в течение суток. Ну, при этом, соответственно, схема должна подбираться, которая всем подойдет, то есть это на самом деле очень такое здравое решение. Ну, и в наших рекомендациях, кстати, подчеркивается, что особенно у пациентов с низким иммунным статусом тоже надо начинать лечение до того, как мы получим всякие результаты лабораторных исследований, потому что вот это вот здесь происходит задержка, то есть начинают ждать, а чтобы там невропатолог посмотрел, а чтобы религент сделать и прочее, прочее, прочее. Процесс надо скорее. тогда, коллеги, я хочу завершить данную сессию, поскольку мы сбились из график значительно, где-то на, по-моему, 45 минут, я хочу благодарить всем наших участников за очень интересную дискуссию, очень интересную презентацию, и напомню всех, которые в зале и онлайн режим, что по мере возможностей мы соберем все презентации, они будут выложены в течение сутки на сайт ikak2018.org и в том числе запись сегодняшней сессии на английском и на русском языке тоже выложим в интернет в самые ближайшие часы, если получится, может быть, до завтра. Но сейчас мы объявляем перерыв на обед в течение чуть больше часа сейчас будет перерыв на обед до 14.00. Тогда у всех будет где-то час 10 минут перерыв на обед и все и в зале и онлайн режим. Пожалуйста, прошу все снова подключиться для следующей очень интересной сессии, которая касается самотестированной на ВИЧ-инфекции и до контактной профилактики. Спасибо. Я позволю себе начать. Наши ряды поредели после обеденное время, но во всяком случае мы надеемся, что нас еще наблюдают в режиме онлайн и наши коллеги еще присоединятся. Нам осталось обсудить несколько очень животрепещущих вопросов, новых рекомендаций по доконтактной профилактике и самотестированию и в своей презентации постараюсь остановиться на этих рекомендациях, но также отметить то, что на текущий момент является главным подходом ВОЗ в профилактике, потому что об этом мы не можем не говорить. Итак, я начну с того, где мы есть в принципе в мире и в регионе по вопросам тестирования и у меня немного провокационный слайд, наверное, потому что в этой стране особо или не особо любят оценочные данные, но тем не менее и в штаб-квартире на региональном уровне во всемирной организации здравоохранения мы пользуемся какими-то определенными подсчетами для того, чтобы строить планы на будущее и понимать, куда мы ориентируем свою деятельность. В данном случае на этом слайде представлены оценки, которые указывают на то, что если мы будем следовать нынешней траектории и продолжать применять только те меры профилактики традиционной, о которых мы знаем, мы далеко не убежим, так как нам понадобится 25 лет для того, чтобы страны выявили 90% людей, живущих с ВИЧ, те, которые будут знать свой статус. И, соответственно, на этой диаграмме здесь представлено, вы видите, если точка отсчета была 2001 год, то медленное начало у нас произошло, когда мы начали внедрять своевременно, в принципе, на тот момент добровольное тестирование, консультирование, потом пошло резкое увеличение выявление случаев ВИЧ, когда мы начали намного более активно привлекать медицинский персонал для того, чтобы привлекать к тестированию в медицинских учреждениях, но Россия, в принципе, с этим справлялась всегда. И следующий этап у нас начинается тот, когда у нас есть методы сейчас, наиболее продвижные методы, как бы инновационные для профилактики. Но если мы будем использовать традиционные методы, у нас, скорее всего, будет замедленный рост выявления случаев. Ссылаясь на это, я хотела опять же напомнить то, о чем говорили мои коллеги с утра. В глобальном контексте прогресс к достижению первых девяностых еще пока что хромает. у нас есть данные, которые показывают о том, что в нашем регионе больше 60% людей знают свой ВИЧ-статус, но тем не менее не все они, даже половина не находятся на антиретровирусной терапии, не говоря уже о вирусной нагрузке. Если посмотреть на этот слайд, то вы видите, что регион Восточной Европы, он обозначен специальным квадратом красным, у нас 67% ЛЖВ с подтвержденным диагнозом и скажем, у нас 33% тех, которые не знают свой статус, то есть в принципе с тестированием у нас дела вроде бы обстоят хорошо, но тем не менее, как уже мой коллега говорил, если посмотреть по миру, что происходит с тестированием, он только в 2014 году более 2 миллион людей взрослых, тем, которые было более 15 лет, были протестированы на ВИЧ и показали положительные результаты, 70% из этих тестируемых в 2014 году по миру были женщины, и всего по всем регионам ВОЗ, кроме Африки, у нас наблюдалось тестирование больше женщин, то есть больше половины тестировалось женщин, в то время как, если вы посмотрите на голубой круг, естественно, здесь у нас показаны пути передачи, и мы должны учитывать то, что может быть мы должны тестировать там, где наши услуги тестирования не доходят, это в том числе люди, потребляющие наркотики, это наши ключевые группы, также партнеры коммерческих секс-работниц и так далее, и в этом случае мы должны всегда помнить и говорить об оптимизации тестирования, особенно в нашем регионе. Таким образом, у нас было достаточно обоснований, и до сих пор есть достаточно обоснований говорить о том, что есть необходимость продвигать рекомендации по услугам тестирования, и в 2015 году ВОЗ выпустила новые рекомендации по услугам тестирования, и самые последние были услуги самотестирования и информирования партнера, которые вышли в 2016 году. Это обосновано тем, о чем я уже говорила, первые 90-е проблематичны в целом по миру. У нас, так же, как и многих других регионов, меньше охвачено тестирование мужчин и подростки ключевые группы. Есть определенная версия, что существует неоптимальная ситуация увязки услуг тестирования услугам арте, то есть не все те, которые тестируются и знают уже свой статус, попадают в услуги помощи и им назначается лечение. И, естественно, мы мониторим ситуацию непосредственно по региону. Очень много поздних обращений и позднее начало антиретровирусной терапии. У меня здесь опечатка, я извиняюсь. Соответственно, в наших рекомендациях мы делаем акцент на необходимость большего фокуса и целенаправленных вмешательств именно для того, чтобы приблизить услуги тестирования к населению и наиболее эффективно назначать антиретровирусную терапию тем, которые нуждаются в этом. Ключевые вопросы, которые охвачены сводным руководством ВОЗ, а их четыре на данный момент, это вот самое базовое руководство ВОЗ по тестированию, оно зеленым цветом, вы всегда увидите, оно тоже более толще, чем все остальные, оно включает в себя уже хорошо знакомые всем стратегические подходы, я останавливаться на этом не буду, но во всяком случае это такого рода для нас и может быть мы надеемся, что для вас тоже является определенным руководством того, что на данный момент у нас сейчас есть, так называемый шоппинг-лист всех услуг, тестирование, из которых можно выбрать странам, делать это на базе сообщества, на базе лечебно-профилактических учреждений, увязать это с лечением и так далее. Но и три новых подхода было предложено в 2015 году, они обозначены вот во втором параграфе, это то, что мы продвигаем предложение вовлекать в услуги тестирования обученный немедицинский персонал, на английском они называются лей-провайдеры, те, которые получают либо сертификат государственного образца, либо на национальном уровне они могут быть расценены как социальные работники, которые могут увязать и соответственно помочь пациенту достичь, дойти до специализированных услуг, специализированных учреждений для того, чтобы получить непосредственную помощь после тестирования. Соответственно этот обученный немедицинский персонал это те, которые с вами на данный момент сотрудничают, это НКО, это сообщество, которое готово вовлечься, но как мы знаем по нашему опыту в нашем регионе Восточной Европы и Центральной Азии всегда была проблема институционализировать эти практики, потому что пока есть финансирование извне, работа идет хорошо, как только она приостанавливается мы их просто теряем, они выходят из круга нашего обозрения и нам некому обращаться для того, чтобы происходила работа все-таки по взаимосвязи сообществом. Второй момент это сортировочный тест, я на нем здесь останавливаться не буду, потому что именно база и стратегия алгоритма сортировочного теста он лежит в основе самотестирования, поэтому я коснусь этого вопроса немножко позже. это тоже новая стратегия тестирования, когда этот сортировочный тест предлагается на базе сообщества, после чего естественно при положительном либо отрицательном результате при необходимости клиенты должны быть направлены в специализированные учреждения для подтверждения. И третий момент это серия подходов тестирования ключевых групп на базе сообществ, для этого есть еще и отдельная рекомендация это отдельные подходы работы с ключевыми группами, то что особенно важно для нашего региона. Также наши рекомендации обращают внимание на то, что раз мы уже говорим о тестировании на уровне сообщества сортировочном тесте, это непосредственно вовлекает наши возможные мобилизации наших возможных потенциалов по использованию экспресс-тестов, но мы все прекрасно знаем, что экспресс-тесты тоже нуждаются в проверке качества, в особенности если их производят в большом количестве и соответственно это не регулируется на уровне государственных структур, поэтому нашу рекомендацию предлагают обратить внимание именно на внешний контроль качества не только тестов, но еще и практик тестирования. Ну и естественно не забывать о том, что пока что в рекомендациях ВОЗ определенно указано, что повторное тестирование ВИЧ-положительных мы рекомендуем его перед началом лечения для того, чтобы исключить любые недоразумения. Поговорим немного о самотестировании, так как было обозначено, что это все-таки нововведение и очень интересная тема. ВОЗ тоже не сразу принял эти рекомендации, но на данный момент у нас есть достаточно доказательств для того, чтобы утверждать, что это работает, и самотестирование, естественно, это очень простой процесс. Он состоит из трех составляющих, это забор исследуемого материала, либо это пероральная слюна, либо это кровь, из пальца, проведение теста, интерпретация результатов. Но результаты тестирования, обращая внимание, требуют обязательного подтверждения обученным специалистам в соответствии с национальным алгоритмом тестирования и подтверждения результатов. Стратегия самотестирования ВИЧ представлена следующим образом, достаточно-таки простая. Здесь указан первый тест как нулевой на уровне сообщества, если вы используете этот метод или тестирование на дому, это соответственно для того, чтобы понять, насколько ваши национальные рекомендации или инструкции, которые вы разрабатываете для того, чтобы продвигать самотестирование, должны все-таки указывать на некоторые необходимые рекомендации увязки к специализированному учреждению. Опять же, ничего сложного, но во всяком случае, сейчас у нас есть доказательства, что именно так оно должно выглядеть. Первый тест провести самотестирование Т0. Если положительный результат, реактивный результат, то необходимо уведомить о ВИЧ положительном статусе и рекомендовать обращение в специализированное учреждение для подтверждения диагноза. При подтверждении диагноза назначить лечение. В случае ВИЧ отрицательного результата уведомить опять же о ВИЧ отрицательном результате. Если был контакт или человек подвергается большему риску заражения ВИЧ, тогда опять же рекомендуется провести дополнительное тестирование в специализированном учреждении. Любой, кто не уверен в результатах самотестирования, должен быть поддержанным, направлен в пункт тестирования, добавить в сообщество или ЛПУ, потому что там обученные люди всегда смогут давать определенные консультации. Самотестирование на ВИЧ на данном этапе доказало свою точность. У нас есть данные, которые показывают о том, что при сравнении с тестированием проводимым обученным медицинским персоналом, при сопоставлении результатов экспресс-тестирования на ВИЧ, сделанным самотестированием. Результаты те же, то есть в принципе достаточно высокие показатели точности и мы можем с точностью сказать о том, что это можно применять. Самотестирование на ВИЧ, метод тестирования также с высокой чувствительностью и специфичностью, это опять же доказывает ряд исследований, которые ВОЗ учитывала при принятии данных рекомендаций и здесь они у вас все записаны, вы видите, что все более 80 и выше, но во всяком случае по средней чувствительности была определена 98,8%, специфичность 100%. Также наша штаб-квартира пытается немного промониторить, насколько высокая приемлемость и готовность к использованию метода самотестирования на ВИЧ и вы видите, что по европейскому региону может быть не так уж много данных, но во всяком случае самотестирование в некоторых странах уже как бы было принято как приемлемый метод и Франция, насколько я знаю, Великобритания, они уже используют этот метод. В других регионах вроде бы тоже с исключением одного. Что необходимо знать или учесть при внедрении самотестирования, потому что с этим вопросом у нас тоже остаются проблемы. Если страна решает все-таки принять этот метод тестирования, надо использовать для самотестирования экспресс-тесты на ВИЧ, которые одобрены на национальном либо международном органам, либо приквалифицированы, либо каким-то образом проверены на качество, потому что у вас тогда будет действительно уверенность того, что вы получите с большей уверенностью точные результаты. Нужно использовать наборы для самотестирования с утвержденными четкими инструкциями по применению. И эти инструкции должны учитывать то, что тем, которые будут тестироваться на дому, они должны понимать, каковы риски и куда обращаться, если у них будет проблема. Поэтому все это надо пояснить очень кратко в очень понятных инструкциях. Надо убедиться в том, что информация по предварительному тестированию после тестового конституции доступна и доступна для всех, кто желает протестироваться самостоятельно. и нужно убедиться в том, что медицинские работники и другие специалисты обучены предоставлять эту информацию. Нужно также иметь в виду, что имеет смысл интегрировать самотестирование на ВИЧ в комплексные программы сексуального здоровья и предоставлять информацию о туберкулезе, ППП, вирусных гепатитов. Надо отметить то, что и самотестирование, и доконтактная профилактика, я на этом остановлюсь, это дополнительные методы к комплексу всех мер профилактики, о которых всегда ВОЗ говорил, и никоим образом мы не забываем о том, что есть комплексный подход к комбинированной профилактике, который продвигает ВОЗ и UNAIDS. Также в нынешних рекомендациях ВОЗ по самотестированию есть определенная часть документа, которая направлена на то, что мы рекомендуем уведомлять партнера, и в этом случае мы рекомендуем поддерживаемое уведомление партнера, это означает то, что добровольно, если клиент согласен, он может раскрыть или предложить партнеру обсудить вопросы отслеживания контактов, и таким образом обученный специалист может непосредственно исследовать эпидемиологический случай. Может быть, здесь есть определенная специфика, и я не хотела останавливаться на этом вопросе достаточно-таки долго, потому что я знаю, что в России делается всегда эпидемиологическое расследование при любом случае, это всегда требовалось, но во всяком случае, то, что стоит отметить по рекомендациям ВОЗ, по нашим рекомендациям это должно быть добровольно и на основе определенного контракта и договоренности, осведомленности и партнера, и клиента. Некоторые особенности профилактики, здесь опять же я не буду что-то новое вам представлять, но говоря о профилактических мерах, нельзя было не привести весь список тех комплексных мер, которые на данный момент у нас есть. Мы, в принципе, с вами очень богаты, так скажем, тем, что за все это время у нас есть наработки, которые позволяют нам сделать такого рода шопинг-лист, из которого мы можем выбрать в момент, когда мы захотим сделать проект где-то на уровне региона или, скажем, какого-либо города. И не надо забывать о том, что есть определенные рекомендации, которые используются для большей эффективной профилактики в ключевых группах, программы, которые доказали свою эффективность при сексуальном пути передачи, они у вас представлены на экране, программы профилактики, которые должны быть базовыми в лечебных учреждениях, и другие меры профилактики, которые вовлекают использование антиретровирусной терапии, как самые инновационные последние меры профилактики. Нельзя забывать также о том, что существует ряд структурных факторов, которые влияют на риск передачи ВИЧ и на доступ к услугам. И, естественно, наши ключевые группы, они приведены у вас справа на экране, это пять групп, которые воз приводят свои рекомендации по ключевым группам населения, с которыми мы предлагаем работать более точечно, они подвергаются большему риску передачи, потому что они более подвержены риску за счет того, что они всегда находятся в определенных ситуациях, когда сталкиваются с криминализацией, с жесткими ранками нормативной базой наказаниями и запретами, со стигмой дискриминации, с гендерным насилием, с ограниченным доступом к услугам профилактики, тестирования и лечения и с повышенным риском заражения ВИЧ, то, что в принципе в общей сложности плохо влияет на общее население. Эта схема приведена из недавно опубликованной статьи в Лансетии, она достаточно объемно обсуждает разные подходы, но также ссылается на какие-то данные из многих стран. И таким образом мы можем сказать, что именно эти группы уязвимые, ключевые группы населения, как мы их называем, вдобавок еще и уязвимые группы населения, к которым относятся и подростки, мы должны обращать особое внимание на меры профилактики среди этих групп населения. В консолидированном руководстве ВОЗ по ключевым группам населения обозначены очень четко три раздела, это ключевые вмешательства, оказание услуг, принятие решений, планирование и мониторинг и оценка. Опять же, останавливаться не буду, потому что это много повторений, но во всяком случае имейте ввиду, они были обновлены в 2016 году, соответствую, для того, чтобы соответствовать последним наработкам. И самая последняя наработка, это инновационный метод, который мы скоропостижно попытались оформить в быстрые рекомендации, которые называются непосредственно руководством о времени назначения антиретровирусной терапии и подоконтактной профилактики ВИЧ, потому что эти рекомендации не только говорят о том, что надо назначать антиретровирусную терапию в целях профилактики ВИЧ-отрицательным людям, но также говорят о том, когда надо начинать лечение, потому что это у нас самая животрепещущая цель на данный момент. Тем не менее, остановлюсь на последнем наработке, которая пока что еще у нас тоже оставляет много вопросов. Это рекомендация операльной доконтактной профилактики ВИЧ-инфекции. Она направлена на определенную целевую группу населения, но во всяком случае это именно направлено на людей ВИЧ-отряхцательных, которые подвергаются повышенному риску ВИЧ-инфекции, и эту меру следует назначать в рамках комплексной профилактики ВИЧ-инфекции именно этой части населения, и при этом использовать, предлагать использовать пероральные антиретровирусные препараты, содержащие тенофавир для доконтактной профилактики инфицирования ВИЧ. Здесь только для того, чтобы показать вам, естественно, это ВОЗ учитывает очень много результатов исследований, и здесь с самого начала представлены даже те же исследования каприза. Наши коллеги из Южной Африки, которые не раз выступали на этой площадке, они были лидерами изначально, и очень много исследований было проведено после, но во всяком случае на данный момент мы уже говорим о том, что эффективность доконтактной профилактики, она свыше 86%, поэтому было бы неэтично не назначать это тем, которые хотят и готовы использовать эту меру профилактики для предотвращения заражения ВИЧ-инфекцией. ВОЗ, помимо того, что мы мониторим результаты исследований, еще провел в прошлом году систематический обзор, метаанализ запубликован в обширной статье в научном журнале, здесь приведены опять же результаты исследований, здесь просто стрелка хотела обратить внимание на то, что именно эти исследования доказали то, что доконтактная профилактика работает только если есть хорошая приверженность. При низком уровне приверженности или среднем уровне приверженности это не сработает, поэтому пока что это еще остается большим вопросом, потому что если приверженность достаточно-таки высокая, более 70%, тогда эта мера срабатывает. Руководство ВОЗ подоконтактной профилактики были приняты не сразу, мы тоже созревали потихоньку. В 2012 году мы первый раз заговорили о том, что нам нужны демонстрационные проекты для МСМ и мы попытались с того времени собрать возможные результаты исследований. Потом было консолидировано руководство для ключевых групп и также это было в первый раз рекомендовано как мера профилактики ВИЧ по выбору для МСМ и уже в 2015 году вышли нынешние рекомендации, а сейчас у нас вышел инструмент по внедрению доконтактной профилактики. Доконтактная профилактика оставляет пока что еще много вопросов, но во всяком случае сейчас есть руководство ВОЗ к действию надо отметить, я уже говорила, это не направлено на определенную группу населения, это направлено на тех, которые подвергаются повышенному риску ВИЧ-инфекции, и у вас, конечно, может быть очень хороший вопрос, а что это значит, повышенный риск заражения ВИЧ-инфекцией. Соответственно, в наших рекомендаций приведена определенная методика, согласно предварительному определению, термин повышенный риск ВИЧ-инфицирования означает заболеваемость ВИЧ-инфекцией более трех случаев на 100 человек лет без применения средств доконтактной профилактики. Это было проработано возможными методами моделирования, но во всяком случае мы можем дать определенную оценку того, как мы можем определить этот термин. Для того, чтобы именно помочь и вам, и нам разобраться, нужно ли вводить эту меру, такова ли у нас ситуация в стране сейчас или в сообществе, либо нам надо еще подождать и эту меру вводить непосредственно в какой-то определенный момент. Поэтому есть определенные руководства для действия. Опять же обращу внимание, что это дополнительная мера профилактики. Ни в коем случае это не должно быть рекомендовано вне комплекса услуг комбинированной комплексной профилактики. И доконтактная профилактика должна предлагаться с необходимой поддержкой. Это и консультирование по приверженности, юридическая и социальная помощь, психическое здоровье, эмоциональная поддержка и соответственно в рамках всеобщих подходов к услугам репродуктивного здоровья. Там, где в принципе нам это больше может показаться уместным. У нас остаются открытые вопросы. И мы их не скрываем. Поэтому я и говорила, что это наша первая и быстрая рекомендация. В наших рекомендациях это хорошо прописано, потому что сейчас мы находимся на этапе, когда у нас есть результаты клинических исследований, но надо двигаться к внедрению. Но мы еще не совсем уверены, что мы имеем ответы на следующие вопросы. Кому будет предлагаться доконтактная профилактика на будущее? Каким группам населения с повышенным риском она будет более полезна? Как мы можем выявить, обеспечить скрининг и нацелить правильное вмешательство в наших сообществах? Кто в этих группах сочтет доконтактную профилактику наиболее приемлемой, будет ли готов использовать? Потому что есть исследования, которые доказывают, что вроде бы мы все знаем, что тесно слюну более приемлемый, более быстрый, и для тестирования это наиболее возможный метод. Но многие исследования показывают на то, что если мы не информируем наших клиентов, они могут и не знать, что в принципе ничего особенного, если они забирают кровь из пальца, и может быть там могут быть и лучше резистальт, они могут согласиться. Поэтому вот приемлемость и готовность к тестированию это тоже остается определенными вопросами. и в случае контактной профилактики, когда люди на лечении, когда мы думаем о том, сколько же раз их надо тестировать и в каком промежутке. Какие есть еще проблемы с предоставлением услуг? Это где лучше всего предоставлять услуги? Может быть на базе там, где мы делаем скрининг по ИПП, где делается планирование семьи, где проводятся женские консультации, привычная помощь, остаются открытыми вопросы мониторинга, частота посещения и активной диспансеризации именно для этих людей, которые получают доконтактную профилактику, частота повторного тестирования, как я уже говорила, и как много скрининга нам надо для того, чтобы убедиться в том, что люди будут в безопасности принимать доконтактную профилактику. И последний вопрос, это как предоставлять доконтактную профилактику с наибольшей эффективностью, какой уровень приверженности достаточен для того, чтобы назвать его хорошим, пока что наше исследование показывает больше 70%, но может быть это тоже недостаточно, что означает эта приверженность, опять же, определение этого уровня приверженности, и как мониторить приверженность доконтактной профилактики. И в этой связи самые инновационные методы могут, наверное, нам помочь. Заключения как бы больших опять же лозунгов здесь не будет. Для того, чтобы сделать наши услуги максимально удобными для подростков ключевых групп и именно на это направлять наши усилия для того, чтобы достичь первые девяностые, нам надо увеличить доступ к тестированию, доступ к профилактическим мерам как комплексному пакету услуг, оптимизировать тактики тестирования, качество тестов и качество тактик тестирования. Мы должны уважать клиентов и не забывать о том, что мы должны увязывать наши услуги тестирования с другими сервисами и услугами. Спасибо вам за внимание, буду готова ответить на вопросы или вовлечься активно в следующую нашу дискуссию. Огромная прекрасная презентация. Вы смогли за очень короткий период обобщать очень большой объем рекомендаций и очень четко зафиксировать, что эти рекомендации ни в коем случае не стоят на месте, они постоянно обновляются по мере наличия новой научной данной, новый результат исследования. Я сразу хочу представить все члены нашей следующей дискуссионной панели. Наталья Николаевна Ладная, старший научный сотрудник Федеральный Центр по борьбе с ПИДом Роспотребнадзор Россия, Улан Кушпакович, главный врач Центра по борьбе с ПИДом Республики Киргизстан и Ирина Евдокимова, исполнитель директор Неправедственные некоммерческие партнерства Ива. Сразу вопрос к вам, Наталья Николаевна. Мы видели несколько очень интересных, очень такие вызывающие инновационные подходы, но начну два самые конкретные, на мой взгляд. Это самотестирование и доконтактной профилактики. Вы, как человек, который работаете давно в сфере ВИЧ-инфекции и курируете анализ эпидан со стороны федеральному центру, в том числе данные по тестированию на ВИЧ-инфекции. Как ваш взгляд и как специалист и как человек, который давно в эти темы, это подход по самотестированию приемлемый для России или пока вы считаете, что пока недостаточно изучено, не смотри на официальные рекомендации Семерной организации. Спасибо большое, Лена, за доклад, спасибо Вене за ваши вопросы. Но действительно это новые подходы, которые рекомендуют, рекомендованный ВОЗ, и с моей точки зрения, они повышают ответственность каждого индивидуума за свое здоровье. То есть они звучат таким образом, что каждый человек должен отвечать за то, что он может протестироваться на ВИЧ, или может применять доконтактную профилактику, но при этом, если мы говорим о цели 90-90-90, то мы понимаем, что применением только этих методов мы этих 90 не сможем добиться. То есть известно же, что в Российской Федерации большое количество тестов проводится на ВИЧ. За 2016 год мы 30 миллионов тестов провели среди российских граждан и 2 миллиона тестов еще среди иностранных граждан. Это приблизительно 20% населения. То есть если даже мы понимаем, что часть из этих людей повторно проходили тестирование в течение года, ну как, например, беременные женщины, то все равно речь идет о большом количестве действительно тестов. Но тем не менее даже при таком охвате тестирования достаточно существенном мы критично относимся к оценке результатов наших. И мы по-прежнему считаем, что мы значительное количество населения все-таки не выявляем с ВИЧ-инфекцией. Мы идем на дополнительные шаги. В конце прошлого года мы внесли изменения в санитарные правила профилактика ВИЧ-инфекции. Согласно этим изменениям мы рекомендовали в наиболее пораженных ВИЧ-инфекцией регионов страны это приблизительно 20 регионов нашей страны проводить тестирование людей при любом обращении в медицинские учреждения. Почему мы это сделали? И еще внесены был ряд изменений например тестирование рекомендовано для половых партнеров мужей и беременных женщин то есть не только мы сейчас беременных женщин тестируем но и масса других каких-то позиций безусловно в топе остаются ключевые группы населения. Но это имеет непосредственное отношение к двум нашим темам самотестирование доконтактная профилактика. Каким образом самотестирование мы должны проводить? Я должна сказать что в России возможно сейчас проведение самотестирования уже сейчас возможно хотя это активно не рекомендуется потому что в наших аптеках продаются быстрые тесты и казалось бы человек может пойти купить тесты протестироваться на ВИЧ это не запрещено но если мы посмотрим инструкцию к каждому тесту то в инструкции к любому зарегистрированному в России тесту будет написано что этот тест должен быть проведен медицинским работником почему? потому что действительно есть определенные правила проведения тестов и если мы всегда говорим очень с большим восхищением о быстрых тестах на слюну на самом деле это около десенная жидкость то там есть четкие совершенно ограничения что вы не должны курить за 15 минут до теста вы не должны жевать жвачку потому что если вы это делаете то тест дает просто ложный результат поэтому я с восхищением всегда отношусь к рекомендациям ВОЗ и вот здесь тоже собственно такой пример что да мы рекомендуем сам тестирование но нужно внешний контроль качества как мы можем осуществить внешний контроль качества если человек тестируется дома сам каким образом мы это можем сделать мы больше того мы знаем что даже в нашем регионе восточной Европе и центральной Азии не все страны собственно обеспечивают участие всех своих лабораторий в системе внешнего контроля качества у нас в стране да это обеспечено но это не во всех странах так и в общем здесь даже на уровне медицинских учреждений у нас есть масса таких сдерживающих факторов второй момент доступ к консультированию тестированию это один из самых болезненных вопросов вообще в области тестирования то есть даже когда тестирование мы проводим в медицинском учреждении мы иногда не можем обеспечить дотестовое консультирование тестирование каким образом мы можем обеспечить дотестовое консультирование и тестирование при самотестировании. Я не совсем понимаю. И если мы направляем человека на консультирование в медицинскую организацию, или не медицинскую, но которая предоставляет услуги по профилактике ВИЧ-инфекции, то почему мы там не можем тестирование-то провести? Но мне кажется, это логичнее было бы. Поэтому, конечно, этот подход, он нам даст возможность, несомненно, каких-то достигнутых людей. Да, безусловно, у нас есть люди, которые по каким-то причинам для них неприемлемым являются существующие методы тестирования. Но существенное увеличение охвата именно тестирования мы таким образом вряд ли, на мой взгляд, сможем обеспечить. С точки зрения законодательства это возможно сейчас абсолютно в России, но не уверены, опять же, что мы хоть каких-нибудь результатов сможем достигнуть, если не будет коммуникационных программ каких-то. То есть, чтобы обеспечить этот охват какой-то, мы должны активно население об этом оповещать. И здесь мы к ключевой проблеме подходим, опять же, и в отношении самотестирования, и в отношении доконтактной профилактики. Действительно, профилактические программы активны по информированию, по обучению безопасному поведению среди населения, без которых мы ни одного, ни другого сделать фактически не можем. И мы немножко в последнее время забываем об этих программах, хотя мы понимаем, что на самом деле мы без этих программ никоим образом не можем достигнуть неуязвимых групп населения, в общем, мы не можем на самом деле достигнуть такого достаточного уровня выявления среди населения. Мы, кстати, должны и вспомнить еще о нескольких проблемах, которые у нас в последнее время появились. А это увеличение количества ВИЧ-инфицированных среди людей старшего возраста. Вот об этом сегодня не говорилось, но на самом деле это серьезная проблема во всех странах. И мы должны совершенно чутко понимать, что эти люди более старшего возраста, они не ассоциируют свое поведение с опасным. Они не понимают, что им нужно проходить тестирование на ВИЧ. И кроме этого, возможно, в нашем регионе другой проблемной группой могут являться дети. Поскольку в действительности у нас медики совершенно не озабочены проблемой ВИЧ-инфекции среди детей. Больше того, принято считать, что мы вообще где-то стремимся уже к элиминации вертикального пути. И стало быть, медики не предполагают вообще наличие ВИЧ-инфекции, даже если у детей симптомы в наличии имеются ВИЧ-инфекции. Поэтому это вот следующая проблема. И, в общем, она тоже где-то лежит вне пределов самотестирования. И, наконец, последнее. Немножко долго я говорю, наверное, уже о доконтактной профилактике. Но вы знаете, наверное, эта мера, безусловно, когда-то найдет свое место в спектре профилактических вмешательств. И, честно говоря, не могу себе представить, даже с точки зрения этической, чтобы мы предлагали работницам коммерческого секса использовать доконтактную профилактику вместо презервативов. Но я не могу себе это представить. Мне кажется, что это неправильно. Я также не совсем представляю, что мы могли бы, например, потребителям наркотиков предлагать доконтактную профилактику. Ну, не совсем я представляю, как эта группа населения может действительно обеспечить приверженность, особенно доконтактной профилактике в области доконтактной. Среди группы МСМ, да, есть исследования, которые показывают, в общем, неплохие результаты. И рано или поздно мы, конечно, к этому подойдем. Но здесь опять мы сталкиваемся с теми же самыми двумя проблемами. Мы сталкиваемся все равно с проблемой профилактических программ, опять же, в этих группах. Потому что каким образом мы эту доконтактную доконтактную профилактику можем обеспечить, именно только контактируя и проводя, собственно, работу другую интенсивную в этой группе. И с другой стороны, сейчас до настоящего времени не так уж много стран, которые действительно за государственный счет эти программы проводят. Но нам известно, что в некоторых странах уже МСМ за свой счет покупают препараты для доконтактной профилактики. И даже какие-то неплохие результаты в каких-то странах на этот счет мы получаем. То есть это что-то похожее на самотестирование, когда человек идет в аптеку и покупает тест или идет в аптеку и покупает препараты и сам их как-то принимает. Но здесь мы тоже должны быть наготове и мы должны помнить, что это на самом деле очень сильно нам угрожает распространением резистентности. То есть общеизвестно, что сейчас в целом в странах мира резистентность активно распространяется. Ну в связи хотя бы с увеличением объема людей антиретровирусной терапии получающих. Но в связи с внедрением доконтактной профилактики, несомненно, мы получим еще очередной толчок к распространению резистентности. Поэтому, несомненно, новые методы нам нужно внедрять. Но нам очень четко нужно взвешивать, какие меры для нас основными являются и какие меры для нас являются вспомогательными. Поэтому, по всей вероятности, эти меры пока не нашли свое место как основные, но как вспомогательные, я думаю, что их нужно внедрять. Спасибо. Тогда я хочу перейти из обсуждения в плоскости Российской Федерации до Республики Киргизстана. Мы же знаем, что Киргизстан на протяжении много лет является лидером по внедрению инноваций. Один из первых стран, которые уже передели свои патентные законодательные базы, которые позволили Киргизстан в том числе ввести принудительное лицензирование и абсолютно нововведение патентного права. Один из первых стран Средней Азии, которые начали внедрять программу снижения вреда, включая заместительную терапию. Но вы будете руководителем Республиканского центра по борьбе со СПИДом в Бишкеке. Ваш взгляд на вопрос, во-первых, о самотестировании и также вопрос о доконтактной профилактике среди уязвимой группы и сиро-дискандартной пары. Пожалуйста. Спасибо большое, Винни. Дело в том, что я полностью соглашусь с Натальей Николаевной. В нашей ситуации, я думаю, на всех просторах бывшего Союза, введение как самотестирования, так и доконтактной профилактики пока не представляется возможным. Оно возможно, но эффективность действительно будет достаточно низкая. Если смотреть по самотестированию, я вижу это больше в комплексе с работой неправительственных организаций, когда на базе НПО возможно, скажем так, самотестирование или взаимотестирование, взаимное, когда будет предоставляться как дотестовая консультация, так и в последующем при положительном результате сопровождение домедицинских учреждений. С другой стороны, проблема еще в том, что действительно нормативная законодательная база, во всяком случае в Кыргызстане, пока не предполагает без участия медицинского работника проведение каких-либо исследований. Поэтому мы здесь сталкиваемся не с одной, а с несколькими проблемами. То же самое относительно доконтактной профилактики. Я бы тоже сказал, что в группе МСМ это еще как-то возможно, или когда есть дискордантные пары, конкретно уже с большой приверженностью. Но до этого тоже необходимо дойти, и это необходима кропотливая работа непосредственно. Большого результата пока это тоже вряд ли даст, по моему мнению. Спасибо. Я хочу перейти тогда к следующему вопросу Ирины Александровны. Вы представляете некоммерческие партнерства ЕВА. И один из первых целей, главной задачи ЕВА, чтобы защитить интересы женщины, в том числе к отношению женщин с ВИЧ-инфекцией. Как вы видите, начнем, может быть, с первого вопроса о самотестировании. А женщины, на ваш взгляд, мы видели, вот Лена представила информацию, что практически во все страны мира больше доли проходит тестирование женщины, чем мужчины. Хотя по ряду стран и регионов мира больше заражается именно мужчина, чем женщина. Поэтому мы видим, с одной стороны, да, правильно, что женщины заинтересованы в прохождении тестов на ВИЧ-инфекции. Но на ваш взгляд, будучи исполнительным директором ЕВА, может быть, если дать женщину самовыбор, они хотят самостоятельно тестироваться на ВИЧ-инфекции? Или все-таки им совсем удобно спокойно пройтись до ближайший анонимный кабинет и центр СПИД, и испытывать все эти взгляды со стороны, кто вы такая, почему вы проходите на этот тест, и вдруг соседи увидят, вдруг коллеги с работы увидят, что, может быть, не будучи ВИЧ-инфицированным человеком, но просто человек, который хочет пройти, естественно, ВИЧ-инфекцию. Неужели предоставление самотестирования для инструмента определения своего собственного ВИЧ-статуса не было бы облегчением для многих женщин? Я думаю, что, конечно, это было бы легче для женщин, но в то же время я бы хотела перейти и поддержать в этом смысле Наталью Николаевну, потому что у нас есть ключевые группы, и эти ключевые группы, с которыми в основном работают некоммерческие организации, тоже недостаточно охвачены тестированием. И как раз проблема, которую я вижу, в том, что именно в этих группах необходимо было бы сосредоточить тестирование. В общем-то, в принципе, наша государственная стратегия, она про это и говорит, о том, что вот есть некоммерческие организации, которые хорошо работают с ключевыми группами, и что нужно увеличить охват тестирования именно в этих группах. Но здесь есть небольшое препятствие. Наверное, все про него знают, потому что у нас существуют уже практики, когда некоммерческие организации, немедицинские работники могут проводить экспресс-тестирование. Но вот этот вопрос как-то у нас недостаточно урегулирован законодательно. Хотя, в общем, мне кажется, что это было бы таким достаточно значительным подспорьем, если бы некоммерческие организации в полной мере на законных основаниях участвовали в том, чтобы проводить экспресс-тестирование и доводить в случае, когда результат оказался положительным, до медицинских учреждений. Если говорить про женщин, то я совершенно согласна с Еленой. У нас достаточно хороший охват тестированием, классическим тестированием среди женщин. И здесь я бы тоже говорила опять про женщин из уязвимых групп. То есть это секс-работницы и женщины, которые употребляют наркотики. Вот скорее к ним нужно идти с тестами. И еще раз хотела бы повторить свою мысль про то, что действительно в России, если говорить про Россию, хотелось бы все-таки, чтобы базовые сервисы по профилактике были поддержаны государством. Это сервисы среди потребителей наркотиков, среди секс-работниц, среди мужчин, которые практикуют секс с мужчинами. Потому что Елена говорила в своем докладе про работу со стигмой. И уже поддержка сообщества, работая на базе сообществ, уже будет работать на вот это вот противодействие стигмы на изменение ситуации. Спасибо. Спасибо. Лена, я знаю, что вы хотите еще комментировать. И также мы получили по электронной почте вопрос, есть ли, какой позиции у ВОЗа к отношению использования других антивирусных препаратов, кроме тока трувада для доконтактной профилактики. Да, да, тенофавир. И также к отношению использования антивирусных препаратов, генерики. Если есть позиция со стороны ВОЗ, к отношению использования брендовой или генерики формы, именно для доконтактной профилактики. Как я уже говорила, это быстрая рекомендация. На данный момент у нас есть доказательства только про тенофавиры. Это очень четко вписано в наших рекомендациях. То есть доконтактная профилактика назначается с содержащим тенофавир. Про другие антивирусные препараты я не буду готова вам ответить сейчас, потому что у нас просто данных, которые позволяют нам сделать рекомендацию достаточно сильного уровня, на данный момент нет. То, что ведутся исследования, продолжают вести исследования. Я думаю, что даже через год или через два нам надо будет уже пересматривать то, что на данный момент проработано. Могут появиться другие результаты, но пока что мы там, где мы есть. Если я ответила на вопросы. Наталья Николаевна, еще то, что мы не сделали до обеда, надо было давно сделать, дать, возможно, вот наши коллеги зал, прошу прощения за то, что мы не к вам обратились за возможность задавать нам вопросы или вопросы президиум, наши панелисты. Если есть вопросы в зале, кто-то хочет задавать? Если пока нет, тогда есть вопросы из Туменской области, мы получили только что по электронной почте. Задают вопрос, сосилка на тот большой компания, который мы видели с 2016 года, StopVichSpeed, Hashtag, беспрецедентная федеральная мобилизация, все ведомства, общественные организации, медиаперсона к отношению ВИЧ-инфекции. На ваш взгляд, не только к этому компанию, но вообще, какие являются самые положительные, самые яркие компании по тестированию и информированности к отношению ВИЧ-инфекции, и как они повлияли на поведение людей? Ну, они, конечно, влияют, и мы очень рады, что такие компании у нас появились, и мы видим, что увеличивается действительно охват тестированием, поэтому мы надеемся, что эти компании будут продолжаться. В отношении же оценки эффективности этих программ, это вопрос не такой простой. На самом деле, мы знаем, что и ЮНИЦ, и ВОЗ выпускают периодически буклеты такие очень красивые, и наилучший опыт какой-то показывает. Поэтому, конечно, мы можем выбрать какой-то проект или программу, ну, скажем, не очень масштабную, может быть, и ее в качестве примера выставлять, но насколько это будет правильно, вот я не совсем уверена. То есть мы можем, скажем, и, ну, принято считать, что у нас эффективные компании по тестированию в рамках спортивных мероприятий проводились. Но насколько это влияет на население? То есть я опять возвращаюсь к тому же самому разговору. То есть нам на самом деле важно, чтобы именно все население вовлекалось в тестирование, чтобы мы действительно выявили значительное количество случаев ВИЧ-инфекции. Поэтому все-таки по-прежнему я считаю наиболее эффективными программами среди уязвимых групп населения, о которых вот мои коллеги здесь говорили. И, по сути, даже если они не очень масштабные, они чрезвычайно нам действительно высокую отдачу дают, поскольку они помогают привлечь именно тех людей, которые находятся вне фокуса медицинских учреждений и, стало быть, не попадают в поле наше зрение, и им не оказывается медицинская помощь. Вот следующий еще аспект, который почему-то мы не затронули, но вот мы о многих сложностях, да, поговорили, и в области самотестирования, и ДКТ, да, скажем, но обращение за медицинской помощью – это же следующая проблема. То есть это же может, собственно, касаться также и любых компаний по тестированию и самотестированию. Конечной целью-то у нас является снижение вирусной нагрузки. Вот Вадим Валентинович тоже выражал сомнения и говорил, что другие цели. Но на самом деле понятная, четкая цель – снижение вирусной нагрузки. А стало быть, нам нужно, чтобы человек обратился в медицинское учреждение и начал получать антиретровирусную терапию. И здесь, конечно, целый ряд еще дополнительных шагов нам предстоит сделать, для того, чтобы человек не просто протестировался и ужаснулся, да, и закрылся у себя в квартире, чтобы на него никто не смотрел косы, как вы говорили, а для того, чтобы он действительно обратился к специалистам и получил необходимую помощь, и сделал это вовремя. Спасибо. Еще тогда вопрос к доктору Кадербекову, пожалуйста. На протяжении уже больше трех лет в Казахстане является очень ярким примером сотрудничества с Россией, с UN AIDS, с общественной организацией Speed and for Science по предоставлению мобильной клиники на базе КАМАЗа. И эти outreach и мобильные клиники уже работают как раз не в Бишкек, но в горный отдаленный район в Кыргызстане. Как на ваш взгляд, если помимо тех экспресс-диагностей, которые предоставляются в рамке этой мобильной клиники, еще расширят, возможно, в выдаче набор, конечно, лицензионный, обработанный, те системы, которые, возможно, используют для самотестирования. Вы, будучи руководителем службы по СПИДу в республике, вы бы поддержали такую инициативу? Спасибо за вопрос. Достаточно интересно получается. Да, Кыргызстан получил три мобильные клиники, и они распределены в регионах, в областных центрах. За 2016 год было проведено 11 тысяч обследований, более 11 тысяч, и выявлено 11 положительных результатов. Кажется, не так много, нет? Да, кажется, именно в том-то и дело, не так много. Хорошо или плохо это? Это, я думаю, не настолько эффективное использование данного ресурса, и мы сейчас над этим думаем. Дело в том, что мобильная клиника, она предполагает оказание услуг не просто тестирования, а комплексно, начиная с УЗИ и заканчивая стоматологами. И тестирование это является только одной из предоставляемых услуг. Но эффективность должна быть в полной мере. Поэтому, я не знаю, но в этом году, я думаю, мы пересмотрим подход по использованию мобильных клиник. Относительно тестирования, я бы хотел сказать такой момент. Дело в том, что в Кыргызстане работает по экспресс-тестам 23 НПО. За прошедший год было обследовано более 8,5 тысяч человек ими, именно экспресс-тестами. И выявлено 63 положительных случая. Но у нас в Республике в прошлом году начал работу проект «Флагман», который, проведя тестирование с июня месяца 7,5 тысяч человек, выявили уже 121 случай. Поэтому здесь вопрос подхода стоит, именно эффективности. Первые 90 мы сможем достичь не только просто массово применяя, а именно целевой, точными, так сказать, работой с ключевыми группами. Но в то же время нельзя забывать и про общее население. У нас в Республике в настоящий момент уже наблюдается ситуация, когда более 50% путепередачи составляет половой путь. И при этом 36% из этого полового пути – лица, имевшие постоянного полового партнера. А 16% – имевшие случайные половые связи. Но эти 50% – это благополучное население. Это за вычетом уязвимых и ключевых групп. Поэтому нам предстоит огромная работа. И так как мы подписались под декларацией, то у нас другого пути нет. Спасибо. Тогда я адресую последний вопрос Ирине. Есть вопросы из зала? Пожалуйста. Только нужен микрофон. Арарат, можно микрофон попросить, пожалуйста? Подходите, пожалуйста. Да, сейчас. Или отсюда, можете быстрее, может быть, отсюда. Да, не стесняйтесь, пожалуйста. Раз, раз. Слышно? Здравствуйте. Меня зовут Николай Лученков. Вот вопрос. Как вообще более эффективно организовать постоянное тестирование молодежи, за исключением каких-то акций тестирования на спортивных мероприятиях, на постоянной основе. За исключением информирования о том, что молодые люди могут обратиться в региональные спеццентры, где пройти тестирование или кабинет профилактики. И сразу второй вопрос. Насколько, по вашему мнению и опыту, было бы эффективно создание пунктов постоянного тестирования при университетах, например, где могли бы работать обученные волонтеры по системе? Как вообще, как вы считаете, где проводить тестирование? Спасибо. Лена, можете, вы начнете тогда вот по очереди, мы попросим всем. Я только рада таким вопросом, наверное, потому как у нас есть инновационные подходы, соответственно, как бы ответ будет относительно да. Но так как ВОЗ рекомендует любые тактики тестирования, которые рекомендуются в стране, чтобы они были утверждены алгоритмом национальным, здесь я не могу вам совершенно ответить, да, потому что надо понимать, что даже если у вас будет обученный человек, но в России, допустим, еще не существует той системы, когда это не медицинские сотрудники проводят тестирование к волонтеру, ладно, у него есть, допустим, двухнедельный тренинг по тому, как это проводить и так далее. Но и Россия, и многие страны этого региона, они славятся тем, что нужен сертификат государственного образца, чтобы вы могли работать и так далее. То есть здесь есть некие вопросы, которые надо хорошо взвесить на уровне страны непосредственно с участием федеральных структур. Но ваш вопрос уместен, потому что подростки и ключевые группы, и контакты ключевых групп, те группы, которые мы называем на английском, они звучат bridging populations, это именно те, которые, в принципе, должны тестироваться больше через мобильные бригады, через самотестирование. Мы могли бы, наверное, их привлечь лучше. Другое дело, что действительно очень хорошо построить вот эту вот увязку с услугами, чтобы люди, да даже, допустим, я могу задать провокационный вопрос. Кто из зала не боится протестироваться прямо сейчас? Потому что это да. О, вот специалисты пошли. Молодцы, это достаточно, но во всяком случае это все равно не большинство, потому что существует очень много вопросов того, а куда же дальше, а что делать, а к кому обращаться. И, как правильно говорит Наталья Николаевна, я не успела отметить у меня в докладе, но в метаанализе, который проводил ВОЗ, там есть результаты исследований из разных стран, которые показывают, что именно ключевым группам больше нравится покупать тест в аптеке, тестироваться, а потом идти в специализированные учреждения. Вот что нам показывают, то есть они и предпочитают такую меру. Но при этом действительно, кроме того, что на этом урокуик написано, что вы должны делать, там должен быть телефон, они должны понимать, куда обращаться и так далее. Поэтому с этим вопросом есть еще однозначно вопрос, и ВОЗ здесь вам ответ полностью не даст, потому что все это должно быть сделано в унисон с алгоритмами тестирования на уровне страны. Наталья Николаевна, попросим вас тоже комментировать. В том числе и в контексте, у нас же это лето 4 города в России принимают Кубок Конфедерации, и приезжают сотни тысяч гостей всему миру на большой международный футболный турнир. И 2018 года ожидается от 8 до 10 миллионов гостей в России, 12 города, которые приедут в Россию. И может быть они думают, что с точки зрения принимающих города, о, но среди них кто приедет, какие заблевания. И может быть с точки зрения гостей, читая новости о ситуации по ВИЧ-инфекции в России, они больше беспокоятся о том, что надо правильно себя вести, чтобы не заразиться именно в России. Как вы думаете, как можно в России сможет использовать в том числе и большие спортивные мероприятия для проведения большой масштабных мероприятий по тестированию, раздаче презерватива и информированному населению по ВИЧ-инфекции? Ну, несомненно, это будет делаться. Это, в принципе, уже и такой опыт у нас есть. Это будет продолжаться. Но вот я хочу поблагодарить молодого человека за вопрос. Действительно, вопрос очень хороший. И он перекликается с тем, что я говорила. Я говорила, что пожилые у нас не охватываются, да, дети. Но на самом деле молодежь и подростки – это тоже группа, о которой мы очень мало знаем. То есть мы регистрируем очень мало случаев среди этой группы, но в том числе и потому, что мы их просто не тестируем. Они не попадают у нас в систему тестирования. Я проводила сейчас проверку данных по ВИЧ-инфекции. Мы регистрируем случай и увидела, что у нас по одному из субъектов федерации, я не буду его называть, вдруг выявилось очень много подростков ВИЧ-инфицированных. Я говорю, что у вас там произошло, у вас вспышка какая-то среди наркопотребителей? Они говорят, нет, Наталья Николаевна, это у нас была неделя тестирования. Мы тестировали в торговых центрах. И стали приходить подростки, приходить своих друзей приводить. И среди них мы выявляли сразу 30 человек ВИЧ-инфицированных. Мы просто никогда раньше их не тестировали. Мы не знали, что среди них могут ВИЧ-инфицированные быть. Поэтому, с моей точки зрения, мы, конечно, должны очень активно молодежи именно предоставлять информацию о важности тестирования и о том, где такое тестирование можно провести. Я бы с осторожностью отнеслась к инициативе открыть кабинеты тестирования в медицинских учреждениях. Объясню почему. Меня очень волнует вопрос о конфиденциальности и последствия выявления ВИЧ-инфекции. То есть вот этот вопрос, мне кажется, здесь может быть очень и очень важным. Но существуют же, собственно, и другие какие-то подходы. То есть у нас сейчас очень во многих регионах страны рекомендовано тестирование для вступающих в брак, например. Ну, по-хорошему нам, конечно, надо, чтобы они тестировались не перед браком, а перед тем, как вступают в половые контакты. Так, если честно, да, без презерватива. Но, тем не менее, то есть на самом деле, с моей точки зрения, опять же, здесь информация и нацеленность наша на эти группы населения, она ключевую совершенно роль играет. И у нас молодежь проходит диспансеризацию. Я думаю, что в рамках диспансеризации мы могли бы предлагать этим людям проходить тестирование. Важно только обеспечить, чтобы вузы или какие-то другие учебные заведения, в которых эти люди чаще всего учатся, молодые, чтобы они не узнавали результаты. Вот это для нас принципиальное значение имеет. И как это обеспечить, это вот следующий пласт проблем. Спасибо. Улан Кушпашевич, скажите, пожалуйста, конец апреля должен состоиться ежегодное совещание министра здравоохранения стран СНГ в этом году именно республики Киргизстана в Бишкеке. Поэтому, если у вас была возможность писать проект, декларация к отношению ВИЧ-инфекции, что министр здравоохранения стран СНГ, какие новые обязательства или приверженности к отношению 90-90-90, что они должны делить, которые до сих пор не делятся на уровне стран, министерства здравоохранения стран СНГ. Что вы писали в этом декларации, пожалуйста? Ну, вопрос, конечно, интересный. Дело в том, что, по моему мнению, прежде всего необходимо, чтобы была политическая приверженность в борьбе с ВИЧ-спидом. Не все страны воспринимают это, не все политики воспринимают. И даже у нас в стране мы периодически сталкиваемся и со стигмой дискриминации, как со стороны, скажем так, парламентариев, так и, заканчивая, медицинскими работниками. В то же время, на фоне сокращения финансирования со стороны донорских организаций, необходимо увеличение финансирования из государственных бюджетов. А по поводу того, что задавал вопрос молодой человек, я хотел бы сказать, что если был бы однозначный универсальный рецепт работы с общим населением, которое позволило бы выявить инфицированных, такому человеку можно было бы дать сразу Нобелевскую премию. Поэтому ни у кого нет рецепта такого комплекса мероприятий, который позволил бы решить все вопросы сразу. Но самое главное, что мы находимся на длинном пути и данный, так скажем, путь зависит от нас всех, как мы достигнем цели. Спасибо. И последнее слово очень короткое, если можно, Ира, с точки зрения Ева. Что как не только женщина, но и эта сфера неправительственной организации в качестве партнера сможет расширить не только в качестве адвокации, но именно по предоставлению услуги по тестированию. Как вам кажется? Как вы видите, есть нища именно в России для неправительственной организации, что в партнерство медицинские учреждения они предоставляли услуги по тестированию на базе НПУ? Я думаю, что некоммерческие организации с радостью на это откликнутся и за это возьмутся, если им дадут это сделать. Я еще раз повторю про тестирование немедицинскими работниками. Мне кажется, что сейчас как раз у нас создаются благоприятные для этого условия, когда на достаточно высоком уровне признается роль НКО и роль их взаимодействия с государственными учреждениями, в том числе по доведению выявленных случаев или людей, которые давно не наблюдались в Центр СПИДа и улучшению диспансеризации. Я хотела бы небольшой комментарий, такое пожелание к Всемирной организации здравоохранения и к ЮНИЦ адресовать. На самом деле я здесь присутствовала на нескольких мероприятиях международных, где активно обсуждалось, каким образом может быть предоставлено лицензирование неправительственным организациям, которые проводят тестирование, и какое обучение должны проходить эти люди, и кто должны быть эти люди. В действительности вот такой рекомендации, насколько я знаю, пока нет. Хорошо бы, если бы она появилась. Рекомендаций действительно нет, потому что если мы говорим, что они должны быть обучены, для этого должна быть курикул, а соответственно мы не разрабатываем курикул, но это можно решить. Другое дело, что есть модели, которые где-то описаны. Я лично видела такую модель, может быть это не самый лучший вариант, но это в американской клинике в Нью-Хевене, где все очень близко как-то расставлено, но когда мы пошли разговаривать с теми, которые делали тестирование в мобильной бригаде, это были люди обычные, я задала очень четкие вопросы. Я говорю, а ты обычен кем и какой у тебя сертификат? Он сказал, что 6 месяцев я проходил обучение по государственной мастер-программе, которая одобрена чуть ли не Министерством социальных услуг или еще что-то, управлением. После этого он получает вот этот сертификат, только если он проходит государственный экзамен. И тогда он имеет право работать в этой мобильной бригаде. В свое время, когда был национальный проект и когда я работала здесь, я задала такой вопрос Министерству здравоохранения, они тоже задались вопросом, потому что было очень много НКО, которые теряли свою роль, но оказалось, что эта проблема немного более комплексная, чем Министерство здравоохранения и учреждения, которые привлечены в сферу здравоохранения. Оно уходит далеко в Министерство образовательных программ. То есть должны быть привлечены образовательные программы, непосредственно университеты, там, где учат социальные службы и так далее. Поэтому если найдется на уровне страны возможность все это сопоставить, может быть и будет возможность, потому что непосредственно в Питере есть ряд учреждений, которые были бы заинтересованы. Но в свое время для меня показалось это пока что сложным решить на уровне межструктурных. Возможно, этот вопрос можно решить и более краткосрочными курсами, как, например, у нас есть в одном из регионов, по-моему, даже инструкция о том, что не медицинские сотрудники могли бы проводить экспресс-тестирование, но при этом они должны пройти обучение в центре СПИДа. Тут вопрос еще, обучение дует после тестовому консультированию, естественно, там смежные темы. Ну, то есть очень сложные темы. Я почему и вопрос этот задала. Я знаю, что эта проблема не только в нашей стране, и даже не только в наших странах, в Восточной Европе и Центральной Азии. Она вообще во всех странах существует. Поэтому действительно все-таки какие-то более-менее стандартизованные подходы всем бы пригодились. Я, правда, не думаю, что у нас найдется НПО, которое на 6 месяцев может отправить обучаться своих сотрудников. Ну, то есть я таких, мне кажется, не знаю. И куда главное еще? Второй вопрос – куда? И чему? И, наконец, чему? То есть речь идет о какой-то там более-менее почти профессиональной подготовке. Но именно вопросы консультирования и тестирования, наверное, представляются за какой-то более короткий период. Можно было бы, наверное, изучить. Рекомендации нам очень пригодились бы от Ваших двух организаций, уважаемых. 100%. Я не могу сказать, что есть универсальный ресепт, который подходит все стран с учетом особенностей, социальной, образовательной особенностей. Но такие рекомендации со стороны отдельно взятых стран есть. И мы немедленно к Вам вернемся, Наталья Николаевна, в писанном виде, о несколько таких примерах, где не только неправильная организация проходила такого рода обучающий программ для предоставления тестирования на ВИЧ-инфекции, но это сделано по заказу со стороны государственных учреждений. Но я хочу благодарить всем участникам данной панели. Очень интересная, очень важная дискуссия. И единственное пожелание с моей стороны, зная о том, что обсуждение по самотестированию проходит на протяжении много лет. И даже рекомендации FDA США вот было принято, по-моему, с 2012 года к отношению до контактной профилактики, что мы больше времени не теряли только на обсуждение, но мы перешли, конечно, с определенной разумной осторожностью, но тем не менее, его полноценное использование. И по самотестированию, и по доконтактной профилактике. Спасибо. Тогда, коллеги, я прошу, у нас остались два сессии. Очень интересно, очень важно. Я в первую очередь предлагаю к трибуну, пожалуйста, очень близкого друга и коллеги из Португалии. Португалия является членом нашего оргкомитета. И как 2018 года господин Луиш Мендау. И Луиш на протяжении многих лет является не только очень активным активистом Европы, все его знают и очень считается его мнение в сфере активистов, в том числе и активистов с открытым ВИЧ-положительным статусом, но как один из лучших экспертов Европы на сегодняшний день по доступности лекарственного обеспечения в сфере ВИЧ-инфекции и гепатита. Поэтому он предоставляет EATG, Европейские группы, коалиции по лечению, и также, пожалуйста, представители из ФАСА и Григорий Вергуса, пожалуйста, из ITPC России Санкт-Петербурга. Пожалуйста. Луиш. Спасибо. Виней поставил меня в сложную позицию. Это, наверное, третья разница, когда я поговорю о прокурорах и о том, как, чтобы улучшить прайсы. Это было на моем генетое за более чем 10 лет. Первое, я бы хотел сказать, что я здесь, чтобы научиться. Я думаю, что я принимал, чтобы быть частью из-за подготовки, который организовал ИКАК, чтобы научиться и дать, как и экстерна, взаимодействие. Я вижу, что мы имеем эксперты, экстернаторы на здоровье, экстернаторы на клиниках, на клинической сферы, на докторах, на организации интернационных. Я думаю, что мой роль должен быть частью из-за подготовки на Россию. Это было бы как-то рекомендация для приглашения. Мы видим, что, из-за точки зрения общества, эти ограничения не работают, и они не обладают эпидемию чтобы пришли в Россию. Можно мы начнем? Я думаю, что мне нужно сделать первую introduцию о том, кто я. Таким образом, личный нот и интересный дисклозер. Я живу с Айдом, не только с Айдом и с Сиротиком. Я почти 60 лет. Я ухожу на храническом сердце за 22 лет. Я был диагнозом с ледной стадии Айдом, C3, для тех, кто знает, что это означает. И я должен умирать очень скоро, в то время. Я также был коинфекционом с эпатитом C. Я ошибался два тракта с интерфероном. И, наконец, я был подчинен в 2015, в межнем 2015. И, соответственно, есть какие-то знаки В 2008 и в 1980 я был использоват heroin и кокаин, и мы думаем, что это были мои заболевания заболеваний, которые привыкли к my HIV, hepatitis C, инфекция. Я также был сексуально heterодокс, поэтому я был человек, который был секс с женщинами и мужчинами, и я думаю, что моя инфекция HIV привыкла от секса нестабильного. Дальше я взрослый и становился моногамическим человеком, поэтому моя жизнь сейчас является хорошим гражданом, поэтому мы можем все потом становиться хорошими гражданами. И еще одна причина, почему я решила приехать и принимать, потому что я действительно верю, что я чувствую себя европейским, и я вижу европейских вокруг этого места. Я знаю, что есть европейская федерация, есть европейская федерация, есть европейская Азия, есть бальканы, etc. Но есть некоторые факторы коммунные между нами, как люди. И я тоже хочу сказать, что я люблю Россию, и я люблю европейская Азия и европейская Азия, и я люблю людей здесь, и мои коммуникации. У меня естьLard, и я люблю губы, и я люблю Лару, и я люблю Европейскую Азию, и я люблю Россию. Why am I saying this? Because I believe that we are in a continent where there is good science, there is good public health, there is good capacity to treat, and we are performing very bad. It is not only in Russia that on HIV, hepatitis and TB we are performing bad. Everywhere, even in Netherlands, there are things that could be improved and there are many problems that we can improve. And as Vinay said, can you pass for the next or can I do it? I really believe that we have so many good tools to respond to HIV, hepatitis and TB. And I will keep repeating these HIV, hepatitis and TB because I believe that we need a public health approach regarding these epidemics. And I also would include, and that's something that I didn't ask before coming, how is the situation of another sexual transmitted infections. Because the sexual transmitted infections are a good marker for risk of HIV. And probably even for the prevention tools, it should be good that we understand how can we respond and identify, diagnose and treat. So, use science, state of art, prevention, testing, linkage, treatment, and keep people on treatment. Know the epidemic, this is essential, set goals, measure the responses, ensure political leadership and commitments. And the political leadership. It's key because we are lacking political leadership all around Europe, not only in the Russia Federation or in Central Asia. Well, in Central Asia it seems that there are more political commitments than in some other parts, but I know that this is absolutely key for us to decide. Work together. Work together. I think that some years ago I did said that it was dialogue. Now I think that it needs to be more than dialogue. It needs to be working together. There is no possibility in Eastern Europe and Central Asia nor anywhere else to tackle these epidemics if the doctors, the researchers, the experts, the communities, and the decisions don't work together. And if we don't measure what we are doing, it's impossible to arrive to the places. And I'm about to go to what I was commissioned to say. And if I miss some numbers probably then you can correct me, but I think that the order is important and it's very basic that we need to estimate the size of our problem. How many people should be in treatment by 2020? I heard that probably by 2020 at the current rate of new infections, Russia will have between 1.2 million and 1.4 million people living with HIV. And at least a million should be on treatment by 2020. So I made this very basic calculation. I didn't want to put 200,000, but it's around 200,000 people that would need to arrive on treatment per year until the end of 2020 to meet the international targets. And I know that Russia is this big continent country, but there is also the countries around. And we need also to have, as we need to have these disaggregated cascades for MSM, sex workers, people using drugs, etc. We also need to have these disaggregated cascades for different countries and even for different cities. So we need also to estimate where should we be in the different countries in Eastern Europe and Central Asia in 2020. So my first very second provocative question is could the Russian community and the Russian authorities try to commit that by next year, April, we would have 450,000 people on treatment in Russia? I think this is feasible. Can I go? So, there is no doubt nowadays that public health and individual health of people living with HIV benefits from IRV treatment. It stops transmission, it stops the progression of disease or the outcome of disease. So, we never had so much evidence about the need for identify as early as possible the infection and treat immediately. And, of course, this needs treatment literacy, this needs, it's a challenge, but it's something feasible. I think that there is no problem whatsoever to produce annually the 1.5 million treatments for people in the Eastern Europe, Central Asia. The world is producing treatment for around 20 million people, so it's completely feasible to produce these treatments. The cost for producing, it's not the same that for delivering treatment or for the business agreements with the different companies or generic producers or whatever you can use. Of the traditional first line and second line is less than 100 million US dollars for 1 million people. And I believe that in this region, this amount of financial resources does exist. And, of course, there is much more money that needs to be there for delivering the services and delivering them well. The cost to produce the new IRVs with high barriers to resistance that are low dose, that are highly efficient, safe, well tolerated, will be lower. And I think that this is very important. I remember Gottfried talking about it, this new 50 milligrams, 25 milligrams, et cetera, are completely cheap to produce. And they are more efficient and they have better genetic barrier and you can prevent epidemic of resistance to IRVs if you make the right choices. Examples where that did work. Africa with HIV, it's probably in my lifetime the most outstanding medical intervention we have seen. I remember in 2000 we discussed in Durban if Africa would only have prevention but let the people who were already infected die. Because many and many good people were convinced that it was impossible to treat people in Africa. Recently, Australia with HCV in the different business got this deal with Gilead that they pay for, I don't know, X amount of money for two years and they can treat everyone. So there is a cap. The government knows exactly how much they will pay for the drugs. And they are already treating three times more people than what it was estimated. So the price of the cure in Australia for the hepatitis became much lower than anywhere else among the so-called rich world. But when I say much less, it's 10 times, 12, 15 times lower than in these places. Then I remember very well the fight in Brazil, in Thailand and in many other what was called middle income countries to get access to genetics. The pharmaceutical industry did behave very badly at the time. It was a big fight and this needs to be again a fight. That we want innovation, we want new drugs, we want that this model of business is sustainable, but we also need absolutely equity. And the trip flexibilities can and must be used if negotiations fail. I'm in favor of fair pricing, I'm in favor of affordable price for anywhere. But if there is no solution, the governments have the duty to protect the public individual health of everyone. So I think that this is a strong mechanism for negotiation. We have also a different situation now where we have many good IRVs that became genetic everywhere, not only in Africa and in the countries that could access these medicines. And so we say we could treat by $150 per year, but I can pay a little more if I have a better solution, but not $10,000, $5,000, $1,000 even $500 in a country that needs to treat 1 million people is too much. I was involved in the Portuguese situation, but it's going very well and we had a good price. And two years later after having universal access, we are now paying half of what we were paying was already considered a very good price. What to treat with? I think that what is the best for public health and individual health. This should be the aim. If there is no agreement and if the producers don't arrive to a conclusion, I am, my community is ready to protest, ready to make a fuss. But I think that it's very important that we try to use the best medical technology that is available and the simplest one. If we fail, then we can consider second option or third option, but I believe that the first option is to treat with the best. The cooperation and collaboration will be essential. What I would like to say in Russia and in Eastern Europe Central Asia is that it's no one from outside that will deliver solutions. It must be a work of the health professionals that you have or that you are, the communities that you are organizing and trying to put the national health systems, the public health specialists. You need to find and to show to your political decisions that without them, without political leadership, it will not be possible to implement fully what is needed to solve these situations. One thing that I used to say in my country, in places that I have been, is that contrary to what you would imagine, to do good public health saves money, saves lives and we get better societies. So even if you are not very interested in people in prison, in people that use drugs, in people that do sex work, etc., the fact that you can provide good services at an affordable and fair price benefits the whole society. We need the public. We need the public to be in our side and not against us. And I think that this is feasible, provided that we show that we are using with very good sense the resources that we are using. Of course, I am a fan of World Health Organization and the role of European 53. I am a fan of UNAIDS and I must tell you that I believe that we can use Lingua Franca. I was born a very Latin person. I knew Portuguese, Spanish, French, Italian. Well, in a certain moment at 40, I had to learn English and to destroy English because I needed to communicate to other peoples. So I really believe that we need to put Russian with Lingua Franca in this region as a tool to communicate. And I hope that in age 2018 there will be a huge presence of simultaneous translation with Russian. I know that we that will speak English will have a good translation here in one year something time. I will try to know, learn basic Russian so I don't feel so outside of communication as I'm feeling these days. So, sorry to use this slogan that probably is not very popular these days, but I believe that few people very committed can make a huge difference and that it can be done, provided that we find the willingness in all the stakeholders to solve this problem. Thank you. Thank you very much, Luis. If I can ask you to take a seat here amongst the other panelists. I will start with the first question. Надежда Александровна, заместитель начальника управления контролл в социальной сфере торговли Федеральной антимонополной службы в России. Надежда Александровна, недавно ФАС впервые, на мой взгляд, опубликовала очень большой доклад именно по ценовой политике на ВИЧ-инфекции в Российской Федерации, где я видел очень интересный сравнительный результат по стоимости одни и те же антивирусные препараты. Сколько платят не только в России, но еще в особенности местные, вот, закупка 85 федеральных субъектов в Российской Федерации, где в России отличается стоимость внутри России, а еще сравнили вы это с, по-моему, 10 других стран, нет? Еще больше. Но это только выборка по 10 стран. Что очень интересно, в России однозначно лечит намного больше ВИЧ-инфицированных людей в России, чем, может быть, все остальные стран Восточной Европы и Центральной Азии вместо взятия. Но, тем не менее, цена, которую Россия платит за антивирусные препараты, значительно выше, чем во многих стран, не только сколько они закупают по линии глобальный фонд, но, в том числе, сколько они закупают антивирусные препараты за счет госбуджета. Можете объяснить не только, какие выводы сделали ФАС на основе результатов ваших исследований, и что вам кажется стоит за этой ситуацией, как можно выровнять эту ценовую политику к отношению доступа антивирусных препаратов для лечения ВИЧ-инфекций в России? Спасибо. Я постараюсь очень коротко рассказать, потому что, в принципе, мы уже публиковали на сайте, но ежедневная ситуация несколько меняется в лучшую сторону. Вот я как раз хочу об этом сказать. Мы анализировали... У нас второй сейчас идет этап международного сравнительного исследования цен на лекарства. В первом этапе, я об этом рассказывала полгода назад, мы снижали цены на лекарства по семинозологиям, по программе государственной семинозологии. Это самая затратная программа для федерального бюджета. Сейчас мы приступили ко второму этапу. В рамках первого этапа у нас очень положительные и быстрые результаты, эффективные были достигнуты. Мы очень короткий период снизили цены на 112 лекарственных препаратов, по семинозологии, то есть это дорогостоящие лекарственные препараты, которые закупаются за счет федерального бюджета. И приблизительно экономия для бюджета Мездрава в течение этого года составит уже 5 миллиардов рублей. Мы хотим таких же результатов сейчас добиться, но хотя бы приблизительно таких же по препаратам для лечения ВИЧ, туберкулез, гепатит. По ним мы уже завершили подведение итогов самого исследования. Мы выявили, что практически половина препаратов, по которым выношли цены в других странах, к сожалению, не по всем препаратам удается находить в открытых источниках или через наше торгпредство информацию о ценах в других странах, потому что это является такой коммерческой тайной. Многие страны просто отказываются предоставить какие-либо данные, потому что эта информация очень закрытая. Но есть страны, где, как и в Российской Федерации, публикуются цены и госзакупок, и федеральных программ, и цены регулируемые. И нам удалось найти где-то около 40 стран, в которых все-таки мы нашли информацию о ценах, в том числе по ВИЧ препаратам. И вот по ним получилось, что из найденных примерно 185 препаратов, по-моему, было проанализировано, половина оказалась, мы нашли по половине препаратов, страны, в которых цены ниже, чем в Российской Федерации. При этом у нас цены на ВИЧ препараты, это цены, которые регистрируются, цены, на которые регулируются. И при регистрации этих цен мы сравниваем цены с ценами в других странах. То есть мы это делаем в рамках самой регистрационной процедуры. К сожалению, компании то ли не всегда достоверную информацию нам предоставляют, то ли не всегда у нас есть возможность ее перепроверить. Но вот сейчас получилась такая ситуация, что по 95 препаратам завышены цены в России. Они не завышены, я вот говорю, что они завышены, то есть они не самые высокие в найденных странах в мире, да, конечно, не самые высокие, но и не самые низкие. А нам бы хотелось все-таки, чтобы у нас цены были наиболее низкие или приближены к этому. И сейчас мы опубликовали на сайте информацию о том, чтобы и на сайте информацию опубликовали, и в письма напрямую каждой компании направили, какие цены были найдены, с просьбой в добровольном порядке, для того чтобы не привести к ущербу для пациентов и для государства, а для того чтобы не изъять из оборота эти препараты. Мы пока попросим в добровольном порядке, призываем к совести фармкомпании, чтобы они снижали эти цены. В рамках первого этапа достаточно активно компании снижали эти цены, и мы только по одной компании были вынуждены отменить зарегистрированную цену. В рамках второго этапа этот процесс уже начался, уже 50 цен было снижено добровольно. Это очень хороший результат. По деньгам это, конечно, результат гораздо менее внушительный, потому что цены на ВИЧ препараты ниже, чем цены на препараты для семинозологии. Но все-таки эффект уже есть, и цены снижаются и на 50%, и на 30% по разным препаратам. И вот сейчас у нас среднее снижение по всем препаратам, по которым уже произошло, 31%. Это буквально мы объявили в начале января, сейчас конец февраля. То есть каждый день мы обновляем эту информацию. По остальным препаратам, которые пока не снижены, мы проводим расследование, потому что требуется верификация полученных данных, уточнение цен, которые были в ретроспективе, то есть на дату регистрации цен в России, для того чтобы уже не в добровольном порядке, а более жесткие какие-то меры применять компаниям. Но сейчас вот снижены цены на левофлоксацин, циклосерин, ламевудин, ритонавир, моксифлоксацин, пегасис, зедовудин и другие препараты. Компании не буду перечислять, если интересно будет. Все это за полтора месяца? Это буквально за полтора месяца, да. Сейчас, естественно, процесс весь продолжается. Еще исключено из реестра цен 8 лекарственных препаратов, но это не те препараты, которые прекратили сейчас обращение. Это препараты, которые давно уже не обращаются на рынки, но информация о них вводит нас в заблуждение, то есть она находится в реестре цен. И мы попросили компании тоже помочь с чисткой реестра цен, который ведет Минздрав. И вот сейчас уже 8 неактуальных цен было исключено из реестра, и еще 11 заявлений, поданными в здрав. Это что касается цен. Спасибо огромное. Можно тогда я к вам обращаюсь? Григорий Сергеевич Вергус. Григорий является координатором ITPC в Санкт-Петербурге. И ITPC – один из самых опытных общественных организаций в России, коалиции, которые постоянно осуществляют тоже некий общественный контрол, мониторинг за доступ не только лекарства, но в том числе ценовой политике по той или другой схеме. И, как вы видите, потому что я очень активно наблюдаю за том числе тех постов и новый аккаунт «Перебой.ру», информация, где есть очень ограниченный доступ к той или другой схеме, первой, второй линии, где, не дай бог, произойдет даже сток-аут в регионах России и другие регионы, другие стран Восточной Европы, Центральной Азии. С одной стороны, очень обнадеживает то, что есть государственная стратегия, есть отмеченный план по немедленному разворачиванию доступа к лечению, одновременно, когда не безболезненно переходит этот вопрос рецентрализации закупки. Какая позиция со стороны ITPC и какие у вас конкретные предложения к всем партнерам? По поводу цен довольно интересная цифра прозвучала по 30%, потому что мы проводим ежегодный анализ, грубо говоря, всего рынка АРВ препаратов в России. И мы вот сами для себя когда обсуждали, какая вот цена будет безболезненно, какое снижение будет безболезненно для всех, какое мы видим чаще всего там, где появляется конкуренция. И мы тоже вот пришли к цифре 30%. То есть 30% – это там, где можно совершенно спокойно было упасть в цене. По поводу того, что происходит сейчас в процессе обратной централизации. По нашему мнению, в 2016 году мы увидели довольно такое беспрецедентное снижение цен на препараты «Нафавер», которые входят в первый лизний ВОЗ и в который будет являться самым основным, насколько мы понимаем, Российской Федерации. И для нас это было очень приятное известие. То есть мы очень поздно его получили по сравнению с остальным миром. Но то, что он снизился там практически в десятки раз, то есть можно даже так сказать, то есть иногда цена доходила до одного доллара за пачку. То есть это, конечно, самая низкая цена, но все равно. И к концу года мы получили, что первая линия стоит у нас меньше тысячи рублей, это меньше 15 долларов. И годовой курс примерно по нашим подсчетам стоил примерно 150 долларов. То есть 2016 год вот в плане цен для нас был очень хорош. То есть мы увидели, что у нас есть огромный потенциал для снижения цены. Вот. Также мы в 2016 году увидели огромную разницу в ценах в различных регионах России. И мы понимали, что централизация – это очень логичный путь для того, чтобы выровнять цены и постепенно начать их снижать. Вот. Но проблема в том, что там наслоилось несколько проблем. И сейчас вот можно сказать, что мы столкнулись с кризисом, который мы видели примерно лет пять назад. Неправильное планирование на местах и отсутствие четкой информации и четкой инструкции из центра. И все это вылилось в то, что сейчас у нас есть сообщение примерно из 20 городов о том, что пациентов просто кидают от одной схемы в другую. Меняют абокавир на тенофавир, меняют атозановир на калетру, либо обратно. Ну, то есть мы видим совершенно разные варианты. И самое страшное, что сейчас мы опять видим начало использования стаудина. Притом не то, что начало, а то, что людей переключают на стаудин и совершенно без каких-либо медицинских показаний, без каких-либо консультаций. И то, что мы видим сейчас, мы видим о том, что, в принципе, социально благополучных людей, женщин, даже в случае с беременными, то, что им опять начинает давать стаудин. Это вот к вопросу о том, что мы очень долго пытались вывести его из списка жизненно важных препаратов, но все всегда рассматривали это как супер запасной вариант. И то есть сейчас мы имеем такую ситуацию, когда на местах нет препаратов, и у нас есть палочка-выручалочка в виде стаудин. Вот. По нашим прогнозам сейчас ситуация будет постепенно ухудшаться, потому что закупки до сих пор не произошли. Федеральные. Да, федеральные. Соответственно, сейчас мы находимся в неком информационном вакууме. Мы не знаем, сколько закупят, мы не знаем, какой конечный бюджет, и мы не знаем, по каким ценам все это будет. Ну, мы надеемся, что цены будут сравнительно с 2016 годом либо ниже. Ну, мы надеемся, что ниже, потому что смысл централизованной закупки как раз в том, чтобы снизить эти цены. Но какие конкретные цены, пока нам сказать очень сложно. И учитывая то, что существует план по набору дополнительных пациентов, мы вот таким с интересом, с тревожным интересом смотрим на 2017 год. То есть абсолютно точно мы будем видеть переключение людей на, скажем так, на схемы вниз, то есть со второй линии на первую. Возможно, мы увидим набор пациентов, дай бог, только в конце года. И сейчас мы уже видим дефицит. Вот у нас есть два региона, которые четко показывают дефицит, которые признали всю жизнь. Вот, поэтому 2017 год вот с нашей точки зрения будет весьма-весьма интересно. Все это еще проблема усугубляется тем, что отсутствует адекватная, ну, как я уже сказал, отсутствует какая-либо четкая информация из центра, но и крайне-крайне плохое консультирование на местах, в регионах. Первое, людей не дают никакой адекватной информации, почему меняют схемы и что будет в дальнейшем. И мы понимаем, что у самих врачей нет этой информации. То есть такое вот, то, что нам передают пациенты, врачи им говорят, вот тебе на месяц, что будет дальше, мы абсолютно не знаем. И это я вот четко могу сказать, что это такая постепенно, постепенно возникает легкая паника, что же будет в дальнейшем. Постепенно мы видим о том, что некоторые люди говорят, что лучше мы сами уже будем покупать эти препараты, нежели мы будем зависеть от спид-центров, которые сами не знают, что произойдет в будущем. Вот. И вторая вещь, которая тоже нас, по нашему мнению, нас будет преследовать в 2017 году, это в связи с увеличением пациентов на генерических препаратах мы будем получать все больше и больше информации о побочных эффектах. И, к сожалению, уже сейчас мы видим о том, что частота возникновения побочных эффектов различна при применении различных генериков. То есть, когда один человек переключается в одном МНН между разными производителями, у него разные побочные эффекты. Либо, например, когда он сходит с комбинированных препаратов и переходит на монокомпоненты, у них частота побочных эффектов тоже совершенно разная. Это означает, что разное качество препаратов. То есть, для нас, как для сообщества, сейчас еще стоит задача выстроить систему мониторинга побочных эффектов. Потому что, грубо говоря, надеяться на то, что априори все препараты будут качественны, вот сейчас мы уже не готовы так говорить. Мы понимаем, что количество заявлений о побочных эффектах будет расти именно с применением устаревших препаратов. Но, с другой стороны, качество, к сожалению, тоже начинает играть важную роль. Вот это вот то, что я хотел сказать вкратце о России. Спасибо, Григорий. Луиш, я бы хотел вернуться к вам за момент. Первое, я знаю, что ЕАТГ всегда взял очень сильную позицию на Ставюдин Д4Т. И я спрашивал, если вы могли бы это объяснить из европейской точки зрения, из точки зрения европейских адвокатов. Второе. 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 You've also been a very strong advocate for making sure that the most innovative forms of antiretroviral treatment, including, and I think you mentioned, or at least was mentioned earlier today, dolutegravir, is kind of fast-tracked into available first-line regimens wherever possible because of its very, very, very robust resistance profile, but also there's issues related to cost and accessibility. I'm wondering from your perspective in Portugal, your perspective in ЕАТГ, how has this issue been dealt with, at least amongst treatment activists in the EU? Thank you. Okay. So, I must tell you that I used Stavudin for seven years. I did survive, but the marks are here. What I would like to say is that for a long time we think that Stavudin should be stopped to be produced. There is no need. There was a moment when it was needed. There was a moment when it was useful. And, but for more than 10 years, we have much better alternatives. I think that there are other drugs that should stop to be produced, including nowadays AZT and DDI and some others. And I believe that people can live in different countries with different commercial capacity or economical capacity, but else is a basic human right. And everybody, regardless of where they live or what is their economical capacity, they should have access to the best options. And it's the case, again, that the best options are cheaper and easier to produce. So, there is no reason why we should not, in Africa, in Russia, in Portugal or in the United States, use the best medical technologies and the easiest ones. I know, and we are trying to fight because I am a treatment activist. Again, there is a second problem that I hear here in Russia and in Eastern Europe usually, is this long, strange story about being in love with Calitra. Calitra is a very nasty drug. There are plenty of other options that are much better than Calitra. We cannot understand why there are no options for Calitra. And it seems that you are paying it a much higher price. So, really, I think that we should discuss these things. And I'm really in favor, as you know, I'm not a VIV person, point. I did fight with VIV all my life in previous years. But Dolutegravir of the integrase inhibitors seems, doesn't seem, is the best drug. Rautegravir is as good, but the profile for resistance is much lower. I use Rautegravir because I take my pills, it's twice a day, no problems with that. It's a very clean drug, it's very easy to use. Tenofovir is another key drug. By the way, I don't also understand why you can start to plan to use tenofovir with alafnamid instead of diproxil. You need only 25 grams of tenofovir in basic ingredients to provide the same treatment effect that you need with 250 milligrams of tenofovir when you combine it with the salt, the isoproxil. So, even for storage, for being able to swallow the pills, having less side effects in bone and renal, you should start because it will be ten times cheaper to produce than the current one. So, don't ask for the best, because the best is usually cheaper than the old versions that we knew. That's why I believe in progress. I was saved in my life because I had access to IRVs. I have no doubt about it. And recently, because I was a null responder to interferon-based regimens for hepatitis C, and with the new drugs I could have my cure and stabilize and probably safe because I was going quicker to end-stage liver disease if the infection was not stopped. Thanks, Luis. If... 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 If, if, то или другое министерство, то или другое ведомство. И у меня, тем не менее, очень часто возникают вопросы, когда уважаемый министерство здравоохранения заявил неоднократно, даже на уровне министер, что наш приоритет это ВИЧ-инфекция, снижение стоимости, доступно качественнее лекарство для всей ВИЧ-инфицированной. Но одновременно закупают лекарства, которые все согласны, что вроде бы качественные лекарства, но, насколько мне известно, лекарства, которые делятся по отечественному производству в России, они не приходили в процесс приквалификации Всемирной Организации за хранение. В этой связи у ФАС есть конкретные требования или рекомендации, или это исключительно ведомо Росздравнадзор или Министерство здравоохранения? Я вот как раз хотел прокомментировать, потому что и выступление Григория Сергеевича, потому что такое идет нагнетание ситуации, может быть, немножко там постараюсь адвокатировать Минздрав, но вообще очень жалко, что Министерство здравоохранения не присутствует на сегодняшнем мероприятии. И вот в прошлый раз, когда я участвовала, тоже почему-то от Минздрава никого не было, потому что, конечно, это вопросы чисто Минздравовские, они связаны с тем, что Минздрав занимается регистрацией лекарственных препаратов, и он как раз отвечает за качество, эффективность, безопасность лекарств и за то, как они у нас регистрируются в стране. У нас есть закон, где четко прописаны все процедуры, конечно, препараты, которые не прошли какие-то клинические испытания и все необходимые процедуры, не могут быть зарегистрированы в территории России. А дальше уже после регистрации осуществляется их контроль, мониторинг как раз качества, безопасности, побочных эффектов. И в случае, если побочные эффекты и противопоказания какие-то выявляются, которые не указаны в рекдосье на препарат, естественно, что это функция уже Розаофнадзора вместе с Минздравом отменять регистрацию, требовать внесения каких-то соответствующих изменений. И, естественно, в этом случае такие препараты просто не могут считаться эквивалентными, референтным, то есть оригинальным препаратом. Но я хочу сказать, что Григорий Сергеевич сегодня сказал о том, что есть проблемы сейчас, они есть действительно с закупками лекарств, они, я думаю, связаны прежде всего с переходным периодом, потому что все-таки, когда происходит такое глобальное изменение в плане закупок и централизации на федеральном уровне, конечно, очень много нужно решить вопросов, плюс параллельно мы сейчас проводим вот такую работу по снижению цен на эти препараты. Минздрав, естественно, хочет как можно больше сейчас суметь на тот бюджет, который выделен под эту программу, закупить лекарственных препаратов и обеспечить максимум нуждающихся и в регионах. Поэтому, я думаю, с этим, возможно, связаны вот такие задержки и проблемы. Ну и плюс организационные вопросы, которые связаны с тем, какая терапия подбирается, насколько она адекватна вообще подбирается. Я просто знаю, и мы участвуем, мы вносили поправки в проект программы, вот она у меня на руках есть, выдержка, из проекта программы, который мы согласовали, мероприятие по реализации государственной стратегии по ВИЧ до 2020 года. И там есть очень такие важные мероприятия запланированные, да, в том числе мероприятие связано как раз с формированием федерального регистра лиц, нуждающихся в терапии. То, что сегодня, мы уже давно, как федеральная тенаполинная служба, мы много лет говорим о том, что вообще по каждому заболеванию должны быть регистры лиц, причем такие очень жестко контролируемые, для того, чтобы не было той проблемы, которую мы часто выявляем, когда раздувается потребность в регионах необоснованная. А потом эти же препараты, которые закупаются вроде бы за бешеные деньги, потом повторно, вторично закупаются в других регионах еще раз за бюджетные средства. То есть мы такое выявляем очень часто. Это происходит из-за того, что контроль за введением потребности пока очень слабый, его практически нет. Вот сейчас, как раз в планах Минздрава, такой контроль усилить, более того, мы добились включения в план такого пункта, как внедрение эффективных механизмов снижения цен на препараты от ВИЧ. И в том числе туда входят мероприятия по совершенствованию государственного регулирования. Я, если интересно, могу рассказать буквально двумя словами, что мы предлагаем сейчас, какие проблемы мы выявили, почему цены у нас растут быстрее, чем, может быть, в других странах. Проработка вопроса заключения долгосрочных контрактов на закупку этих препаратов. И проработка вопроса проведения переговоров с компаниями. То, о чем мы говорим очень уже много лет, для того, чтобы цены снижались и были действительно адекватными и справедливыми. И наша норма, которую мы тоже уже, наверное, вы слышали, рассказывали, что мы разработали законопроект о внесении изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации, для того, чтобы сделать более доступную норму, предусмотренную ТРИПСом, о выдаче правительствам Российской Федерации разрешения при наличии действующего патента, для того, чтобы в случае эпидемии, а сегодня практически у нас в стране эпидемия, в случае, если компании необоснованно отказываются снижать цены или отказываются поставлять в Россию препараты на приемлемых условиях, для того, чтобы государство обеспечить более широкий охват пациентов, достичь, чтобы правительство могло действительно вводить такие исключительные меры по выдаче разрешения на производство препарата, находящегося под патентной защитой. Сейчас законопроект уже прошел ОРВ, там, конечно, требуются еще некие доработки, но законопроект содержит в себе три поправки в три закона, это не только Гражданский кодекс, но это и наш закон о защите конкуренции, и закон об обращении лекарственных препаратов, в котором должны быть нормы, связанные с тем, что такие препараты, если на них выдано разрешение, должны регистрироваться в ускоренном режиме, потому что, ну, будет странно, если разрешение будет выдано, а препарат еще, там, пять лет не будет появляться на рынке. Что касается побочных эффектов, я просто схожу из нашего опыта, из опыта ФАС, что, конечно, когда пациентов... То есть та информация о том, что увеличивается количество сообщений о побочных эффектах в случае перевода из поликомпонентных на монокомпонентные препараты не означает еще само по себе то, что действительно эти препараты некачественные, неэффективные и так далее, и они хуже. Потому что мы знаем, что очень часто фармкомпании, заинтересованные продавать по более высоким ценам препараты, а это как раз поликомпонентные препараты, потому что они находятся под патентной защитой, одни из действующих веществ, включенных в них, они очень часто провоцируют пациентские сообщества на панику и как раз на массовые обращения. У нас проблема в стране с тем, что качество вот этих репортов, побочных эффектов очень низкое. То есть практически большинство врачей не занимается вот этим репортированием. В связи с тем, это репортирование усиливается только в те моменты, когда нужно обосновать, почему этот препарат не нужно закупать. Поэтому тут вот есть такая связь, да, и вот само по себе вот та статистика, которую вы видите, она еще не отражает действительно вопросов качества. Хотя, конечно, если это будет связано с качеством, все репорты, они поступают в Розавтнадзор, и Розавтнадзор, конечно, должен разбираться, проводить расследование соответствующее. И если препарат некачественный, выводить их с рынка. Григорьев, вы хотите еще комментировать, пожалуйста. Да, я хотел бы прокомментировать. Я абсолютно с вами согласен по поводу того, что те данные, которые мы получаем сейчас, ни в коем разе не говорят о том, что препараты некачественные. И именно поэтому мы сейчас хотим создать, ну, скажем так, вменяемую систему отчетов о побочных эффектов, где обычные люди могли бы отправлять информацию в Розавтнадзор. Вот, то есть, так, огульно обвинять производителей генерических продукций в некачественности, упаси Бог. Вот, но таких просто сообщений становится все больше, больше и больше. Я понимаю, что и мы, естественно, делим все на два из-за истеричного тона, из-за именно отсутствия консультирования зачастую со стороны врачей, что означает, там, перевод, сегодня был Абаковир, завтра летит, что это значит. Ну, то есть, вот такие сообщения нам тоже пришлось. Вот, поэтому вот наша информация, наша задача сейчас вот максимально объективно посмотреть на это, что это значит. Либо это за счет увеличения количества людей, такое идет прирост, либо действительно существует некая дельта, внутри которой вот люди начинают, как бы, страдать, назовем это так. Вот, психосоматика, возможно, да, возможно, а возможно и нет. Поэтому вот сейчас перед нами вот стоит задача создать вменяемую систему мониторинга, где вот мы четко на цифрах, на то, что отправлено в Росздравнадзоре, на то, что зафиксировано, можем уже говорить о таких вещах. Вот, но, как бы, мы, как со стороны сообщества, мы просто видим прирост таких сообщений, значительный прирост. И мы сейчас уже не можем игнорировать. Мы бы хотели верить, что все препараты абсолютно одинаковы, но нам надо сейчас уже это проверять. Я совсем забыла, хотела сказать о том, что важным еще, вот, важное с точки зрения регуляторики формировать перечень, адекватный перечень этих лекарственных препаратов, то есть госпрограммы. Те лекарства, которые включаются в госпрограмму, должны быть, должны проходить определенную оценку. Вот на сегодняшний день у нас есть положительные движения, потому что ФАС России участвует как раз вместе с Минздравом в формировании перечней. У нас принято постановление правительства 871-е о порядке формирования перечней. Если раньше это был такой закрытый и, возможно, даже коррупционный процесс включения тех или иных препаратов в эти госпрограммы, то на сегодняшний день, и мы дорабатываем это постановление, этот порядок, и на сегодняшний день, конечно, этот процесс становится более объективным и прозрачным. И еще новым шагом, который мы хотим сделать, и мы настаиваем на этом при дискуссии с Минздравом, что у нас на сегодняшний день отсутствует научное оппонирование в процессе как раз анализа заявок на включение в программу государственную. Мы хотим, чтобы компании, конкуренты, в том числе, чьи права могут быть затронуты, тоже могли научно оппонировать в рамках вот этой процедуры. В итоге это приведет к повышению объективности вообще включения тех или иных препаратов. Но вот есть еще и другая проблема, которую сказал наш коллега Луис, о том, что мы почему-то лечимся устаревшими препаратами, они продолжают быть включенными в госпрограммы. Есть такая действительно проблема, что у нас заявительный принцип включения в перечни. То есть более активно мы рассматриваем заявки компаний, которые хотят туда включиться. Но работа самого Минздрава по очистке этих перечней, он, к сожалению, не такая активная по вычищению вот этих неэффективных или устаревших препаратов. К сожалению, не такая эффективная, потому что заявительный принцип. И мы тоже давно уже говорим Минздраву, что нужно уходить постепенно от вот этого заявительного принципа, переходить к какому-то, к больше научной работе самого Минздрава. Может быть, там вместе с другими сообществами ориентируясь на международную практику, на рекомендации ВОЗ и так далее. Спасибо. Мы хотим завершить данную сессию, но прежде чем это сделать, есть вопросы или комментарии из присутствующих в зал? Вопрос академический. Только микрофон нужен, Вадим Валентинович. Если можете, отсюда, пожалуйста, из трибуна, иначе не будет слышно. Спасибо. Сколько таблеток легче принимать? Одну в день или 12? Этот вопрос, потому что все время возникает с Вашей организацией, потому что мы сегодня слышали, что есть препараты, Fixed Dose Combination, в которые входят три компонента, достаточно принимать в день одну таблетку. Но из всех регионов жалуются на Вас, что Вы не разрешаете эти препараты закупать. Вот как здесь это соотносится с Вашими представлениями и о пользе пациентов? Не очень корректная информация, которая к Вам поступает, о том, что мы что-то запрещаем закупать, это не так. Я хочу сказать, что если бы компания, производитель поликомпонентного препарата готова была снижать цены до того уровня, до которого снижены цены на комплекс вот этих препаратов, монопрепаратов, то она бы побеждала в аукционных, и эти препараты бы и закупались государством. Конечно, мы знаем эту проблему приверженности, когда нам все говорят о том, что пациенты более привержены принимать по одной таблетке, а не по две таблетки, а не по четыре. Но, к сожалению, у нас дефицитный бюджет, и мы не можем сейчас себе позволить закупать дорогие препараты на маленькое количество нуждающихся пациентов, и Мездрав, естественно, пытается сейчас максимально охватить, тут, понимаете, тут нужен баланс между максимальным охватом нуждающихся пациентов и качеством этого лечения. Поэтому здесь вот такой вопрос, он спорный. Мы знаем эту тему, она уже давно поднимается, но Мездрав сам написал свое заключение о том, что эти препараты взаимозаменяемые. Так что вопросы компании, которые не готовы снижать цены. Нет, диспульсия, конечно, совершенно неправильная, потому что все пациенты предпочтут препараты с фикс-дост комбинашн. То есть это совершенно очевидно, потому что речь идет о сокращении количества принимаемых таблеток. Поэтому говорить о том, что это какое-то маленькое количество, это выдумки. Это как раз рекомендует... Нет, вы так сказали, что мы их не покупаем, потому что их мало. Наоборот, задача в том, чтобы все пациенты получали именно такие препараты. Извините, пожалуйста, вы меня неправильно услышали. Наверное, я могу еще раз повторить, чтобы вы меня правильно услышали. Почему вы не хотите идти на это? Еще раз, мы хотим идти. Мы еще раз говорим, что у нас... То есть виноваты фирмы, потому что комбинированный препарат сделать дороже, чем взять пастных. Нет, его сделать как раз дешевле. Вот его произвести намного дешевле. Потому что одна таблетка стоит дешевле, чем 10 таблеток. Да нет, произвести комбинированный препарат сложнее. Его легче произвести. Ну как же три компонента соединить вместе? Почему вы думаете, что это легче, чем по отдельности сделать каждый компонент? Потому что мы занимаемся анализом затрат компании на производство лекарственных препаратов, регистрируем на них цены. Вы извините, пожалуйста, но вопрос действительно фармкомпании. Потому что состав... Вы же не говорите о том, что в состав поликомпонентного препарата входит... Любая компания хочет заработать деньги. Это естественно, вполне. Ладно, говорите. Поэтому, наверное, все-таки этот вопрос надо как-то по-другому решать. Не просто взять и запретить, а интересы пациентов все-таки защищать тоже. А не только, значит, бюджет государства. Потому что государство для людей существует, а не люди для государства. Надежда, чтобы у вас была возможность ответить на вопрос. Я так понимаю, это был не совсем вопрос, а скорее выступление. Потому что ответ на вопрос услышать нет желания вообще слышать этот ответ. Так вот, я еще раз повторюсь, что у нас в поликомпонентных препаратах есть действующие вещества, находящиеся под патентной защитой. Компании специально создают поликомпонентные препараты. Нет, они их создают, конечно, для удобства в том числе. Но под патентной защитой находящиеся вот эти действующие вещества отдельно в монопрепаратах стоимость, сумма вот этой стоимости монопрепаратов, она гораздо ниже, чем стоимость вот этой одной таблетки. Поэтому, соответственно, мы должны с вами сделать осознанный и ответственный выбор. Мы сегодня закупаем дорогие лекарства на меньшее количество пациентов, потому что мы не сможем охватить этими деньгами, этим бюджетом, который выделен на госпрограмму всех нуждающихся, понимаете? Вот, мы можем закупить дорогие, конечно, препараты, но обеспечить меньшее количество нуждающихся пациентов. Либо охватить большее количество нуждающихся за меньшие деньги. Вот, понимаете, тут такой баланс. Еще раз, мы знаем эту проблему, знаем проблему приверженности, но этот вопрос больше даже не к федеральной темнопольной службе, а к Минздраву. Если Минздрав считает, что пациент может принимать и стандартами оказания медицинской помощи, там, порядками и клиническими протоколами предусмотрено, что он может принимать не только одну таблетку, но две таблетки или четыре таблетки, и тогда эти препараты считаются взаимозаменяемыми, и тогда на госзакупках нельзя затачивать под поликомпонентный препарат. Но поликомпонентный препарат может участвовать в торгах и победить по более выгодной цене. Луис, вы хотите комментировать быстро, и Григорий, и тогда мы закончим. Продолжение следует... ... Of course, it's easier to take less pills than lots of pills. I started my treatment with 32 pills a day. The second thing, it's as cheap to produce combined pills as in separated. So, I think that it's good that you identify the principles, the active ingredients, and you don't pay more for combined drugs. But you should not exclude, on the contrary, you should promote that at the same price, combined versions are better than the separated ones. And if there is problems of patents on the question of co-formulating, then I think that the Russian government and the other eastern governments should be allowed to be in the best interest of the patients to challenge these patents. Because what I see in Africa, for instance, is that you have combined formulations that you can treat a patient for 100 euros or 100 US dollars per year. So, there is not a problem of excessive cost for co-formulating. So, I really think that, on one side, I understand that we did the same in Portugal. I, officially, when Gilead was protecting the patent of Truvada, said, I wanted to have 10 off of it alone and 3 TC with generic, because I don't think we should pay that price for the co-formulation. But then, the result was that we had a reduction on the price of the co-formulations that allow to treat as much people as possible. Not that you choose between quality and quantity. It's something that we should go together. Whether it's not this or that, it's this and that. They should be affordable, they should be fair price, and they should be protecting the best interests of the patients. So, for example, we have a lot of experts who have a lot of experience, and they said, that the combination of the product is cheaper, than the mono-formal. So, there is only one product, where it needs additional equipment for its creation. And we have a lot of problems in Russia. But, I also wanted to point out another problem. In the case, with the monocomponents, we sometimes can't get a monopreparat. For example, we take the Vipler. We have just in the VLP, we have a nitril-pavirin. It's just because of the problem, which you mentioned, they just don't say it. And, so, patients are now лишены ril-pavirin of mono-formal. So, we could be able to treat more new regimes, but a part of the regime would be a generic. So, I think that, what you do with the change in the system of JNLP, it's very important. I still don't understand why not the M30-A-B. It's just that we have a need for it. Why it's not, there is no objective reason. I just don't understand. And the exception of the same. We have submitted a dossier on the exception of Stavudin. And, so, we understand, how it's a difficult process and a дорогy process. And if no one is interested in it, he will always be there. And we will have exactly the same. Not the same. Let's give him Stavudin. What else is going on? That's why we are interested in it. So, in this case, we support you. We have a lot of respect. We have a lot of respect. We have a lot of respect. представителей от Vive Healthcare, Евгений Константинович Букин. Для завершающего выступления сегодняшней симпозии посвящена тема стратегии 90-90-90 «Достижима ли целовая эффективность антивирусной терапии?» Пожалуйста. Спасибо, доктор Саудана, за представление. Действительно, с большим удовольствием наша компания поддержала столь значительное мероприятие. Действительно, мы имели возможность участвовать в столь разноплановых панельных дискуссиях. И, конечно же, для меня это большая цель – выступать перед столь значительной публикой. Конечно, сегодня в ходе панельных дискуссий обсуждались различные аспекты каскада предоставления терапии пациентам с ВИЧ-инфекцией. Но в своем докладе я хотел бы сфокусироваться на последних 90 в стратегии UNEITS. То есть, насколько сегодняшняя терапия позволяет достичь 90% подавления вирусной репликации у тех пациентов, которые получают необходимое специфическое лечение. Действительно, если посмотреть, на этом слайде представлены данные работы, действительно гигантская работа. В данном метаанализе, опубликованном в 2014 году, были суммированы результаты 114 клинических исследований, в которые было включено более 40 тысяч пациентов. И, как мы видим, здесь охвачен период 15 лет с момента широкого внедрения высокоактивной антиретровирусной терапии в 1995 году. На заре этой эпохи, эпохи действительно больших свершений, когда пациенты с ВИЧ, со СПИД получили действительно то средство, которое позволило действительно остановить и пустить вспять развивающиеся заболевания, на тот момент средняя эффективность терапии составляла порядка 43%. Но благодаря различным разработкам, появлению препаратов новых классов, обладающих лучшей эффективностью, лучшим профилем безопасности и переносимости, удалось существенным образом улучшить результаты проводимого лечения. И к 2010 году, по оценке экспертов, средняя эффективность терапии составляла 78%. Действительно, прогресс значительный, достигнуты хорошие показатели, но, тем не менее, наверное, на тот момент нельзя было окончательно смириться с достигнутыми результатами. Потому что видели, что через три года начала терапии, то есть через 144 недели, средняя эффективность терапии составляла 52%. То есть почти что половина пациентов так или иначе снова возвращалась к возвращающейся репликации вируса иммунодефицита. При этом, на что хочется обратить внимание, зачастую неэффективность терапии связана не только с отсутствием или потерей вирусологической неэффективности, но также в связи с желанием пациента прекратить лечение, либо из-за развития побочных эффектов. Ну, к счастью, прогресс, наука не стоит на месте. Конечно же, на 2010 год эксперты вынуждены были резюмировать, что существующая терапия все-таки обладает субоптимальной эффективностью в долгосрочной перспективе. При этом препараты различных классов обрадают также различной эффективностью. К сожалению, было показано, что применение небустированных ингибиторов протеазы уступает по своим результатам применению ненуклеозидных ингибиторов обратной транскриптазы. При этом, если использовать бустеранную ингибитор протеазы, то эффективность этих режимов сопоставима. Но, наверное, один из ключевых находок данного метаанализа было обнаружение факта, что применение ингибиторов интегразы, судя по всему, обладает лучшей эффективностью, нежели другие третьи компоненты. И последующие клинические исследования позволили подтвердить этот факт. Сейчас, когда в клиническом арсенале появились препараты из группы ингибиторов интегразы, когда получены данные многоцентровых клинических исследований, это, конечно же, полноценные рандомизированные исследования с двойным контролем, плацебо-контролируемые, мы видим, что в этих исследованиях эффективность неумолимо стремится вверх и достигает так же желаемых нами показателей 90%. И, конечно же, результаты недавних исследований существенным образом повлияли на существующие рекомендации по лечению ВИЧ-инфекции. И если посмотреть на существующие ведущие международные рекомендации, такие как ДИЧ-ИЧС, рекомендации Европейского сообщества по борьбе со СПИД, а также Международные ассоциации по борьбе со СПИД, то мы видим, что больше и больше доминирующей роль начинают играть препараты из группы ингибиторов интегразы в сочетании с хорошо известными нуклеозидными основами, базирующиеся либо на абокавире, либо на препаратах, содержащих тенофавир. Но что важное произошло в 2015 году, ВОЗ кардинальным образом пересмотрела свои рекомендации по выбору режимов первой линии терапии. И, как мы видим, опубликованные в 2016 году рекомендации в качестве предпочтительных рекомендуют, конечно же, применять режимы на основе фаверенза, но при этом существенным образом были изменены альтернативные режимы, и ВОЗ рекомендовал в качестве возможного альтернативного третьего компонента использовать препарат доутогравир. При этом хочу обратить ваше внимание, что рекомендации ВОЗ, они, с одной стороны, учитывают имеющуюся клиническую базу, результаты клинических исследований, но также учитывают клиникоэкономические аспекты назначения того или иного режима, и, конечно же, эти рекомендации, в первую очередь, предназначены для развивающегося региона стран Африки. Что бы хотелось отметить? Конечно же, прогресс есть, мы видим, что результаты последних исследований свидетельствуют о высокой эффективности наиболее часто применяющихся режимов антиретровирусной терапии, но мы до сих пор понимаем, что ВИЧ-инфекция является неизлечимым заболеванием, несмотря на то, что она стала хроническим управляемым инфекцией, но требуются новые препараты, новые режимы, которые должны соответствовать таким требованиям, как максимальная эффективность, минимальная токсичность, конечно же, минимальное лекарственное взаимодействие и высокий барьер для развития резистентности вируса иммунодефицита, потому что эта терапия назначается как в долгосрочной перспективе, а, конечно же, в идеале пожизненно. Поэтому в ходе своей презентации хотел бы вам представить существующую клиническую базу по препарату Делутагравир и показать, соответствует ли этот третий компонент текущим потребностям современной антиретровирусной терапии. Как вы знаете, препарат имеет широкую клиническую базу. В качестве ключевых исследований, которые стали основой для регистрации этого продукта, были клинические исследования в различных популяциях пациентов. Конечно же, это пациенты без предшествующего опыта терапии, пациенты с различным опытом предшествующих антиретровирусных режимов, включая такую группу пациентов, как пациенты с множественной резистентностью, и также пациенты с очень большим опытом терапии, в том числе имеющие резистентность к ингибиторам интеграза первого поколения. Как вы видите, ключевая программа исследования этого препарата включала более 3000 пациентов. Хотелось бы в деталях остановиться на трех ключевых исследованиях. Это исследование Сингл по сравнению препарата Долотегровир с часто применяющимися режимами на основе Юфаверинза, а именно препаратом А-Трипла. Конечно же, исследование Фламинго по изучению эффективности и безопасности препарата Долотегровир у пациентов без опыта терапии по сравнению с режимами на основе бустированного препарата Доронавир. И последнее исследование у пациентов без опыта терапии – это исследование СПРИНГ-2 по сравнению Долотегровира и Раутегровир также у пациентов без предшествующего опыта лечения. Что же из себя представляло исследование Сингл? Как вы знаете, на протяжении длительного времени режимы на основе Юфаверинза являлись золотым стандартом лечения пациентов инфекции и в том числе назначались у пациентов наивных, то есть без предшествующего опыта лечения. Данное исследование являлось многоцитровым, плацебо-контролировым, двойным слепым исследованием по изучению эффективности и безопасности режимов на основе Долотегровира в сочетании с препаратом Абокавир и Ламиудин в качестве фиксированной комбинации ДОС по сравнению с препаратом Эфаверинз, Тенофавир и М31. Как видите, основная фаза наблюдения состояла из 48 недель, но в целом пациенты в ходе этого исследования наблюдались на протяжении 144 недель, то есть на протяжении почти что трех лет. Как видим, вот таковы результаты изучения эффективности. Хочу обратить ваше внимание на то, насколько отличается динамика вирусологического ответа у пациентов, получающих режимы на основе ингибиторов интегразы. Как мы видим, уже в первые 8 недель практически 90% пациентов достигают неопределяемой вирусной нагрузки. Эти показатели сохраняются на протяжении длительного времени, в частности, в исследовании Сингл показано, что в 48 неделе 88% пациентов на режимах на основе длотогравира имели неопределяемую вирусную нагрузку. И на протяжении трех лет этот показатель оставался на уровне выше 70%. Но что важно отметить, то что это было первое исследование, которое продемонстрировало достоверное статистическое превосходство режимов над режимами на основе эфаверенза, который, как я напомню, являлся на протяжении длительного времени золотым стандартом лечения ВИЧ-инфекции. Но помимо превосходящей вирусологической эффективности, режимы с длотогравиром также показали хороший иммунологический ответ. И в частности, данное исследование Сингл также предоставило убедительные доказательства того, что режимы на основе длотогравира обладают лучшим потенциалом для прироста CD4 показателей. Как видим, на протяжении трех лет от исходного уровня пациенты, которые получали длотогравир, прирост составил более 300 клеток. Второе исследование, на которое бы я хотел вкратце остановиться, это исследование СПРИНГ-2. Я напомню, что это исследование было посвящено сравнительному изучению эффективности и безопасности режимов длотогравира и режимов, содержащих ротогравир. Оба препарата применялись в стандартной дозировке, то есть длотогравир 50 мг один раз в день, препарат ротогравир применялся также в дозировке 400 мг два раза в день. И в качестве нуклеозидной основы выбирались либо препараты абакавир-ламиудин, либо тенофомир-М3-цитабин в зависимости от пожелания исследования. Наблюдение в данном исследовании продолжалось на протяжении 96 недель. И позвольте продемонстрировать результаты этого исследования. Как мы видим, к 48 неделе эффективность длотогравира составляла 88%, в то время как в группе ротогравира данный показатель соответствовал 85%. Конечно же, разница была несущественна, но численно эффективность длотогравира в этом исследовании превосходила эффективность ротогравира. Также хочу обратить ваше внимание, что иммунологический ответ был сопоставим в обеих группах исследования. При этом, что обращает в себя внимание, что статистически достоверная высшая эффективность была получена в особой группе пациентов с исходно низкими показателями 4 менее 200 клеток. Последнее исследование, дизайн вы его видите на данном слайде, это исследование фламинго. Как я уже говорил, основная задача этого исследования составляла в изучении эффективности и безопасности режимов с длотогравиром по сравнению с одним из наиболее часто применяющихся ингибиторов протеаза, а именно с бустированным дерновиром, также в стандартной дозировке 800 мг один раз в день. И в обеих подгруппах использовался либо в качестве нуклеозидной основы либо препарат Абакавир ламиводин, либо тенофамир М3-цитабин в виде комбинированных таблеток. Как вы видите на данном слайде, также основной период наблюдения в этом исследовании составлял 96 недель. Как видите, здесь также получена характерная для ингибиторов интеграза кинетика вирусологического ответа. Уже на 8 неделе 87% пациентов, получавшие длотогравир, имели неопределяемую вирусную нагрузку. При этом к 48 неделе этот показатель достиг 90%, в то время как пациенты, получавшие бустированный дерновир, на 48 неделе только 83% пациентов имели неопределяемую вирусную нагрузку. Что важно, то что эта разница в ответе была статистически достоверна. И опять-таки, это было первое исследование, которое продемонстрировало превосходящую эффективность режимов с длотогравиром над бустированным дерновиром. И напомню, что на протяжении длительного времени препарат дерновир считался одним из наиболее мощных не только ингибиторов протеаза, а в целом наиболее мощным антиретровирусным агентом, который назначался, как правило, пациентам с продвинутой стадией ВИЧ-инфекции, либо пациентам с исходно низкими показателями иммунограммы или высокой исходной вирусной нагрузкой. На данном слайде я суммировал результаты вирусологического ответа в представленных трех исследованиях. Но здесь я разделил данные по двум подгруппам. У пациентов с исходно низкой вирусной нагрузкой меньше 100 тысяч копий и у пациентов с вирусной нагрузкой больше 100 тысяч копий. Хорошо известен факт, что пациенты, имеющие на начале лечения высокие показатели вирусной нагрузки, как правило, сложнее отвечают на назначенную терапию. И, с одной стороны, в рамках клинического исследования это является своеобразным стресс-тестом, показывающий и доказывающий эффективность того или иного компонента по сравнению с золотыми стандартами лечения. Если посмотреть на графики, которые расположены в левой части слайда, то мы видим, что эффективность доутогравира в большинстве случаев была близка к 90% и примерно соответствовала такой же эффективности в группах сравнения. Но основные интересные факты были выявлены при проведении данного анализа у пациентов с исходно высокой вирусной нагрузкой. И здесь мы получили в подавляющем большинстве случаев статистически достоверный ответ. Как мы видим, доутогравир сохраняет свою эффективность, причем сохраняет эту эффективность на очень высоких показателях, которые либо близки, либо превышают показатель 90%. Таким образом, если в целом поглядеть на противовирусную эффективность режимов с доутогравиром, то они, конечно же, соответствуют современным потребностям клиницистов. То есть достигается высокая вирусологическая эффективность в долгосрочной перспективе. Как мы видим, даже в рамках клинических исследований период наблюдения составлял до 144 недель. Конечно же, высокая эффективность – это не единственная важная характеристика современных антиретровирусных препаратов. И, конечно же, при разработке новых лекарственных средств особое внимание уделяется профилю резистентности лекарственных препаратов для лечения ВИЧ-инфекции. Как мы видим, это достаточно сложный слайд с большим количеством цифр, но в целом его интерпретация достаточно легко. На протяжении всего периода наблюдения у пациентов без предшествующего опыта терапии на фоне применения доутогравира не зафиксировано ни одного случая развития резистентности к ингибиторам интеграза, но и не только. Также препаратам, которые совместно назначались с препаратом доутогравира. И в целом, если подвести итог, то на текущий момент в трех клинических исследованиях, в которые было включено более тысячи пациентов, не выявлено ни одного случая развития мутации резистентности на фоне применения доутогравира. С чем же это связано? Конечно же, когда шла разработка молекул доутогравира, учитывались различные факторы фармакинетики и взаимодействия с таргетными ферментами вируса. И как показали исследования инвитера, то есть исследования в пробирке, то доутогравир настолько прочно связывается с ферментом интеграза, точнее с комплексом интеграза и ДНК, что период полураспада этого комплекса составляет 71 час. То есть через трое суток почти что половина молекул остается связанным с ферментом-мишенью. В то время как этот показатель для элвидогравира составляет 2,7 часа, для препарата аутогравир около 9 часов, то есть в 8 раз меньше, чем у препарата доутогравир. Таким образом, помимо высокой противовирусной эффективности препарат доутогравир имеет достаточно уникальный профиль резистентности, который отличается от профиля резистентности ингибиторов интеграза первого поколения, то есть препарата аутогравир и препарата элвидогравир. Конечно же, высокая эффективность – это ключевая характеристика, но недостаточная для современных антиретровирусных средств. Поэтому в ходе клинических исследований также оценивается безопасность и профиль переносимости новых лекарственных компонентов. На данном слайде я представил результаты прекращения терапии из-за развития побочных эффектов в исследовании сингл, то есть по сравнению с препаратом эфаверенз. Как мы видим, если в группе долутегравира только 4% пациентов прекратили участие в клиническом исследовании из-за развития нежелательных явлений, в то время как в группе эфаверенза этот показатель составил 14%. И, конечно же, это не вызывает удивления. Хорошо известно, что препараты эфаверенз, несмотря на все свои заслуги, на длительную историю применения, обладают рядом неприятных, нежелательных явлений со стороны центральной нервной системы, и зачастую пациенты вынуждены прекратить лечение из-за развития этих побочных эффектов. Что касается сравнительного профиля переносимости с препаратом эфаверенз, что изучалось в исследовании Spring 2, то мы видим, что в целом частота выбывания в этих подгруппах не отличалась и составляла небольшие 2%. Если сравнить профили безопасности препарата долотегравир и бустированного доронавир, то мы видим, что частота выбывания при назначении бустированного доронавира составляла 6% и была в 2 раза выше, чем на фоне применения препарата долотегравир. Конечно же, хочется отметить изучение такого нежелательного явления, как развитие диарейного синдрома в исследовании фламинго. Хорошо известно, что это один из не более часто развивающихся нежелательных явлений на фоне применения бустированных ингибиторов протеазы, которые, к сожалению, зачастую приводят к прерыванию терапию пациентами. И мы видим, что в целом частота развития диареи на фоне режимов с долотегравиром была ниже, чем при применении бустированного доронавира. Если же посмотреть на частоту развития диарейного синдрома, именно связанного с применением препарата, по мнению исследователей, то эта частота была выше в группе доронавира практически в 2,5 раза. Таким образом, позвольте также подвести небольшой подыток, касающийся профиля переносимости и безопасности режимов с долотегравиром. Они, конечно же, соответствуют современным требованиям для современной антиретровирусной терапии. Конечно же, нельзя не забывать про мнение пациента, как пациенты воспринимают новые лекарственные препараты, входящие в клиническую практику. То здесь, я думаю, что не вызывает споров тот факт, что долотегравир обладает рядом ключевых преимуществ над стандартными режимами терапии, которые применялись до недавнего времени. Напомню, что это первый препарат, который доказал статистически достоверное превосходство над часто используемым компонентами в 3 из 4 исследованиях. Это беспрецедентный профиль эффективности. Как я уже показал, препарат обладает высоким барьером для развития резистентности, который отличается от барьера резистентности ингибиторов первого поколения. Препарат обладает благоприятным профилем переносимости. Также для долотегравира характерно минимальное количество лекарственных взаимодействий. Его возможно применять со всеми препаратами для лечения ВИЧ-инфекции, а также с подавляющим большинством препаратов для лечения сопутствующих и опортунистических заболеваний. И, конечно же, что мы обсуждали во время панели, последней панельной дискуссии, это удобство приема. Потому что у подавляющего большинства пациентов препарат применяется один раз в день без связи с приемом пищи либо жидкости в минимальной дозировке 50 мг в сутки. Поэтому могу себе позволить подвести итог, что действительно препарат долотегравир, имеющаяся клиническая база, доказывает, что это препарат с высокой эффективностью, с хорошим профилем переносимости и безопасности, обладающий удобством. И тот препарат, который, наверное, удовлетворяет подавляющему большинству предпочтений как со стороны клинициста, так и со стороны пациента, получающего лечение. Хотелось бы последнее посмотреть те группы пациентов, которые возможны для назначения препарата долотегравир. Конечно же, согласно рекомендациям ВОЗ, которые мы сегодня неоднократно обсуждали, это пациенты без предшествующего опыта лечения. Тем более, это может касаться тех пациентов, которые обеспокоены таким важным фактором в их жизни, как полное изменение образа жизни. Пациенты, которым требуется принимать терапию ежедневно и не допускать пропусков. Это те пациенты, которые беспокоятся о возможных побочных эффектах. Ведь это же не секрет, что пациентское сообщество, достаточно тесно общающиеся, они делятся опытом. И, конечно же, любая информация, любые сведения о том, что те или иные режимы терапии обладают определенными побочными эффектами, могут внести свой негативный вклад на долгосрочные эффекты лечения. Кроме того, можно найти, наверное, некоторые группы пациентов с предшествующим опытом лечения, которые бы также получили ряд преимуществ от назначения препарата долотегравир. Конечно же, это пациенты, испытавшие вирусологическую неудачу и, к сожалению, имеющие мутации резистентности. С учетом уникального профиля резистентности, конечно, долотегравир может являться препаратом спасения. Но и не только. Также есть пациенты, которые, к сожалению, столкнулись с проблемами побочных эффектов на различных режимах. И в этой ситуации, конечно же, препарат долотегравир, который имеет хороший профиль безопасности и переносимости, мог бы стать решением для этих пациентов. И, конечно же, сейчас все больше рассматриваются аспекты долгосрочного применения антиретровирусных средств. И с учетом того, что ряд лекарственных препаратов требует двукратного приема в сутки, перевод на препарат долотегравир, который назначается один раз в день у подавляющего большинства пациентов, тоже может быть выходом по упрощению этого режима и сохранение на протяжении длительного времени высокой приверженности у пациентов. Поэтому, как сегодня неоднократно обсуждались, я был очень рад увидеть данные исследования, которые провел профессор Рейс в Нидерландах. И они уже в 2015 году показали достижение тех целей ЮНЕЙДС, которые мы ставим перед собой для победы над эпидемией ВИЧ-СПИД. Действительно, современный арсенал лекарственных средств с высокой эффективностью в сочетании с соблюдением основных принципов ведения пациентов с ВИЧ-инфекцией, они помогут достичь наших желаемых целей 90-90-90. И как может быть один из вариантов, который может стать ключом и основой для этой победы, могут быть новые ингибиторы интегразы, в частности препараты ДОЛОТЕГРАВИР. На этом у меня все. Буду рад ответить на вопросы, если они у вас появились. Спасибо огромное, Евгений Константинович. Из зала есть вопросы, комментарии к отношению от выступления Евгений Константинович, представитель VIV Healthcare по преимуществу ДОЛОТЕГРАВИР и той информации, которую он представил сегодня. Тогда вот это не вопросы, но вопрос, скажем так, для дискуссии на ближайшие несколько месяцев. Я понимаю, что целью вашего выступления не было клиническим результатом проведения, и не ценовой политики VIV или ценовой политики ДОЛОТЕГРАВИР, но, конечно, как и звучало на протяжении всей нашей дискуссии сегодня, я знаю, что VIV является одним из лидеров, и в том числе восточно-европейский, и российский фармацевтический рынок по предоставлению и участию в переговоре, в процессе по доступности лекарства. Поэтому огромная просьба и к вам, и все фармацевтические фирмы очень активно подключиться к этому процессу, потому что действительно именно на тот момент, когда есть очень нужный, на взгляд UNAIDS очень своевременно готовый со стороны правительства, со стороны, в первую очередь, Министерства за хранение, значительно расширит доступ к антивирусным лечениям. В России, в первую очередь, конечно, хотели, чтобы это было использовано, в первую очередь, очень качественные лекарства, и по ценовой политике, которая будет как можно более доступна. Огромное спасибо за вашу презентацию сегодня, и за партнерство со стороны VIV Healthcare по участию в сегодняшнем симпозиуме. Александр Тимбовевич, пожалуйста. Спасибо, доктор Салданов. Скажите, пожалуйста, через международные структуры, такие как Глобальный фонд, ЮНИСЕФ, ЮНДП, вы поставляете эти? Ну, я имею в виду, этот препарат поставляется или нет? Я хочу уточнить, вы имеете в виду препарат ДООТОГРАВЕР? Да. Насколько мне известно, есть поставки, в первую очередь, это касается регионов стран Африки, но, конечно же, компания взаимодействует с этими надстрановыми структурами, в том числе, осуществляет поставки в рамках каких-то глобальных проектов в страны, где которые имеют наибольшие проблемы с эпидемией ВИЧ-спид. Да, конечно, сейчас рассматривается такой подход, но, может быть, я попрошу прокомментировать своего коллегу Сергея Лукьянчикова, нашего директора по развитию бизнеса в странах СНГ, он может дать более детальный ответ на этот вопрос. Сергей, пожалуйста. Спасибо, но я коротко отвечу, что да, поставляется. Главное – это пожелание страны в том, чтобы иметь данные МНН в своем арсенале, и мы способны поставить через международные организации препараты. Олег Гиралович, комментируйте, пожалуйста, через микрофон. Нет, ну, насколько я понимаю, что именно поэтому в рекомендации ВОЗ этот препарат и включили как альтернативный, что как бы они… Вот, у меня вопрос еще тогда один. Скажите, пожалуйста, как вы можете прокомментировать вот те публикации, которые в прошлом году появились о нарушениях психических, неврологических у больных, получавших длутогровер. То есть в ходе клинических испытаний этого не было, а в реальной практике там вот такие сообщения есть. Спасибо. Спасибо, Олег Гиралович. Действительно, это важный вопрос. Как вы знаете, в конце прошлого года, в начале этого года были представлены данные нескольких когортных исследований, в частности, исследования в голландской когорте, которые действительно выявили несколько более высокую частоту развития нежелательных явлений со стороны центральной нервной системы. Это, в первую очередь, нарушение сна, это развитие депрессии, нежели это было выявлено в предшествующих клинических исследованиях. Но на самом деле компания провела дополнительное изучение этого вопроса, в том числе с привлечением внешних экспертов. Вероятнее всего, на сегодняшний момент мы можем говорить о том, что побочные эффекты со стороны центральной нервной системы могут являться классоспецифическими нежелательными явлениями. Но при этом в подавляющем большинстве случаев степень выраженности этих явлений была не очень высокая, как правило, ограничилась легкой степенью нарушений. При этом возможное влияние сопутствующих факторов. Нам хорошо известно, что мы всегда пациентам с сопутствующими заболеваниями пациентов с продвинутой стадией ВИЧ-инфекции стараемся назначить более мощные препараты с лучшим профилем переносимости. Поэтому, возможно, это являлось также фактором, который в реальной практике являлся причиной более частой развития побочных эффектов. Спасибо. Доктор Байсеркин. Пожалуйста, Казахстан. У меня вопрос по процессу продвижения препаратов. В Казахстане планируются ли какие-то мероприятия среди клиницистов в части разъяснения вот этой вот новой схемы и продвижения его среди медицинских работников? Ну, в частности, центров СПИД. Зарегистрировано, да? Да, спасибо за вопрос. Действительно, препарат ТВК и доутагравир был зарегистрирован в Казахстане в 2015 году. Сразу же после регистрации в течение месяца-полутора мы провели обучающий семинар, на котором постарались собрать основных специалистов, занимающихся вопросами лечения ВИЧ-инфекции в Республике Казахстан. Но, конечно же, мы на этом не ограничиваемся. У нас есть ряд мероприятий, это наши регулярные вебинары. Здесь нужно отметить, что действительно мы можем гордиться тем, что специалисты из Казахстана принимают частое внимательное участие в наших мероприятиях, задают очень много вопросов, и очень приятно, что мы находим обратную связь и стараемся постоянно улучшать качество проводимых мероприятий. Спасибо. Еще есть вопросы, комментарии зала? За последние 15 минут не поступило больше вопросов из онлайн-трансляции, хотя сотни людей еще смотрят. Луиш? Да. Пожалуйста. Просто, пожалуйста. Да. Из моей эксперимии, я не уверен, что Интегрез иннебитори будут превышать первым региментом, и, возможно, вторым и третьим. В будущем. Я думаю, что в будущем будет, как и другие, как и другие, как и другие, как и другие. И, как и другие, как и другие, как и другие. Я думаю, как и другие, как и другие, как и другие. маленький пункт, что я думаю, что Россия и Eastern Europe, Central Asia должны рассчитать, если они не могут получить согласие с ВИВ, что я надеюсь, они могут рассчитывать, чтобы предусмотреть эфаверенс 400 мг. Потому что это не запланировать последствия, но это рассчитывает достаточно последствия. Таким образом, то есть рассчитывание бесконтинувации 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 гораздо меньше от 400 мг. И мы знаем, что это проблема с МСД и БМС, что они не позволяли 20 лет делать исследования. И мы обмедили 20 лет с 600 мг которые мы не нуждали в целом. Спасибо. И Олег Гиралович, к вам последний вопрос и комментарий. Пожалуйста. Ну, у меня очень короткий, я уже об этом говорил. Вот Долатогровер как раз тот пример. Тут говорили о том, как у нас замечательно работает наши регуляторные органы, значит, которые препаратка в течение нескольких лет не входит в список жизненно важных по непонятным причинам. Хотя его цена, заявленная, насколько я знаю, первый раз, когда заявили сопоставимую базу цен на ингибиторов протаза, то есть, Мерседес по цене Жигулей. Но, тем не менее, не проходил. Поэтому, вот, здесь это важный момент. спасибо. Спасибо. Олег Гиридович. Спасибо вам большое. Спасибо. Тогда, уважаемые коллеги, я постараюсь от имени и Юэн Эйдзи, и Роспотребнадзор, и Секретариат, и КАК 2018, Спиденфорсиаз, искренне благодарит все самые активные, самые стойкие, которые слушали и принимали участие, задавали вопросы и дискуссии на протяжении. Вселенный день сегодня у нас был очень активный, очень продуктивный, очень плодотворный, день работы и дискуссии. И, действительно, я надеюсь, что все и в этом зале, и онлайн-режимы почувствовали, насколько богатые, насколько острые стоят те изменения, те вопросы, те результаты исследования, и как своевременное и срочное внедрение этих результатов сможет положительным образом сказываться не только на общей эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в Восточной Европе и Центральной Азии, но в том числе на качестве жизни сотни тысяч, даже полтора миллиона людей, которые живут с ВИЧ-инфекцией в Восточной Европе и Центральной Азии. И еще раз благодарить все партнеры, все участники, все докладчики сегодняшней симпозиумы, и также напомнить всем о том, что сегодняшний симпозиум является всего лишь в первой из многочисленных очень широкий перечень мероприятий, которые мы готовим в ближайшие 428 дней до 18 апреля 2018 года, когда открывается 6-го конференция в Восточной Европе и Центральной Азии по СПИДу здесь в Москве. Также я хочу воспользоваться возможность напомнить всем о том, что буквально через несколько дней весь мир отмечает 1 марта, это день против дискриминации, это официальный день отмечен календарь ООН. И со стороны UN AIDS, конечно, мы ставим большой акцент не только против всей виде или проявления дискриминации, каким бы ни было, но с особенным акцентом против дискриминации в медицинские учреждения. И в этой связи завтра будет разослана всем вам, всем нашим партнерам информация, материалы, графики, лозунги. Компания называется Выскажись весь голос ноль дискриминации и против дискриминации в медицинские учреждения. И весь набор материалов будет разослана со стороны UN AIDS всем вам и очень просим вам не только как и, наверное, принято на протяжении много лет нашей региона, что в 1 декабре, что в 1 марта, но мы сделали мероприятия, фотографировались определенные хэштеги, думали, что вопрос как-то самостоятельно решен, по крайней мере, на этот день. Чтобы и 1 марта, и 1 декабря, и все мероприятия, которые мы обсуждали сегодня, только станет первый новый шаг к отношению всей общей мобилизации против и дискриминации во все их проявления, в том числе к отношению растущей ситуации по ВИЧ-инфекции в нашей регионе. Спасибо всем огромное за внимание и до скорого встречи. Спасибо. Спасибо.